Друзья, наступил 2023 год, от которого мы так много ожидаем. Мы ожидаем, что доблестная украинская армия вернет все захваченные Россией украинские территории, включая Донбасс и, включая, конечно же, Крым. Я абсолютно уверен в том, что вооруженные силы Украины войдут на территорию Крыма и очистят его от русских фашистов. И сегодня очень важно понять, что произошло в 2014 году, когда украинский Крым был бесславно, без боя сдан России, которая его незаконно аннексировала. Два года назад, в 2020 году, я сделал документальный фильм об этом периоде. В этом фильме собраны свидетельства руководителей Украины, руководителей украинских спецслужб, бывших и настоящих, всех тех, кто знает, что происходило в 2014 году. И сегодня я очень хочу, чтобы накануне освобождения Крыма вы посмотрели это кино. Приятного просмотра. Ровно шесть лет назад украинский Крым в нарушении всех международных правил и норм был аннексирован Российской Федерацией. Незаконно аннексирован. И все эти годы мне не дает покоя одна мысль. Почему так произошло? Почему россияне пришли? И почему украинцы не встретили их так, как должны были? Сегодня я посвящаю этот документальный фильм, основанный на воспоминаниях очевидцев, ответу на мой вопрос. Да не только на мой, на вопрос, который все эти шесть лет мучает миллионы украинцев. И для начала разговора я зачитаю вам отрывок из публикации на фейсбуке бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы. Вот что пишет генерал Замана. Ровно шесть лет назад тогдашняя украинская власть широким представительством на РНБО отказалась защищать Крым. Я часто думаю, почему официально Верховная Рада в 2015 году приняла решение назвать 20 февраля датой начала оккупации Крыма. Ведь предпосылки для этого были очень формальные. С точно таким же успехом можно было зарегистрировать дату 30 января 2014 года, когда Гиркин в церковной рясе привез в Свято-Троицкий женский монастырь дары волхвов для всеобщего целования и поклонения. 24 февраля в Севастополе на Графской пристани кучка российских артистов выбрала народным мэром Севастополя Чалова. Как минимум эту дату можно было бы считать началом оккупации, а не два замеченных в Ялте Урала с российскими военными 20 февраля. Я напомню, что 23 февраля Турчинов был избран ИО президента Украины. 26 февраля возле Верховного Совета Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг преимущественно крымских татар против отделения Крыма от Украины. 27 февраля в 5 часов утра в здание Верховного Совета Крыма беспрепятственно вошли боевики ГРУ Российской Федерации. Им открыл дверь сторож. Кроме него в здании не было никого. Тогда же 27 февраля Аксенов объявил себя премьером Крыма. 28 февраля более чем через 30 часов после открытого вторжения спецназа ГРУ Верховный Совет Автономной Республики Крым и Кабмин Крыма Турчинов созывает РНБО, расширенное, с руководителями фракции Верховной Рады. Из стенограммы заседания ясно, что защищать Крым некому. В Крыму одни предатели. Провоцировать Путина нельзя. Нам не нужен грузинский сценарий и ни один танк и ни один солдат не должны покинуть расположение. Крым должен стать голубем мира между Россией и Украиной. Турчинов поговорил по телефону с Нарышкиным и сообщил собравшимся, что в случае попытки защиты территориальной целостности Украины российские войска через два часа будут в Киеве. Единогласно, кроме Турчинова, было принято решение не защищать Крым. Об этом мы узнали в 2016 году. А в 2014 году нас успокаивал Яценюк. Мол, все под контролем и Киев не даст провести в Крыму незаконный референдум. Теперь о том, как проходил процесс оккупации. Это не было вторжение по типу гитлеровской Германии в 1941 году, когда в 4 часа утра немецкие самолеты бомбили Киев. Вот таким вторжением Нарышкин взял на понт Турчинова. Или не взял. Возможно, Турчинов таким сообщением взял на понт голубей мира. Путин заходил в Крым осторожно, понемногу. Два Урала, через день три БТРа. Потом пара колонн машин с военными, которые якобы передислоцируются на базу военно-морского флота. Потом активное участие пророссийских групп влияния в митинге под Верховным Советом, о котором я писал. И ночной захват Верховного Совета и Кабмина. Затем захват аэропорта, вокзала, воинских частей. Сушки, пьяные дикари-казаки. 28 февраля после РНБО доверенное лицо Турчинова Порошенко поедет в Симферополь к Аксенову. Туда же на переговоры рванет Леша Гончаренко. Переговоры пройдут успешно только по части Севморзавода, который будет чинить российские военные катера до 1 февраля 2015 года. Аксенов потом скажет, что ему предлагал высокопоставленный украинский чиновник место вице-премьера. 1 марта на камеру «Россия-1» будет сыграна сцена с убийством российского военного. Все, снято. Это видео через час будет на столе у Путина вместе с письмом Аксенова о помощи в борьбе за свободу русского народа в Крыму. В 16 часов соберется Совет Федерации и примет решение ввести войска в Украину для восстановления конституционного порядка. Тогда же Турчинов назначит командующим военно-морским флотом Украины Березовского, который сразу же сдаст весь украинский флот России. Крымские воинские части с контингентом 26 тысяч человек ждали приказа от Министерства обороны Украины до 18 марта, когда через СМИ к ним обратился Тенюх, министр обороны Украины, и предложил действовать на свое усмотрение. 18 марта 2014 года Путин принял Крым в состав Российской Федерации. Аннексия завершилась. 600 тысяч гектаров земли сельхозназначения. 26 тысяч квадратных километров украинской стратегической земли. Газовое месторождение и Черноморский шельф. И просто жемчужина Украины. Бесподобные красоты Крым и 2,5 миллиона людей. Стали голубым мира, за которого на Донбассе погибло более 14 тысяч украинцев. Разрушены города и села. Сельскохозяйственные земли стали минными полями, и часть территории до сих пор находится в российской оккупации под прикрытием так называемых народных республик. Это цена за Крым, за мой дом, за судьбы людей, за алчность и ненасытность тех, кто принимали решение отдать Крым Путину без сопротивления. Не люблю Кучму, пишет генерал Замана, но помню, как он развернул самолет на подлете к Бразилии назад, чтобы остановить захват Тузлы Путиным. «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор». Это Уинстон Черчилль. Если бы СБУ рассекретило всех агентов влияния ФСБ в Украине, а особенно тех, кто занимал высшие государственные чины, нам стало бы абсолютно понятно, почему тогда на РНБО было принято именно такое решение. Это слова бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерала Владимира Заманы. Ну а теперь свидетельства очевидцев. До 1954 года Крым входил в состав Российской Федерации и только с 1954 года стал частью Украины. Принято говорить о том, что вот Крым отдал украинцам Хрущев, сделал такой царский подарок. Почему это произошло? Почему Крым стал частью Украины? Об этом я неоднократно спрашивал сына бывшего первой секретаря ЦК Компартии Советского Союза, Никиты Сергеевича Хрущева, Сергея Никитича. С ним мы встречались и в Соединенных Штатах Америки, и в Киеве, и неоднократно говорили по скайпу. Я задал ему вопрос, который волнует всех. В последние годы, Сергей Никитич, в России вашего отца клянут за то, что в 1954 году отдал Украине Крым. Почему он, кстати, его отдал? Ну, он дал Украине Крым, потому что, если вы посмотрите на карту, то Крым, он, так сказать, пристегнут к Украине. И когда там стали заниматься экономикой, и самое главное – строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали вы, то Госплан сказал, что лучше, если будут строиться под одним юридическим лицом. И передали Украине, так же, как передавали многие регионы. Никакой политики не было, никакого там, как в России любят говорить, попытка углажить украинскую бюрократию, или даже подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине. Нет, это было чисто такое решение структурное и правильное. Ну, так сказать, Крым начал возрождаться, там посадили много винограда, так сказать. Сергей Никитич, ну это правда, что когда Никита Сергеевич Хрущев приехал в Крым с инспекционной поездкой очередной, высыпали навстречу ему крестьяне, переселенцы в опустошенный Крым из Орловской, Брянской областей, ну, крымских татар же выслали, некому было работать на земле, и они умоляли лидера Советского Союза забрать их обратно, они не могли там жить и работать. Ну, это, я думаю, что это выдумки. В свое время, когда Никита Сергеевич был первым снялем ЦК КПБУ, ему Сталин поручил заниматься заселением Крыма, восстановлением Крыма, восстановлением Севастополя. Он этим занимался. Туда переселяли как Россия, так и украинцев. И я знаю, что они были не очень довольны, как всякие переселенцы. Как вы думаете, понимал ли Никита Сергеевич Хрущев, какую мину замедленного действия он закладывает при передаче Крыма из РСФСР в ОССР? А никакой минус никто не закладывал, потому что, если бы не нарушилось развитие Советского Союза, реформирование, которое в 64-м году достигло стадии, когда хотели уже отдавать власть директорам, уменьшили роль партии, новая была Конституция, то Советский Союз до сих пор бы существовал, и никаких таких проблем не было. Я в это верю. Вы сказали в одном из интервью, Крым вам не отец подарил, а Ельцин. Что вы имели в виду? Ну, я имел в виду, что, как я читал в воспоминаниях Кропчука, когда они встречались в Беловежской пуще и уже договорились о прекращении действия Союзного договора и раздела, а тогда он сказал, что у него кошки скребли на душе, а как же Крым? Он спросил Ельцина, Борис Николаевич, а как с Крымом будем? А Борис Николаевич, он на стол смотрел, там уже в рюмки ставили, он сказал, набери Крым. Крым вроде Кравчук и забрал. Так что это не я так считаю, это вот так свидетель говорит. Кстати, ваш украинский, он пока живой, может переспросить. Ну, а вот что о передаче Крыма Украине в 1954 году сказал мне первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Я хотел бы поговорить немножко о Крыме. В Соединенных Штатах Америки, в городке небольшом Провиденс, живет сын Никиты Сергеевича Хрущева, Сергей Никитич Хрущев, которого я был в гостях. Он не просто сын, он человек, который был с Хрущевым много лет рядом, которому Хрущев диктовал свои воспоминания и с которым он делился сокровенными мыслями. Сергей Никитич сказал мне, что Крым не просто так Хрущев отдал, что это был какой-то жест с его стороны в сторону Украины. Нет, он отдал его потому, что Россия с Крымом не справлялась ни энергетически, ни финансово, никак. И насколько я слышал, Хрущев просто требовал от Кириченко, тогда первой секретарей ЦК Компартии Украины, забрать Крым, а Кириченко сопротивлялся. Это правда или нет? Это правда. Я снова возвращаюсь к своим студенческим годам, приехал в Киев, а море я тоже никогда в жизни не видел. И группа ребят говорят, поедем на поезд в Одессу, посмотрим море. Приехали в Одессу, пошли на берег, а воды нет, одни медузы. Такое бывает, потом я узнал. Кисель, те же говорят, Крым недалеко. Это был 1953 год, а Крым перешел в Украине в 1954 году. То есть, это лето было? Лето, да. За год до... Сталин умер, а вы не грустили, ездили на море. То есть, получается. Лето было, что Сталин умер. От грустили. И мы сели снова на... Да, сели уже не на поезд, а на машину. На попутную. И поехали в Крым. В район Севастополя. Не Ялты, а Севастополь. Ну, голодные, надо что-то поесть. Там, смотрим, живут какие-то люди. Мы зашли туда. Представили, что мы студенты. Дмитрий Ильич, я такой бедноты там не видел. Когда мы там побили немножко, начали сходиться с другие люди, опухшие. Мы спрашиваем, что такое. Их заедали москиты. Они все с Орловской, с Брянской, с других областей. Они не знали, что это такое. Они плачут. Мы тут не умеем жить. Вот так-то словно. Не умеем. Потому что они не знают, как производить ту продукцию, которая растет в Крыму. Второе. Ни воды. В магазинах ничего нет. Это то, что я видел в 1953 году. А потом, когда в 1954 году уже случилось, и когда в ЦК я уже, принимали мы решение о крымских татарах, вот после возвращения, вот это все, я нашел записки от Жубея. И он описывает, что происходило в начале 1954, не, в мае 1954 года. Хрущев с ним приехал в Крым, потому что эти, я то понял, эти люди писали постоянно письма. В ЦК. Хрущев, забери нас отсюда, они тут не могут жить. Хрущев приехал, они к нему высыпали навстречу, пишет от Жубей. И начали от него требовать, забрать их в Орловскую, туда, где они жили. Где нет москитов. Ну, где бульба растет хотя бы. Хрущев, не останавливаясь в Крыму, поездом, специально он едет в Киев. Тогда был секретарем первым ЦК Кириченко. И зашел к Кириченко и говорит, что вот такая ситуация, я считаю, что Украина должна взять Крым себе, так как у вас Херсон, там другие люди знают, как вести хозяйство, чтобы они, ну, спасали Крым. Вот так дословно. Кириченко говорит, нет, ну, это же не шутка взять целую область здоровенную, бюджет, ты же понимаешь, планы, то все надо. Сами тяжело живем. Тяжело живем, да. У нас стал сопротивляться. Он берет Кириченко в Москву на Политбюро. И Политбюро ЦК КПСС принимает решение до этих решений РСФСР, Верховного Совета. Ну, тогда все, что начало. Штамповалось. Политбюро делали эти, повторяли. И Политбюро Украины принимает решение принять Крым. Вот ответ на вопрос, когда говорят, нам подарили, мы вложили за это время, так подсчеты показывают, за дороги, вода, там, каналы, санаторий, больше 100 миллиардов долларов. Больше 100 миллиардов. Это то, что известно. А сколько труда, а сколько всего того, что не считалось и не подсчитывается и не будет подсчитано никогда. Ельцин с вами говорил когда-нибудь о Крыме? Он говорил, что вот Крым все-таки наш, отдайте нам Крым. Он не говорил, отдайте, но он говорил, что Крым это Россия. Говорил. Да. И Горбачев говорил. Почему я говорю, что я говорил со мной и мы. Они все разные люди. Ельцин, Горбачев, Черненко, Андропов. Ну, совершенно разные люди. Но в одном они одинаковые. Империалисты. Они должны не отдавать, а забирать территории. Не через дискуссию и убеждение, а если надо, силы. Вот пример с Крымом. То есть, они все считают и сегодня, ну, как считают, Путин официально заявляет, что Украина неестественное государство. Он так и напишет. Неестественное государство. А Казахстан вообще не государство. Да. И как таковое, говорит, оно не имеет перспективы. И Европа говорит, зачем вы с ними связываетесь? Они же не перспективные государства. С нами надо работать, а не с Украиной. То есть, Ельцин тоже был имперским, великодержавным, российским шовинистом. До единого все. Повторяю. Там других нет. Тогда такой вопрос. При Ельцине могло случиться в отношениях Украины и России то, что случилось сейчас? Нет. Ельцин империалист, но он очень понимал, что можно, а что нельзя. Вот так. Где граница, которую можно переходить, а которую нельзя. С Ельцином можно договориться. Один мой разговор с Ельцином по телефону. Черноморский флот. Да. Ну, тема очень сложная. В Севастополе и в прилегающих местах, где сосредоточен флот, началось очень опасное движение. Непонятно, кому служит флот. Мои коллеги и Верховный Совет, в том числе, говорит Леонид Макарович, они находятся на территории Украины. Черноморский флот. Нет никакого документа, договора о том, что российский Черноморский флот базируется, как это принято в международной практике, на территории Украины. Наша земля, значит, наш флот, надо подчинить флот Украине. Проведя консультации, я принимаю решение и издаю указ о подчинении всего Черноморского флота украинскому государству. Не говоря с Ельцином перед этим. Ельцин, узнал об этом, принимает свой указ о подчинении всего флота России. Понимаешь? Да. На флоте чуть ли не бунт. Начали поднимать георгиевские знамена, но поднимали и украинские. Больше того, один из кораблей поднял украинский флаг, двинулся на Одессу из Севастополя. По нему открыли огонь реальными снарядами, а не просто болванками. То есть начиналась обстановка близкая к конфликту, очень близкая. Я звоню, познав информацию, звоню Ельцином. Говорю, Борис Николаевич, вот такая ситуация. А вы что, говорит, думали? Я говорю, я думал, что будет все хорошо, что мы с вами подписали соответствующие документы о своей помощи, о дружбе и так дальше. У нас подписано, говорю, с Россией договор. Ну, а вы что предлагаете? Я говорю, что надо что-то делать. А вы что предлагаете? Я говорю, Борис Николаевич, есть, на мой взгляд, выход такой? В один день, в одно время мы одновременно с вами принимаем, я, свой указ, свой, свой... Отменяем. Отменяем свои указы. Но он, вот, если бы я так позвонил, или Порошенко, во-первых, его Путин не стал бы слушать, не стал бы абсолютно. Только он сразу открыл бы огонь, если бы, скажем, такое сделал, ну, такая ситуация, и был президентом... Ну, и время другое все-таки было. Через 10 минут он уже мне звонит, Борис Николаевич, говорит, я согласен. Мы отменяем указы, принимаем общее решение за двумя подписями о назначении командования Черноморским флотом за подписями двух президентов. Это уникальный случай. Интересно, да. То есть, я к чему говорю? Что Ельцин, во-первых, с ним можно было говорить, ему можно было доказывать. Он понимал, что конфликт в данное время, в то время, скажем, это могло быть очень тяжелым. У нас же было ядерное оружие на территории Украины. 165 стратегических ракет, 1800 с чем-то боеголовок, слушайте. Это же только на Украине. Поэтому с Путиным говорить нельзя. Он диктует, они говорят, он декретирует, они советуются. У него все под главным лозунгом. Россия требует, и это надо делать. А у них же нет покорения. У них же покорение Сибири, покорение. Даже к миру у них называют принуждение. Принуждение, да, да. Попытка незаконно аннексировать Крым была далеко не первой попыткой со стороны Российской Федерации. И вот что о событиях 1994 года рассказал мне бывший тогда председателем СБУ Украины Евгений Марчук. Компонент военный, как составляющая часть спецоперации, она, как правило, идет в конце. Советский Союз и ГРУ ГЭШа имела опыт делать такие вещи. В разных точках. Никарагуа, Ангола, да и та же Куба. Там не все, но во многом. И та же, ну, Чехословакия несколько там по-другому. Ну, в аэропорту вы садились под видом. Попросили посадки, да, да. Терпющие бедствия, да, самолет. А в Крыму было точно так же. Я не буду повторять, я только вспомню, вот как было в 92-м, 3-м и 4-м году. Там на разных этапах было по-разному. Вот, ну, то же самое. Вначале политическая раскрутка населения. В то время, в Крыму, я уже говорил, действовали региональные политические партии. И Россия, Мешков же, вот, Россия. Потом ПЭУК, партия экономического возрождения Крыма. Ну, и другие. Потом фестиваль кубанских казаков в Симферополе. Завезли казаков. Да, подстриженные, молодые, 35-летние ребята. И все старшего слушаются там. Козаки. Потом, да. Потом, ну, все то, что повторялось вот сейчас. Захват телерадиокомпании. Захват МВД СБУ. Но СБУ мы не дали захватить. Захват Верховного Совета. Ну, все один к одному. Тогда нам удалось заблокировать, благодаря, я имею в виду нам, я тогда был председателем СБУ, покойный Губенко, я это уже рассказывал, командующий пограничными войсками, дает нам несколько вертолетов, и мы на малой высоте десантируем Альфу, потому что уже захватили Министерство внутренних дел и назначен уже министром Кузнецов. Назначен председателем СБУ Крыма Лепихов, хотя у нас там свой, ну, Украина назначен и Коломыцев. И мы ночью десантируемся, а здания СБУ и МВД, они так П-образные, половина МВД, половина СБУ. Никто не знал абсолютно, даже начальник управления не знал. Альфа утром его встречает, и это нам помогло, потому что произошла бы утечка, и допустили бы раньше времени. И Валерий Васильевич Маликов, мой первый зам, возглавлял эту всю операцию. И потом еще долго находилась наша группа Альфа Крутов, руководитель Альфы. Ну, тогда это все было намного устрашающе, чем сейчас, потому что мы только приобрели там новое оборудование. Ну, и когда встречает Альфа, тогда не Балаклавы, а несколько по-другому, там шлемы, полная экипировка, открытое оружие, ну, все там на коленах и на руках. Красиво. И тут еще цепляли гранату. На всякий случай. Да, на всякий случай. Вот, и потом, когда пришла бригада захватывать, ну, в смысле, они назначили, Мешков назначил председателя, парламентом, ихний, Лемехов, кажется, да, Лемехов. Ну, и когда встретили и увидели, и что... Конечно, я так сейчас могу сказать, что, ну, бригада была не очень большая. Вот, но самое главное, что нам удалось продемонстрировать, что будет плохо, если они применят силы. Просто так не отдадим. Да. Когда же возникла у Владимира Путина идея аннексировать Крым? Вот, что сказал руководитель «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Вы сказали, что идея захвата Крыма возникла у Путина в 2008 году. Не раньше? Это не точно. Я сейчас попытаюсь объяснить, что мне кажется. Да, опять-таки, все, что я говорю, это абсолютно безответственно, поскольку это моя точка зрения и мои наблюдения. В 2008 году, во время Грузинской войны, после Грузинской войны, у меня был разговор действительно с президентом про Абхазию и Южную Осетию, довольно тяжелый. Один на один? Один на один, да. Он сначала публично на встрече главных редакторов, как известно, меня откритиковал. Обругал. Обругал, а потом позвал к себе, и пока главные редактора там бухали за столом, значит, я ушел к президенту. Долго говорили? Час, чуть больше. И мы говорили про это, про все про это, он мне показывал, рассказывал. Я его внимательно слушал, и я вдруг понял из этого разговора, что то, что это прошло, ну, относительно легко, и я спросил про Крым. И он сказал, не, ну, это восьмой год, сентябрь. Он сказал, нет, конечно, ну, конечно, ну, по справедливости Крым российский, но ты же понимаешь, сказал он мне. Я сделал большие глаза, ну, я вообще туповатый, особенно в разговоре с людьми, принимающими решения, они сразу все понимают. Говорит, ну, я же не буду воевать с Украиной за Крым. Ну, это несправедливо, что Крым там. Начал мне рассказывать о том, как Борис Николаевич говорил про Крым с... Леонидом Макаровичем. Да, с Леонидом Макаровичем, точно. Я все время путаю Кравчука и Кучму, извините, господа президенты, просто по времени у меня это все накладывается. И как Михаил Сергеевич Горбачев говорил про Крым. Да, то есть на самом деле это возникло не при Путине, эта история. Справедливости, несправедливости не имеет значения. В 94-м году и качнуть попробовали тогда. И до того, я хотел бы сказать, и до того это было, чтобы вы понимали, при президенте Горбачеве, когда автономии стали, стали выставлять автономию против республик, и Горбачев говорил украинским, это есть в его книге, по-моему, или в Черновике, я не помню. А про Милару, что он говорил тогда, кто же тогда был-то, господи, 89-й. В Украине? Да. Щербицкий, потом Ивашка. Ивашке. Он говорил Ивашке, он говорил, что ты это самое, смотри, а то у вас Крым слабый, слабое место, имеется в виду. То есть эта история, она была. И я думаю, я так понимаю, что грузинская война, когда, в общем, Абхазия-Осетия была отторгнута, но не присоединена, это возникло у него в голове уже конкретно. Но он точно сказал мне, что вдвоем сидели, не буду воевать с Украиной за Крым. И когда возникла возможность, как он понял, как он понял, как я сейчас могу это трактовать, хотя, повторяю, я не его просекретарь, это мои фантазии, он восстановил справедливость, как он ее понимал. Просто Крым упал, власти не было, да, и он его забрал. Это правда, что вы предсказали то, что Россия отнимет Крым от Украины? Нет, это было не предсказание, просто когда я был здесь в 13-м году, и вот Замятня, да, или Руина-2 началась, это был, наверное, ноябрь после Майдана, не, декабрь, уже декабрь, потому что был уже разгон Майдана у вас, и я смотрел на реакцию людей, которые принимали решения наших военных, естественно, общался дипломатов, не с Путиным, да, и вдруг я почувствовал, знаете, такой охотничий азарт. Вот, у наших. Вот у нас, вот, его никак не определить, они ничего не говорили, да, но вот эта история, которая начала балансировать, январь, потом февраль 14-го, что мы с этого будем иметь? И я вдруг сказал тогда, здесь, по-моему, я имею в виду здесь, в Киеве, я сказал, что Крым возможен, если все рухнет. Но это был расчет, а не догадка. А вы согласны с тем, что судьба Крыма была решена еще за какое-то время перед финалом Майдана? Я объясню, почему я так говорю, потому что медали за возвращение Крыма 20-го февраля уже были датированы, там стоит дата 20-го февраля. Ну, смотрите, это же все не фотография, как говорит мой сын, все кино, все движется. Я, например, абсолютно уверен, я это не знаю, что, скажем, у нашего, не знаю, генерального штаба папочка Крым лежала давно. Конечно. И его, когда он был, достали, сдули пыль, 20-летнюю, 30-летнюю и сделали. И эта история очень тяжелая, потому что она токсичная, потому что она надолго. В декабре и в январе, в декабре 13-го, в январе 14-го я был в Москве, брал интервью, и я обратил внимание на то, с каким упоением российские телеканалы показывают Майдан. На канал Дождь транслировал Майдан в прямом эфире. У меня не стыковалось, почему они это делают, зачем, ведь это такая пропаганда свободомыслия, свободолюбия. Потом я понял, что, мне кажется, Россия подбрасывала дровишек в огонь Майдана для того, чтобы отнять под шумок Крым, для того, чтобы ослабить Украину. У вас нет такой мысли? Нет, Дмитрий, у меня, я так далеко, я тоже конспиролог большой и параноик, что очень важно, в этом смысле, но я могу вам сказать, что, конечно, президент тактик, президент тактик, это могло не случиться, никогда, с Крымом, просто никогда, если бы не была предоставлена возможность. Это не какой-то длинный рассчитанный план, я в этом уверен, просто я знаю, как способ действий, ну, во всяком случае, тогда там. Селеные человечки получили команды, перехваты были. Если за сутки не справитесь назад, то есть, конечно, вот, пожалуйста, да. И эта история, когда этим, собственно говоря, руководил не наш генеральный штаб даже, и уж, конечно, не МИД, и даже, конечно, не Министерство обороны, а Совет Безопасности и господин Патрушев, который прижал, свидетельствует о том, что это был совсем не очень простой вопрос для российской элиты. «Президент, да, президент, да, я принял политическое решение, а вы минимизируете потери». Это практически цитата. Но, опять-таки, еще раз, я хочу, чтобы вы понимали, с этим можно не соглашаться, я оппонент своего президента, как приятно быть оппонентом своего, а не чужого президента, по этому вопросу, но я абсолютно, по вопросу Крыма, да, но я абсолютно уверен, что он абсолютно искренне и всегда считал Крым российским. Когда он был лейтенантом, майором, подполковником, полковником, президентом, это его видение искреннее. Мало того, это видение большинства россиян. Я думаю, что Большинство про это не очень думало. А вот он, когда стал президентом, он, поскольку он за это отвечает, что называется, при первой же возможности, открывшейся возможности, практически бескровно, я хотел бы обратить внимание, это вам не Донбасс, да, практически бескровно, восстановить справедливость, как он ее понимает, да. У меня с ним была очень интересная такая история. Он, когда, как раз тот же сентябрь 2008 года, он меня спросил, послушай, ты бывший учитель истории, а как ты думаешь, что в учебнике останется истории о моих двух сроках? А он же премьер. А, честно говоря, он меня напоил, белое вино, жара, Сочи. Полторы бутылки выпил, наверное. Язык развязался? Ну, немножко. Обнаглел я. Все-таки президент два срока, сейчас премьер. И я говорю, вот, если честно, Владимир Владимирович, если вы говорите про школьные учебники истории, да, ну, школьные, ну, может быть, объединение, попытка белой и красной церкви. Он мне так посмотрел и сказал, и все? Я сказал, а что, в учебниках не пишется, Россия встала с колен. Да. Он это запомнил. И когда случился Крым, уже там прошло год, там, пересекаясь в коридоре, он сказал, а что теперь напишут в учебниках? Это прошло с восьмого года, там, четыре-семь лет. А там с памятью все в порядке, лучше, чем у меня. И вот это, да, и он точно знает, что в школьные учебники истории российской школы и украинской школы, да, Хрущев отдал, а Путин вернул. Класс. Время разбрасывать территории и время их собирать. И он, кстати, очень интересно всегда говорит про Горбачева и Ельцина, что да, при них там распад. Но такое было время. Говорит, такое было время. Сейчас пришло другое время. Надо собирать, надо людей собирать. Вы знаете, очень хорошо быть историком. Вот вы 20 лет, вы изучали историю, вы 20 лет преподавали историю. У вас глобальный такой аналитичный ум. Скажите, пожалуйста, вы наверняка знаете, чем все это закончится. Вы же сравниваете, вы же понимаете закономерности, правда? Чем закончится все это? Ну, как говорит опять мой сын, мы все умрем, или почти все, говорит он с надеждой. Видимо, имеют в виду, я думаю, что, я думаю, я не знаю, да, что при моей жизни все останется так же. При оставшихся моих там, надеюсь, 25, ну, может быть, 20. То есть надежд нет? Как нет? На то, что это в ближайшее время разрешится? Нет, я не вижу. То есть это, я не вижу. Честно говоря, просто не вижу. Я, может, ничего не понимаю, и в этом плане я, может быть, дебил, но я не вижу как, а я не вижу технологий. Вы просто честный человек, вы говорите как есть. Скажите, почему Украина так безропотно и бездарно отдала Крым? Вы для себя на этот вопрос ответили? Вы знаете, я хотел бы посмотреть стенограммы, не только опубликованные стенограммы Совета по нацбезопасности, я не знаю, как это у вас называется. Совет национальной безопасности и обороны. Совет национальной безопасности было, да. Я читал куски, которые опубликованы, и я понимаю, что мне, скажем мягко, недостаточно сведений о том, чтобы понять, что произошло. Я понимаю общий, да, не было сил, была разваленная армия, не знали, что делать, была власть. Это все правда. Но там не хватает каких-то кусков, я чувствую дыры. Никто не ожидал от северных медведей такой прыти. Да, может быть, но это тогда, я не скажу вина, но ответственность за те руководители. В том числе. В основном отвечаем мы, конечно, моя страна, конечно, даже вопроса нет. Но и наше руководство тоже. Но, смотрите, я говорю про вину, я делю всегда вина и ответственность. Вот ответственность, конечно, в том числе и на руководителей Украины в то время, которые не смогли ни встретиться, ни сказать, ни попытаться объясниться и не мобилизовали свое население. Вы для себя чей Крым определили? Ну, смотрите, это вопрос сложный на самом деле. Я сейчас объясню, почему я не собираюсь уходить от ответа. Я не хочу, чтобы вы попали под уголовную ответственность в России при этом. Ну, знаете, бывает. Я всегда говорил, я говорил это президенту Путину, я говорил это публично, полупублично, непублично. Крым забран у Украины несправедливо, нечестно и незаконно. Это раз. Но есть два. Он фактически сейчас российский. Что это значит? Это значит, что население ведет себя не как население на оккупированной территории. Кто же толкнул Владимира Путина на крымскую, а затем и на донбасскую авантюру? Об этом я спросил у бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. Как вы думаете, кто толкнул Путина на крымскую, а затем и на донбасскую авантюру? Ну, я думаю, что это ближайшее окружение. Те люди, которые выходцы из КГБ и у самого Путина, такие взгляды. Вы же знаете, что он всегда считал, и это было в том числе одним из разногласий в моих взаимоотношениях с Владимиром Путиным, что он считал страны, те бывшие республики Советского Союза, новые государства, такие как Украина, Гелоруссия, Грузия и другие, что они не полностью полноценные новые государства. И отношения к ним он не строил, никогда и не строит, скажем, как с равными партнерами. Поэтому у меня были с ним разногласия в том, что я по Украине. Поскольку я вел политику правительства в отношении Украины, как с равными партнерами, мы договаривались и подписывали те соглашения на равных, чтобы была взаимная выгода. Путину это не очень нравилось. И тогда мы обсуждали, ему не нравилось, что в каких-то вещах я иду на уступки ради достижения каких-то соглашений. Он не считал Украину и другие государства. Я думаю, что так же он не считает сегодня, что это полноценное, ну как бы недогосударство. Я думаю, что он с такой точки зрения, с таким взглядом на это живет и сегодня. А вот какое сенсационное признание сделал известный украинский политик генерал Геннадий Москаль. Вы заявили, что Путин попереджировал Януковича еще перед Майданом, что он отберет Крым и Схид Украины. Это правда? Так, это правда. Попереджал его? Это тот же самый человек сказал. Когда приехал Путин, когда приехал от Путина, когда им было ехать и подписывать угоду, Путин сказал, что никогда кордоны России не будут вместе с кордонами Европейского Союза и НАТО. Тебе нужны деньги? Вот, 3 миллиарда. Те, что он дал Януковичу. Те, что дал, но выкинул их туда, на голландскую биржу, что он не был, во-первых, все россияне говорят, что он не переваривал Януковича. Да, не любил его очень. Не мусил с ними, значит, и сказал, набери 3 миллиарда, иди там соби керуй, но только ты попробуешь что-то подписать, я забираю, дословно, я забираю Крим, я забираю Донецкую, Луганскую, Харківскую, Миколаевскую, Одеську и Запорозьку. Это было ему сказано, и он пришел весь белый, значит, забирал около четыре человека, вот один из четырех. Вам про это сказали? Мне про это сказали, что он настолько был переляканный, что он уже не хотел ни в Европу идти, ни в НАТО, ни в асоциации, уже ему было... Он думал, как сблизиться с Путином, но очень Путин его до себя... Не мог я не спросить о тех драматических событиях и бывшего премьер-министра Украины, который находится сейчас в Москве, Николая Азарова. Россия выпустила медали за возвращение Крыма, датированные 20 февраля. Планы по отъему Крыма в России существовали давно, все было отработано до мелочей. У вас нет ощущения, что Россия именно была заинтересована в кровавом сценарии Майдана для того, чтобы был хаос в Украине и для того, чтобы у ослабленной Украины можно было все-таки забрать Крым? Ну, то, что государственный переворот и приход к власти Турчинова и Порошенко были причиной потери Крыма, это для меня абсолютно, сто процентов понятно. Я думаю, это понятно. Понятно для всех. Что касается же планов России по отъему Крыма, ну, я не знал таких планов, и у нас же все-таки были и спецслужбы, и все остальное. И нам такой информации по состоянию на 28 января 2014 года у меня не было. Нет у меня ее и сейчас. Теперь, я же, Дмитрий Ильич, был участником переговоров о продлении срока в аренду Черноморского флота, Черноморской базы. И мы достаточно долго и упорно вели эти переговоры, так, и я видел искреннее желание России продлить, продлить эту аренду. Но если бы у них был план, значит, захватить Крым, да, то зачем бы им было бы с таким упорством добиваться продления срока в аренду. Поэтому я могу только косвенно судить, но по поводу медали я вообще ничего не знаю, там, когда она издает, печаталась, чеканилась, трудно сказать. Николай Иванович, согласно данным. По крайней мере, по состоянию на 20-21, ну, я 100% убежден, в России никаких реальных планов не было, потому что решения принимались, на мой взгляд, спонтанно, исходя из той ситуации. А что там, собственно, России готовить? Вот представьте себе, что в соответствии с соглашением об аренде базы, Россия располагала там значительным контингентом войск, которые могли бы в любом случае гарантировать, значит, скажем так, вот то, что они осуществили, там, 100% гарантировать. Теперь, в Крыму, я тоже никакого секрета не открою, для нас это было всегда проблемой, были очень сильны пророссийские настроения жителей Крыма, особенно в Севастополе. Поэтому, после того, как вот этот кровавый переворот произошел, после того, как сразу же послышались вот эти безумные клики от откровенных националистов, радикалов, то можно только себе представить, какие сразу появились настроения в Крыму, а то, что такими настроениями воспользовались, ну, тут, как говорится, комментарии излишни. Особенно интересными представляется мне свидетельство духовного лидера крымско-татарского народа, уважаемого мной Мустафы Джимилева. Послушайте. На моих глазах, на глазах миллионов людей, Крым, вашу родину, фактически сдали. Вот сегодня приходится слышать даже от коллег из России, от очень больших людей в России, они говорят, ну, вы же сами Крым отдали. Ну, что вы? Вы же не сопротивлялись, у вас к Крыму стояли отборные части, много военных было, только приказы с Киева, они бы сражались, и мы бы туда не сунулись даже. А вы взяли нам на блюдечки, отдали Крым. Крым сдали, на ваш взгляд? По сути, да. Хотя, конечно, если бы такое прямое противостояние, ну, россияне лукавят, что не смогли бы. Там, во-первых, Черноморский военно-морской флот где-то около 20 тысяч, ну, и, кроме того, еще 10 тысяч они подтянули. Да, 25 где-то было. 25-30. А наших, ну, по разным оценкам, где-то было по всему Крыму где-то около 14 тысяч человек. Всего? Да. Но, действительно, не было никакого приказа, и крымские татары, в всяком случае, готовы были, если бы начались какие-то действия, оказать полную поддержку. Ну, например, когда военные были заблокированы, везде там, где были крымско-катарские поселки, они таскали, им что-то пытались поддерживать. Но самое главное, когда 27 февраля эти террористы захватили Верховную Раду и Совет Министров Крыма, их всего было 110 человек. Обезоружить их, обезвредить, для Альфы, который там расположился в 20 километрах от Симферополя, не составлял никакого друга. А там, по-моему, 3 или 3,5 тысячи таких обученных. Они не получили команду, а потом мы узнали, что, в общем-то, они, эта Альфа была натренирована в основном на борьбу с крымскими татарами. И главными врагами, по той концепции, которая у них была, это сепаратисты, это крымские татары. А то, что там старший брат что-то там сделает, то в голову им не приходило. Ну, и все равно, если бы, ну, вот это вот первые шаги, если бы с этого начались бы, сразу бы с уничтожения вот этих, или там... Почему из Киева не прозвучала команда? Ну, мотивировка такая была, что брали там, учитывали, что произошло во время Российско-Грузинской войны в 2008 году, использовали то, что там грузины стреляли, могут, дескать, использовать для оправдания ввода контингентка российских... То есть, давайте Крым отдадим, да? Я по этому поводу тоже говорил. А, потом еще говорили о том, что будут человеческие жертвы. Человеческий жертв никто не хочет, но для чего существуют вообще-то вооруженные силы? Если мы не хотим кровопролития, так надо всех разоружить, приходи, забирай, кто хочет, чего делай. Вот эту концепцию я не понимаю. Я не кровожадный, но когда... Ну, у военнослужащих работа такая, обязанность такая. И, по-моему, я тут даже и команды, наверное, не надо было вообще-то, по большому счету. Когда на твою землю вступил чужой солдат, твой первый долг оказывает сопротивление. Вы знаете, в моем понимании вы человек абсолютно честный и прямой. И я вот стараюсь быть тоже честным и прямым. Я вам задам неудобный, наверное, вопрос. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что сдача Крыма без боя, она часть какого-то большого геополитического не заговора, может, договора на уровне пакта Молотова-Риббентропа? Такие предположения тоже существуют, потому что я знаю, что... Ну, это мнение американских экспертов, что служба безопасности, прокуратура, Министерство обороны где-то на 30% инфильтрованы российской разведкой. Если не больше. Если не больше, да. До сих пор я знаю, что... Ну, не знаю, знает ли наши руководства или нет. Но если я знаю, то, наверное, руководство должно знать. До сих пор есть советники там приближенные, которые числятся в штате ГРУ России. Почему так? Запад мог договориться и с Россией, и с Украиной о том, что Крым отойдет к России безболезненно? Я вот это исключаю, потому что из, в конце концов, Будапештский договор, меморандум, есть подписи Великобритании и Соединенных Штатов. И невыполнение условий этого меморандума – это большой моральный ущерб для Британии и для Соединенных Штатов. Это угроза вообще всему мировому порядку, потому что, если так легко растаптываются такие международные соглашения, впредь не будет никакого доверия к этому соглашению. И главное, там же нам гарантировали безопасность и территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. А коль скоро этот меморандум не соблюдается, какие тормоза для дальнейшего распространения ядерного оружия? Северной Кореи или кем-то другим. Да, или то же самое, скажем, Турции, которая тоже имеет обладать. Если им скажут, вот мы гарантируем вашу безопасность, они же скажут, мы видим, как мы гарантировали. Я не думаю, что здесь Запад чем-то замешан, но мне кажется, что Запад, по большому счету, что бы там ни делалось, он, наверное, в интересах, глобальных интересах Запада, чтобы Россия еще глубже зашла в Украину. Чтобы потом? Чтобы потом это будет конец России. Вот это вот... То есть вы это допускаете? Да, это я допускаю, потому что, по большому счету, да, она... Конечно, здесь человеческие жизни, жертвы будут много, но по большому счету будет конец и вот этой агрессивной страны. То есть по Долстому, коготок увяз всей птичке пропасть, да? Похоже на это. Я знаю, что вы говорили по телефону с Путиным. Я знаю, что очень авторитетный вообще российский политик Ментимир Шаймиев, бывший лидер Татарстана, но он не просто бывший, он и сейчас лидер духовного Татарстана, встречался с вами в Москве, и если бы эта встреча, как мне сказали, закончилась бы благоприятно для Путина, вас ждал Путин. Это правда? Нет, там было так. Мы вообще... Разговора о встрече с Путиным не было изначально. Мы о встрече с Шаймиевым говорили за несколько месяцев до вот этих событий. Мудрый человек он, правда? Довольно мудрый. Мы же имели в виду провести переговоры о деловом сотрудничестве, используя там их потенциал, в нефти, там все такое. А тут, когда развернулись эти события, он сам выступил с идеей встретиться в Казани. Да, вы собирались в Казани. А потом раз переиграли, в Москву сказали, и он звонит, говорит, вот Путин звонил, сказал, что он знает о вашем приезде, и сказал, что после встречи с Шаймиевым хотел бы тоже встретиться со мной. Я говорю, я не знаю, мне не о чем с ним разговаривать. Ну, говорит, ну, поговорите все, что там, вот по поводу событий. Я говорю, если он хочет разговаривать на основе свершившегося факта, то нет. А если, скажем, об условиях вывода российских войск, то, конечно, можно поговорить. Ну, говорит, ну, одним словом, приезжайте, здесь после этого решим, встречаться или нет. И мы с ним где-то более часа, полтора, наверное, разговаривали. Он, кстати говоря, действительно, он довольно-таки мудрый. Мудрый-мудрый. Он не говорил о том, что вот, хорошо, что вы теперь в России или что-то такое. Он говорил, чем я могу быть вам полезен. Ну, и когда я ему сказал, что вот вы, используя свой авторитет, если бы могли бы объяснить Путину, что это большая ошибка, что надо как можно скорее уходить из Крыма, он улыбнулся и говорит, ну, вот на эту тему вы и поговорите с ним. Он там ждет. У него там на втором этаже комнатка одна, только телефон там и диван есть. Вот мы поднялись туда, и полчаса с ним было. То есть вы с Путиным говорили после этого по телефону? Да, после этого. Это был разговор на равных? Уважительный с его стороны? Ну, я сказал, во-первых, ну, благодарю вас, господин президент, за гостеприимство, меня тут с такой помпой приняли. Ну, действительно. Хорошо приняли, да? Да, там прямо с самолета, мерседес, сопровождение технических полиций, мотоциклистов, как будто бы там глава государства. Он говорит, ну, конечно, вы же уважаемый такой человек, мы вас уважаем. Вот такой вот, в общем-то, разговор. Ну, я потом начал говорить о том, что нас тревожит. Он сказал, что понимает все, все проблемы крымских татар знает, и он постарается все сделать, чтобы крымские татары были счастливы, решит вопрос и представительство крымских татар во всех структурах власти, решит социальные проблемы, обеспечит возвращение тех, которые еще остаются в местах ссылки, постановит топонимику. Одним словом, говорит, мы сделаем намного больше, чем в ближайшее время, сделаем намного больше, чем Украина сделала за 23 года. Я сказал, конечно, Россия несет ответственность за то, что в каком мы положении оказались. Тем более, что когда депортировали, в 44-м году мы были в составе Российской Федерации. И, конечно же, мы ожидаем, что Россия будет что-то делать в этом плане. Но это надо делать на основе договора между нашими странами. А сесть за стол переговоров можно тогда, когда будут выведены ваши войска. Нельзя же так с братской стороной обращаться вот так. Это, говорю, с моей точки зрения, не очень дальновидная политика. Но я сразу оговорился, я, говорю, приехал сюда не для того, чтобы вам давать какие-то советы. Вы президент огромной страны, у вас, наверное, очень много советчиков, экспертов. Я просто пришел сказать точку зрения коренного народа, этого полуострова, куда вошли ваши войска. И я также еще сказал, что мы гордимся тем, что в течение многих десятилетий боролись за свои права, за возвращение на свою родину, не проливая ни чей, ни каплю крови. А теперь мы стоим на грани. Здесь никто не может гарантировать, что завтра может произойти. Он тоже сказал, что мы тоже опасаемся, что крымские татары могут быть вовлечены в какие-то провокации, что этого бы не хотелось. Я говорю, мы тоже этого не хотим, но в этой обстановке ни вы, ни мы не сможем проконтролировать. И самый лучший выход – это, как можно сказать, демилитаризовывать Крым. Но он говорил о том, что давайте подождем мнение крымского народа, как он говорил, здесь 16 марта будет референдум. Это правда, что в беседе с вами он назвал Януковича нерешительным человеком? Нерешительным он не говорил. Он говорил о том, что дело не в этом Януковича. Такому пренебрежению. Но само по себе, ведь была договоренность о том, что было подписано, а вот его взяли просто и выгнали. И тут он подчеркнул, что дело не в личности этого человека, который по фамилии Януковича. 23-24 февраля 2014 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вместе с председателем СБУ Валентином Наливайченко поехали в Крым искать следы Януковича. Вот что рассказал об этом Арсен Аваков. Такая немножко наивная миссия была, как я сейчас понимаю. Меня как сутки назначили, в то же время нас информируют о том, что Янукович прибывает в Крым. Я себе рисовал картину, представляю себе, что официальный легитимный президент где-нибудь в Крыму или в Харькове объявляет, что я по-прежнему легитимный, официальный, и объявляю здесь настоящую украинскую республику, столицу, и так дальше. Фантазии может быть сколько угодно. И что-то начнется, в стране начнется реальная гражданская война. И поэтому была идея полететь, встретиться с Януковичем, убедить его. Встретиться? Встретиться с Януковичем, убедить его сесть с нами в самолет, вернуться в Киев. Да. Предстать перед судом, пройти процедуры и так дальше. Ну, я себе представляю, я бы приехал, если бы достучался. Во-первых, сопровождал меня тогда в этой поездке по ночному Крыму. С одной стороны, в Севастополе уже начиналось там движение беспорядки, которое мы тогда не могли оценить, что это будет в итоге. Мы думали, что это не более чем брожение, которое было в других городах всей страны. А сопровождала меня часть Крымского Беркута, Николай Иванович Балан из Национальной Гвардии, спустя пять лет мы понимаем, что это патриот, и несколько еще человек. То есть непонятно, кто кого бы задержал, если бы, так сказать, произошло столкновение. А так, получилось так, что мы его преследовали по пятам, я ехал на машине, ему сливали информацию. В итоге он принял решение, не останавливаясь на этих фаровских дачах всех, которые, когда мы прибыли, оказались пусты. Уехал в Россию. Вы опасность ощущали тогда в Крыму? Вы знаете, эта опасность была какая. Это спустя то, что произошло тогда на Майдане, это не считалось опасностью. То есть, это все было так вот замылено. Вы ощущали, что... Несколько месяцев тяжелейшего противостояния, потом смерти на Майдане, это был достаточно такой серьезный аффект от этого. Не ощущали. Вы ощущали тогда, что Крым может уйти? Вот в эти дни? Нет. Нет. Можно ли... Более того, мы думали, что надо как-то эту ситуацию успокаивать, наоборот. Крымские татары тогда приняли решение свернуть протест, чтобы тоже немножко погасить эмоцию. Но никто не знал, что подлость ждала за дверями. Можно ли было удержать Крым? Вот в феврале-марте 2014 года Турчинова обвиняли в том, что он не отдал приказ стрелять. Это несправедливое обвинение. Тимошенко на заседании СНБО 1 марта 2014 года заявляла, что нельзя допустить ни одного выстрела. Какой была ситуация на самом деле? Ситуация была очень острой. И вы спросили, можно ли было в феврале-марте удержать. В феврале-марте нельзя. В мае-июне уже было бы можно. Но в этом и коварство, что был нанесен удар очень точно. В тот момент, когда мы были максимально дезорганизованы. У нас шел разговор о каких силах? Национальная гвардия, полиция, пограничники. Те, кто находились, будем сказать, в рамках министерства, которое тогда ко мне пришло в руки. Неделю назад, условно говоря. И вооруженные силы. То есть практически во всех случаях мы получили недееспособность практически всех сил. Кто-то находил повод, говорил, что там, ой, это, ну как это мы будем против мирного населения, давна же тут дети. В каких-то случаях военный городок находился на расстоянии от жилых домов, и детей и жен действительно брали в заложники. В каких-то случаях вооруженные наши части действительно баррикадировались, и это было такое глухое противостояние. Кстати, несколько частей нацгвардии так сделали. Были реальные штурмы пограничных наших подразделений, и была такая качка. У нас оставались верные полицейские, тогда милиционеры. Например, Абройскин мне звонил из этого, из Севастополя, говорил, ну что, у меня тут есть пять верных человек, мы сейчас арестуем Чалова. Я говорю, что ты будешь дальше делать? Отвезем его в Симферополь, он мне говорит. Я говорю, а в Симферополь уже власть, условно говоря, вышла из нашего контроля. Он говорит, так а что же делать? Я говорю, ну собирай верных, будем как-то выходить из ситуации. Таких ситуаций, было их много. И наша проблема была в том, что тогда это не был один Крым. То есть, мы говорили о Крыму, а то же самое происходило в Одессе, Харькове, Запорожье и так дальше. Я как сейчас помню, у меня это очень ярко в голове. Мы подъехали к воротам резиденции в Фаросе, где вы открываете? Ну естественно, там охрана говорит, а что это мы будем открывать, а кто вы такие? И там какие-то идут переговоры пока. А мне параллельно набирают из Харькова. Там идет митинг, там под ночь, глубокая ночь. Идет митинг, там столкновение, кто-то что-то жгет под областной администрацией. Русская весна начинается, да? Да, выступает там Кернес, Добкин. Я звоню Кернесу, звоню Добкину, начинаем что-то такое говорить, очень резкие вещи, что не переходите грани и так дальше. А они что отвечают? Ну, что отвечают? Ведите себя прилично, вы же теперь министр, как вы разговариваете? Давайте как-то, значит, будем... Ну, я думаю, что они меня хорошо слышали тогда, это очень важно было. Так я это просто вам иллюстрирую, что я был в Крыму на Форосе, горело по всей стране, и мы не могли предположить, где самая опасная ситуация, потому что сил у нас было мало, разведки не было. Я потом вернулся сюда, обзванивал крымских начальников полиции, милиции тогда. Они каждый день рапортовали, то есть товарищ министр, у нас все хорошо, все спокойно. А на следующий день перестали брать трубки, понимаете? И надо сказать честно, что там 90 с лишним процентов крымской милиции перешло, и они посчитали, что это для них. И это то семя, которое проросло. Семя проблем. И дальше очень любопытное свидетельство одного из лидеров оппозиции Нестора Шуфрича. Крым, мы тоже можем об этом говорить, в моем понимании это было очень спонтанно. Почему я могу об этом говорить? Потому что я, наверное, был последний, который видел Константинова и Аксенова в качестве уполномоченного Украины. Это в ночь, после которой начались необратимые процессы в Крыму. Я по просьбе Турчинова вылетел в Крым, встретился с Константиновым и с Аксеновым. Я откровенно спрашиваю. У меня с Владимиром Константиновым... Я Аксенова вообще не знал, а я же был депутатом Верховного Совета Крыма. С Владимиром у меня хорошее отношение. Я говорю, Володь, скажу честно, вы ушли? Что-то поменялось? Потому что я же и себя, дурака, строить не хочу. Он говорит, нет. Просто мы видим, что произошло в Киеве, мы реально испугались. Что вы хотите? Он говорит, мы хотим Конституцию 92-го года без института президента местного. А я еще раз смеялся. Ну, конечно, вы с Аксеновым не можете поделить одну должность на двоих. Он говорит, все. Я обещаю, до среды будет новая Конституция. Турчинов был на связи все время. Я с Валентиновичем переговорил. У меня была температура, помню, тогда 39. Я за время нашей беседы выпил около 9 чашек чая. Вернулся в Киев. Очень тяжело туда летел. Закрывали небо. Прорвался я тогда в Крым. Ну, слава богу, обеспечили. Вернулся назад. Кстати, тогда, когда я был в Крыму, Жириновского не выпускали. Я тогда позвонил еще Турчинову. Говорю, что выпустите Жириновского. Нам сейчас тут только Жириновского не хватает. Владимир Вольфович, наверное, сегодня не знает, кто поспособствовал его возвращению в Москву. Я еще заехал ночью к Турчинову. Сказал, ребята готовы. Мы договорились. Пять депутатов от Верховного Совета в понедельник вылетают в Киев. Мы до вторника согласуем текст Конституции. В среду проголосуем. Уже в Верховном Совете Украины, потому что текст Конституции утверждался Верховным Советом Украины. Текст Конституции Крыма, подчеркиваю. И мы надеялись, что на этом все закончится. Тогда референдум был назначен на 25 мая. Я прилетаю. В 4 часа утра где-то попадаю домой. Ложусь спать. В 11 просыпаюсь. Открываю новость. И у меня шок. Выписан ордер на арест Аксенова и Константинова. Аксенов переподчинил себе все силовые структуры. И пошел не обративаться. Я, правда, позвонил Константинову. Говорю, Володя, я сейчас еду к Турчинову. Скажи мне, если мы сможем это как-то все урегулировать. Старин Эстер, конечно, с момента нашего последнего разговора много поменялось. Но давай попробуем. Я приехал к Турчинову. Александр играл. Ну, типа, ну мы же все-таки публично. Должно. Говорю, Саш, ну мы ночью договорились. Какая публичная? Крым специально сдали. А потом оказалось, что генеральный прокурор Махницкий, не согласовав с Турчиновым, обратился в момент, когда все договорились, обратился в Печерский суд с требованием выпустить ордер на арест. И все разрушил. А потом не хватило смелости признать эту ошибку. Крым специально сдали? Нельзя сказать, что специально, но сдали со страху. Но странности были. Сдали со страху. Очень странное было поведение. Как ты понимаешь, я не буду сейчас критиковать Турчинова и ту власть, которая тогда была сформирована, за то, что они не использовали там войска. Ну как бы с моей стороны это было бы нелогично. Я во всей этой истории всегда был против использования войск, против кого бы то ни было. Но то, что испугались, что если втянутся в какое-то противостояние в Крыму, то это перейдет через перекоп и может быть докатиться до Киева, это точно. Одним из формальных поводов незаконной аннексии Крыма стало направленное якобы Януковичем письмо Путину с фактической просьбой о вторжении на территорию Украины. Именно этим письмом сотрясал с трибуны Организации Объединенных Наций преснопамятный представитель России Чуркин. А вот что сказал мне полномочный представитель Украины в Организации Объединенных Наций тех лет Юрий Сергеев. По вашим словам поводом для вторжения России в Украину стало обращение самопровозглашенного премьера Крыма Сергея Аксенова в Совет Федерации России. А знаменитое письмо Януковича к Путину появилось позже. Это действительно так? Не совсем. Дело в том, что обращение Аксенова пришло постфактум. Оно было провозглашено 1 марта 2014 года. Тогда, когда уже зеленые человечки были на месте. Вся наша работа началась 26 числа, когда что-то стало известно. 27 стало понятно. В феврале. В феврале, да. Что-то нужно делать. Вот тогда я инисирую созыв Совета Безопасности. Вы это сделали самостоятельно или вам сказали? Это была моя инициатива. Правительства еще не было. Но что-то надо было делать. И только назначили правительство, да. Говорят, да, вперед. Было закрыто заседание 28 числа. Оно нигде не афишировалось. Я тогда там сказал об агрессии, потому что элементы агрессии уже были. И Аксенова еще не было. Чуркин ничего не говорил об Аксенове. И на следующий день из-за разницы во времени мы знаем, что в Верховной Думе принимается решение на основании письма Аксенова. Но агрессия уже была. Идет заседание 28 числа, которое я тоже созвал. Идет обсуждение, выступает посол Чуркин и говорит, зачитывает обращение Аксенова и говорит, что по информации это обращение поддерживает и президент Янукович. Но текста первого числа не было. Второго числа никаких движений. Третьего россияне пользуются моим пунктом порядка дня. По моему письму они созывают Совет Безопасности, где хотели сделать сенсацию зачитать обращение Януковича. Что и происходит именно третьего числа, потому что первого числа позиция Аксенова была раскритиковано как человека, кто есть никто. Кто он? Никто. Имеет ли он на это право? И тогда появляется вот эта тема, из которой я делаю вывод, что им нужно было нечто другое для того, чтобы оправдать свою агрессию. Легитимизировать. Вот так. И это третьего числа происходит в марте. Письмо Януковича лично вы видели? Если да, то в чем его суть? Письмо было зачитано Чуркиным. Чуркиным третьего числа на заседании Совета Безопасности продемонстрировано всем. Там камеры были и так далее. Совет Безопасности, стол Совета Безопасности в виде подковы. Я на разрыве подковы сижу. Чуркин на расстоянии 10 метров от меня это все дело показывает. Да, я вижу. От руки написано? Нет, оно, по-моему, было напечатано и подписано. не по-моему, потому что потом я видел это письмо уже, так сказать, в копии, которую мы ее получили. После заседания Чуркин говорит о том, что вы можете ознакомиться, оно там есть, да-да-да-да. Мы его получаем в секториате в переводе. и мои сотрудники, которых я посылаю все-таки, где это письмо, они в секториате делают фотокопию, сфотографировали, и это все 3-го числа вечером со своим комментарием мы отправляем в Киев для того, чтобы в Киеве принимались какие-то по этому делу решения. В чем суть? Это не письмо, это обращение, потому что потом начали спекуляции, что никого письма не было, с точки зрения лингвистической, да, это было не письмо, это было обращение. Текст простой. Путину обращение? Путину, да. Антиконституционный переворот, проблемы, надо навести конституционный порядок и просит вести войска. Все, коротко. Больше никаких текстов, никаких обращений и писем Чуркин на заседаниях никогда больше не показывал, не демонстрировал. В то время, когда сейчас говорят еще о каких-то документах, которые появились, где он просил якобы о миротворцах, а не об армии. А где это письмо сейчас? То, что получил Чуркин с подписью, оно в официальном архиве Совета безопасности. Сейчас, когда началось судебное разбирательство и прокуратура затребовала это письмо официально от Совета безопасности, насколько я знаю, они его получили от Совета безопасности в том виде, в котором было передано. 20 марта 2014 года Государственная Дума России практически единогласно проголосовала за присоединение Крыма к России. Отказался голосовать за это только один человек, депутат Госдумы Илья Пономарев. Давайте его послушаем. 20 марта я читаю 2014 года ты единственный проголосовал против присоединения Крыма к России. Единственный, подчеркиваю. Почему проголосовал против и почему единственный? Дим, от тебя этот вопрос на самом деле звучит странно. Ты тоже единственный голосовал. Против. И ты тоже единственный шел против всех. Поэтому мне кажется, что ты меня должен понимать очень хорошо. Это действительно был шаг трудный, трудный, потому что были, понятны последствия, но я считал просто это принципиально важно, чтобы потом, когда пройдут может быть 10 лет, вот вы, украинцы, знали бы, что это было не единогласно. Для меня было важно сорвать единогласное голосование. Подошел ли кто-то из коллег по Государственной Думе и тихонько пожал руку и сказал, молодец, я бы так не смог? Много людей, ну не сразу после голосования, но много людей подходило, но они другое говорили, что ах ты, сука, чистеньким останешься, мы бы тоже так хотели, но мы не можем, а ты можешь. А многие говорили просто, сука, ты против России. Так мало говорили, ну говорили в эфирах, но мы же понимаем, что то, что люди говорят в эфирах, и то, что они говорят за рюмкой чая, это все разница. У вас там люди друг с другом борются, могут в морду друг к другу вцепляться, а на самом деле они там в прекрасных отношениях. Очень важный вопрос. Отъем Крыма готовился загодя или это была спонтанная реакция Путина на события в Украине? Я думаю, что это было спонтанно. Спонтанно. Меня очень многие люди как раз здесь, в Украине, пытаются убедить в том, что это было не так, но я просто могу сказать, что я очень много раз с этой темой немножко косвенно соприкасался. Потому что я там был одним из инициаторов так называемого закона о карте русского, который еще там во времена, когда у вас Ющенко был президентом, тогда была первая волна напряженности между нашими странами. Я уносил инициативу, считая, что мы можем остановить тогда начиналась эта паспортизация, чтобы не было как раз конфликта. Как это можно сделать, чтобы с одной стороны людям было хорошо, с другой стороны, чтобы между странами остались нормальные отношения. И кто стоял в мертвую, номер один противником той идеи был Лавров, который говорил, нам эта Украина нахрен не нужна, нам этот Крым абсолютно не нужен, нам не нужен никаких потоков новых граждан, это нагрузка на наши дипломатические представительства, мы этого делать не хотим. И МИД стоял совершенно в мертвую, администрация президента была абсолютно против, и никакие там аргументы о том, что давайте делать не было. Вот люди, которые в этой всей истории потом русской весне получили какую-то известность, Проханов, Затулин, Глазев, вот эти люди всегда стояли на позиции о том, что Крым наш. Все остальные, вот все те, кто сейчас самый громкий патриот вокруг Путина, они все были против этого. Интересно. Насколько верна версия, вот я ее сейчас озвучу, несколько человек, уважаемых людей, говорили мне и официально, и неофициально, что американцы заманили Путина в Крым, как в ловушку, поэтому и говорили нашим руководителям, ни в коем случае не вздумайте оборонять Крым, мы его сюда заманим, и мы его сейчас нагнем. Это так или нет? Вот, ты знаешь, один умный человек, который имеет непосредственное отношение, к сожалению, к реализации российской политики в отношении Украины Владислав Сурков, мне говорил, что в политике, особенно в российской, но вообще в любой политике, если ты смотришь на что-то и сомневаешься, это чудовищная глупость или это хитро продуманный план, не сомневайся, это чудовищная глупость. Вот, я, в общем, неплохо себе представляю, каким образом производится решение в Соединенных Штатах, знаю людей, которые принимают эти решения, и могу сказать, что глубины проработки там просто никакой нету, и когда все это началось с Крымом, никто в это не мог поверить, соответственно, администрация Обамы просто там откладывала решение этого вопроса, а вам говорила, ну вы не дергайтесь, мы как-нибудь этот вопрос решим. Поэтому то, что кто-то кого-то куда-то заманивал, я в это абсолютно не верю, мы сами полезли в эту петлю, мы сами залезли в эту мышелоку. Россия. Никто, кроме Путина, не сделал такое количество негатива для страны, и никто бы не смог придумать такие извращенные варианты, которые он придумывает сам. Кто непосредственно руководил аннексией Крыма? Ну, общее руководство было, естественно, за Путина. Непосредственно, кто занимался на земле, это два человека, это Шойгу и Сурков. Сурков отвечал за политическую составляющую этого вопроса, а Шойгу, соответственно, за военную. Глазев? Нет. Это огромное количество прилипал, которым нету никакого большого доверия в Кремле, которые пытаются использовать своих интересов. Глазев – это тот человек, который, скорее, отвечает за идею Новороссии. Дело в том, что идея Новороссии абсолютно убеждена, она исходила изначально не из Кремля. Это как раз, когда они увидели, насколько здорово с точки зрения карьерного роста получилось у Шойгу Сурковым, то возникло огромное количество людей, которые решили это повторить. И вот поехали там Глазев, Затуллин, вот этот самый Стрелков, который взял денег у Малафеева, у Малафеева олигарха российского были проблемы с законом, соответственно, ему надо было что-то патриотичное сделать. И вот они заварили всю вот эту остальную кашу, которую до сих пор приходится расхлебывать и которая сочится кровью каждый день. Председателем Кабинета министров Крыма на момент российской агрессии был генерал, бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев. Я не мог не задать ему целый ряд важнейших вопросов. Очень важный вопрос. Предупреждали ли вы высшее, новое, высшее руководство Украины о том, что Крым могут отжать россияне? Ну, я вам скажу так. После захвата зданий Верховного Совета и совмена Крыма неизвестными людьми, без всяких опознавательных знаний. Зелеными человеками. Да, я имел разговор с представителями администрации президента, я разговор разговаривал и у руководителя СБУ на Левайченко по этому вопросу. Я проводил все переговоры, говорил, что у нас находятся люди, причем, судя по их вооружению, мы передали все данные, которые были по интернету, каналам получили, мы с видеокамер, заходит спецназ, шикарно вооруженный. Когда я ходил в здание Совмена и пытался с ними говорить, кто у них старший, я пришел туда, сквозь дверь, там окошко было выбито, видно, установлено по всем правилам науки пулеметное огнездо, ну, то есть, расстановка сил и средств, она в строгом соответствии с теми нормативными документами военными, как необходимо оборонять здание. Снайперы наверху, ну, все по уму. Я с ними поговорил, об этом доложил суда, говорю, товарищи, давайте принимать решение. Более того, я в помещении Крымского главка собрал, в комедию у начальника Крымского главка милиции, собрал всех силовиков, это Береговая оборона, теперь еще не вот командующий военно-морскими силами Украины, он был в то время командующим Береговой обороны, он, прокурор, территориальное управление внутренних войск, МВД, естественно, всех силовиков, МЧС, собрал их все, говорю, господа, вы все, вы мне напрямую не подчиняетесь, они находятся вне моей подчиненности, вот давайте, вы сейчас все здесь отсюда, вы докладываете всем своим руководителям ведомств, которые там у вас есть, о том, что происходит у нас, мы имеем реальный вопрос захвата зданий и захвата Крыма, без сомнения, тем более, на второй день был захвачен аэропорт полностью, этими, так сказать, неизвестными людьми, и Беккин, и Симферопольский, и Симферопольский аэропорт, я об этом говорил, в ответ, из Киева ответ такой, ну, давайте подождем, ну, давайте посмотрим, все, и потом, когда уже согласилась Верховная Рада снимать меня, я говорю, меня через два часа снимут, просто меня официально, решение Верховной Рады, она имеет право меня снять, они меня снимут, я перестану иметь какие-то полномочия вот здесь. Мы можем назвать высших должностных лиц Украины на тот период, кто говорил вам, давайте подождем, и не реагировал? С кем вы говорили, говорили, что Крым захватывают? Я говорил с Наливайченко, я говорил с администрацией президента, по-моему, это был, по-моему, это был Пашинский, по-моему, это был Сенченко, говорил об этом, что вот такая-такая ситуация будет, об этом, так сказать, в ответ ничего не слыхал. Более того, я уже теперь, можно говорить, наверное, буквально там за 2-3 дня до захвата зданий, я был в Крыму, ко мне приехали, посетили администрации президента, Калина Анатольевич, власть в Киеве изменилась, вам необходимо уходить. Я говорю, прекрасно понимаю, что работать главой Совмина без понимания в Киеве в реале, как на своем времени, невозможно. Я говорю, вопросов нет, я напишу заявление, я готов уходить, только давайте мы эту ситуацию нормальную приведем, кого там назначать вы будете и так далее. Когда вот эти события случились, мне звонок с администрацией, может, вы останетесь, там эту ситуацию как-то разрулите? Я говорю, подождите, если эту ситуацию разруливать как-то, то мне нужны какие-то полномочия, гарантии, какие-то понимания того, что будет происходить. Знаете ли, аналогичные, примерно аналогичные события были в 1994 году. Помните, когда был Мешков, 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 еще нас выводили, рубль там выводили, просто в то время Россия была ослаблена, и Россия, так сказать, не вошла в Крым в полном объеме. Да, и Киев себя повел решительно. Но в то время, да, тогда Киеву было принято мудрое государственное решение. Приехала делегация в Киев, с депутатами Крымского парламента провели беседы, обозначили их полномочия. Альфа прилетела. Альфа прилетела, провели переговоры, приняли Конституцию Крыма, приняли часть полномочий из центра, передали в Крым. С Мешковым попрощались? Правда, потом их забрали, но вернули. Крымские власти в то время могли вполне распоряжаться в намного большем объеме, чем другие регионы, своим ресурсом. И это позволило ситуацию нейтрализовать. Уехал Мешков, парламент проголосовал за новых всех людей, и Крым остался... Хотя в то время это была уже практически готовая ситуация по выходу Крыма из состава Украины. Вы помните момент, когда вам стало однозначно понятно, что Россия Крым заберет? Вот момент. Ну, момент, я вам скажу так. Когда после заседания РНБО, это только сейчас, опубликовали его полную, полную или не поурезанную стенограмму тоже, одному Богу известно, но когда вот об этом РНБО заседании все равно слухи домяты, дошли, когда там отказались от любых действий по противодействию захвату Крыма, понятно стало, что Украина за него бороться не хочет и не будет. Крым можно было отстоять, на ваш взгляд? Ну, в Крым отстоять можно было вполне. Нужно было принимать решения соответствующие. Понимаете, того, что эта власть тебе принадлежит, надо еще и быть ответственным за принимаемые тобой решения. Эти решения принимать нужно. Можно было оказывать вооруженное сопротивление, пытаться хотя бы его оказывать как-то. Можно было решать приездом той комиссии, о которой мы говорим, вы говорили до этого, в Крым и разговаривать с депутатским корпусом, переламывая ситуацию на себя. Это уже, наверное, было бесполезно. Россия там работала с депутатами. Нет, ну, я сказал, что вполне можно было. Если бы приехали, мы начали бы говорить о каких-то преференциях для депутатов, о каких-то, так сказать, гарантиях безопасности тех людей, которые в Крыму живут, то это вполне можно было говорить. Этого просто никто не сделал. В момент, когда Украине нужно было мобилизовать армию и все силы для надлежащего отпора врагу, бывший председатель службы безопасности Украины, бывший начальник службы военной разведки вооруженных сил Украины, бывший председатель комитета по разведке при нескольких президентах нашей страны генерал Игорь Смешко не сидел сложа руки. Давайте его послушаем. Своего часу я оприлюднил информацию про те, как вы с генералом армии Марчуком пришли до Олександра Турчинова в той момент, когда в Крыму з'явилися первые 3-4 дни Донбас и Луганск не был бы втрачен взагалі для военнослужащих людей инколи не має іншого выхода, как дотримуватися Конституции, законов Украины и военнослужащих Генерал Радецький знал прекрасно театр військових дій. Він був досвідчений генерал, який командовал 2-ю танкою гвардейською армією, яка дислокувалася найбільша армія в часи Радянського суду і в Європі, яка дислокувалася Луганск, Донецк, Харківська, Запорізька, Одеська, Крим. Він був міністр оборони, він був начальник академії військової, яка готувала всіх нинішніх командуючих. Він був головним інспектором. Його вік, подивіться на Метіса, міністра оборони Сполучених Штатів. Він молоде обличчя політичне, до речі, ви подивіться, як він себе вів в цій ситуації. Він перший раз був призначений на посаду по політичній квоті. Оце нове політичне обличчя. Градіцький був готовий воювати. Він був готовий негайно воювати і негайно втримати ситуацію. Але був запропонований адмірал Тенюх. Політичні квоти розбирались там. І так вийшло, що навіть моя особиста зустріч з паном Кігнебоком разом з генералом Скібенецьким не привела до того, що було сказано послухати. Ми довірили людині, давайте подивимося. Для мене особисто я не хочу говорити про особисті якості адмірала Тенюха. Він, може, прекрасна людина. Але коли я був старший військовий начальник на території Сполучених Штатів протягом майже 4 років, я пам'ятаю, що капітан 3-го рангу Тенюх був відкомандирований достроково із військово-начального закладу Сполучених Штатів. І це унікальна ситуація була, якою мені неприємно було займатися з Пентагоном. Тому що був нездатний освоїти учбовий курс в Сполучених Штатах. Він командував своєми життям один раз кораблем. Тобто Радєцький на той час це дійсно була єдина можливість. Здача Криму це зрада? Це боягуство, це політична і професійна некомпетентність, це небажання воювати і це відсутність у політичній силі, яка прийшла до влади, жодних професіоналів з реальним військовим досвідом. А вот що об цих днях говорить бывший прем'єр-міністр України, екс-председателі СБУ, екс-міністр оборони і екс-секретарь СНБУ України, генерал армії Євгений Марчук. Вот мы предлагали мы это вот те, которые я назвал, мы ходили і в РНБО, і в Турчину, ми предлагали министрам обороны генерал армії, он не очень хотів, а потом согласився. Здесь должен был бы быть такой министр обороны, который взял бы, і такой человек был. Родецкий. Который не побоялся бы никаких последствий для принятия решения на жёсткое противодействие. При понимании том, что даже при такой команде это не значит отчаянные пошли все на пулемёты, грубо говоря, на пулемёты все погибли. Нет. Нет. Было очень много признаков, когда надо принимать, было жесточайшее решение. пограничники сделали молодцы, вывели на рейд. Ни одного корабля не захватили пограничников. Они вывели на рейд, всё. Здесь, когда уже видно, что надо выводить на все боевые корабли, приходит Кабаненко в генштаб и говорит, немедленно, он же местный, он знает там всё до миллиметра, выводите на внешний рейд, идите отсюда, а он иллюстрированный. Идите отсюда, что вы здесь сеете панику, мы контролируем полностью ситуацию. Всё, через полдня перекрыли и всё. Поэтому, а если был бы министр, в данном случае, министр должен быть военным на такой ситуации. Хотя, там по закону не обязательно. Не пошли на родецкого назначения. Сказали, идите с свободой договаривайтесь, это их квота. Вот, поэтому бред какой, да? Не можем, да. Ну, правда, при этом Родецкий встал и ушёл. И опять-таки, о том, что происходило в эти дни, свидетельствует бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Насколько верна эта информация, когда началась Кримская кризия, Евген Марчук и Игорь Смешко поехали к Олександру Турчинову и сказали, что было бы лучше призначити министром обороны Украины. Сейчас это важный момент генерала армии Родецкого, который уже министром обороны Украины, который командовал найпотужнейшую танковую армию в Европе, и который знает, как убить зеленых из Кримского півострова. Турчинов сказал, что это квота свободы. Они поехали Марчук и Исмешко до Тягнебока. Тягнебок сказал, что уже призначили Тенюха, я не могу его образить. Чи знаете вы про это что-то? Про кандидатуру Родецкого Дичеву возможно. Я думаю, что это было бы лучше. Призначили Кузьмука, так же было бы лучше. Вин командовым корпусом Криму знает в начале 90-х. Призначили меня, я бы спорился, но ситуация глубже, возможно, вы не знаете. Планували призначити министра обороны Мехеда с Майдану. Тоді Афганская сотня рекомендувала его. И я знал этого офицера. Когда я был министром, он был начальником отдела в департаменте международного спорядка. который занимался я его депутатом и никто не просил, я сел поряд с ним и первые дни в 5-7 и в ночи и в день намагался допомогить в ней ситуации. Чи правда, что подчас захопления Криму вы поехали до Турчинова с планом дій? Трошки не так. Я поехал сначала на Ливаченко. Голова СБУ это прямая ответственность. Анти-терористичная операция. На Володимирском Валентине Александрович чему не проводится АТО? Він сказал я не могу проводить АТО, потому что Турчина не призначил первого заступника терористичного центра. Я говорю ты вниз подание? Поехал разом до Турчинова закрием двері на ключ и не выпустим поки он не подпишет указ. Мы же понимаем чим все завершится. Уже было видно. Ого. На Ливаченко сказал я не поеду. Я поехал сам. Приехал до Турчинова. Виклав ему что он должен как верховный командующ делать сгідно закону. Підказал тие військовые частини на территории Крима, которые были боязнодатными, на которые он мог бы спертися. Підказал як треба задіять материковую частину спецпідрозділи. Розказал якщо все не зробити чим все завершится. Він сказав добре. Після того добре він 40 днів чекав і тільки 7 квітня призначив керівника АТО. Коли вже пройшов фейковый референдум Кримнаш і так далі. Це факт службово бездіяльности найвищої посадової особи це вихід за межі Конституції оскільки він гарант територіальної цілости не гарантував це від 12 до 15 я такий показ задав прокуратурі. Ну а тепер слово бывшому начальнику генерального штаба вооружённих сил України генералу Владимиру Замане. Я вас опять процитирую вы говорили що ще 20 января 2014 года вам в генштаб стали поступать сведения от разведки в Крыму проблемы россияне активизировались как вы отреагировали на эти сообщения кому доложили и що предприняли? Знаете вся информация так структура так система устроена что главному управлению разведки подчинено министру обороны і вся информация йдет через него що він посчитає нужным мене довести він доводит ну у нас существует свої войсковая разведка которая отделена от ГУР ну це вооруженні сили це подчинено мене вони взаимодействують с ГУР но свою информацию имеют я не скажу это какая-то конкретна информация но например вот информация пришла о том что в Черноморском флоте всех гражданских служащих увольняют украинцев і на їх должності назначають росіян з Крима чи з континентального части вот це мене насторожило Черноморському флоті росії да Черноморському флоті росії вот такая информация информация была о том что некоторые корабли ночі бесконтрольно там допустим информация была о том что нове вооруження поставляють Крим а именно была информация о поставках на оружіне Черноморського флоту БТР-82 это серьезная машина с 30-мм пушкой это как бы угроза для нас потому что у нас БТР-80 с пулеметом а там автоматическая пушка вот после этого но вы докладывали об этом я Лебедю докладывал и как я сказал пытался позвонить президенту он не отвечал ни один раз буквально до момента его бегства кошмар начальнику генерального штаба он не брал трубку не знаю почему когда Янукович сбежал эти сведения представителям новой власти вы передавали если да то кому именно эти сведения они известны были всем я об этом говорил Стурчинов что вот обстановка такая ну там не надо когда это уже все случилось это 22-23 числа вы знаете уже события в Крыму разворачивались очень интенсивно я думаю это ему было известно возвращаясь к тому эпизоду к тому моменту в 20-х числах января мы провели как бы учения подготовили людей определили задачу подразделения специального значения переправы определили определили там людей которые проводников из местных жителей то есть такую довольно серьезную работу провели кроме этого было перекинуто для бригады истребительной в Севастополе 200 тонн керосина мы на корабли дизельное топливо завезли завезли дополнительный объем продовольственных продуктов сухого пайка вот такие вещи мы провели это общеизвестно есть люди которые эту задачу выполняли но что-то от себя допустим в той ситуации например привести вооруженные силы повышенной боевой готовности я не мог этого сделать потому что во первых любая моя команда могла быть воспримета как разгон Майдана там и так дальше то есть как-то скрыто это сделать информация выливалась то есть любая задача начнешь выполнять информация выливается начинает сразу журналисты средства массовой информации это все дело нужно было в государстве никто государством не управлял все занимались вот этой проблемой Майдана когда в Крыму появились зеленые человечки вы присутствовали на историческом заседании СНБО в феврале 2014 года когда решался вопрос вводить или нет военное положение почему решили не вводить военное положение и почему в принципе власть не отдала приказ о защите Крыма для меня это на сегодняшний день остается загадкой все как бы обстоятельства говорили о том что нужно согласно конституции вводить военное положение вводить вводить военное положение для этого все необходимые аргументы были знаете когда 23-го состоялось заседание Верховной Рады меня назначили уполномоченный с вопросов министерства обороны от Верховной Рады буквально на второй день начались назначения точно так же были назначены и Наливайченко и господин Аваков 24-го числа на заседание Верховной Рады их назначили уже на этой должности почему потому что сама сама должность уполноваженной она не дает возможности ни прав никаких нет то есть влиять на ситуацию в вооруженных силах я не имел права ни приказать что-то ни какие-то решения принимать и так дальше уполноваженной вот так есть там министр обороны убежал есть там первый заместитель министра обороны он выполнил свои обязанности есть назначенный новый начальник генерального штаба он выполняет свои обязанности я как бы ну смотрящий что делать нигде обязанности никто не определил их просто не было почему власть не отдала приказ защищать Крым мне сложно это сказать знаете сейчас говорят о том что уже аннексия началась 20 февраля у меня вопрос почему тогда не назначался министр обороны включая там до 26 числа только вечером назначен почему каких-то решений не было принято в это время то есть я могу однозначно сказать ситуация была сложная но о том что Россия нападет я думаю 27 или 26 ночи 26 на 27 это стало как бы гром среди ясного неба никто не ожидал я думаю что это я подтверждаю на 100% вечером 26 назначен министр обороны Тенюх в ночь происходит захват здания Верховного Совета Крыма и 27 числа вообще никто никаких задач не ставит 27 седьмого числа снимают с должности заместителя председателя СБУ который отвечал за антитеррористическую операцию то есть а только это должно и нового не назначают а сколько не назначали нового они назначили нового только 7 апреля то есть это через 40 дней после того как сняли а Украина не имеет права согласно конституции ввести АТО одно должностное лицо имеет право ввести объявить АТО он его должность зам председателя СБУ первый зам да и одновременно начальник антитеррористической операции согласно законодательству начальник антитеррористического центра он только может организовать и провести эту операцию то есть человека который может дать команду на начало проведения АТО не назначали 40 дней ну в моем понимании даже об этом никто не думал какую-то антитеррористическую операцию если анализировать то что вот мы сейчас сказали то есть никто не собирался защищать Крым это точно само заседание РНБО проходило довольно интересно мы ждали там на протяжении где-то может 40-50 минут собрались человек 40 это же не скроешь что там говорили о чем говорили кто говорил но есть свидетели которые могут это дело сказать само сама стенограмма вот та которая озвучена это то заседание она полная или нет я еще раз говорю о том что это стенограмма заседания которое было проведено до вот этого расширенного на нем я не присутствовал и абсолютно большинство не присутствовало там на нем присутствовал человек до 10 8-10 человек на котором уже принято решение о чем там говорили аргументы какие рассматривали мне это неизвестно там сама стенограмма вот когда мы прослушали ну знаете это это не заседание РНБО это какое-то заседание трусливых каких-то людей которые просто побоялись брать на себя ответственность парадокс состоит в том что 5 лет прошло мы воюем не воюем до сих пор никто из руководителей государства так подпись и не поставил ни под одним документом то есть все что сейчас происходит да это Верховная Рада проголосовала там за изменение закон про вооруженные силы и так дальше они там изменили но не Конституцию никто ничего там даже не пытался изменить Самые тяжелые для Украины дни которых никогда еще в новейшей истории не было когда уже начинали кромсать Крым и отбирать министром обороны был назначен адмирал Тенюх он хороший министр обороны знаете 24 числа когда я прибыл к Турчинову он мне сказал Владимир Михайлович коалиционное решение министра обороны будет другой человек я говорю никаких проблем если не секрет кто он мне говорит что извините другой а что планировался кто-то другой изначально другой человек не я то есть я был уполноваженный как бы она автоматически назначали тех людей которые были уполноважены а со мной ситуация задерживалась решилась аж только 26 числа но 24 мне сказали о том вы спросили кто я спросил кто он сказал адмирал Тенюх я ему сразу сказал вы делаете очень большую ошибку не потому что я хочу не в этом дело это не тот человек который сейчас нужен министерство обороны он сказал я ничего сделать не могу это коалиционное решение вот решение такое принято сам по себе Тенюх Игорь Тенюх патриот он боец он был в истоках создания украинского флота он много там сделал но это человек который знаете по своим командирским качествам мне кажется мы все анализируем друг друга видим друг друга то как он командовал все время военно-морскими силами у меня сложилось впечатление что это не тот человек который может принести пользу для вооруженных сил именно на должности министра обороны вы понимаете у меня сложилось впечатление на то время что в Верховном Совете шел торг кого назначать куда почему никто не собирался там что-то делать о родине не думали вы понимаете я думаю если бы действительно было ощущение того что 20 числа Россия начала агрессию и об этом же знали все поверьте министр обороны был бы назначен уже 23 числа или 24 максимум это первое второе если бы эта информация была у людей то ни Танюх ни там большое количество людей просто не согласилось бы на эту должность вы понимаете у меня к вам вопрос вот скоро у нас выборы полторы недели осталось выборы Верховную Раду вы идете в списке партии Игоря Смешко силой и честь под очень высоким пятым номером я хочу спросить вас знаете ли вы что Игорь Смешко и Евгений Марчук два человека которые руководили спецслужбами и Марчук был министром обороны и секретарем СНБО они пошли к Турчинову с просьбой назначить на пост министра обороны генерала армии Радецкого генерал армии Виталий Радецкий командовал еще в советское время самой крупной танковой армией в Европе знал театр военных действий в Крыму досконально его части располагались в Крыму Радецкий сказал я не допущу россиян в Крым и Смешко и Марчук сказали Турчинову назначь Радецкого Турчинов сказал не могу коалиций на угода идите к Тягнебоку потому что квота свободы Марчук сказал нет с меня достаточно пошел Смешко и бывший первый зам председателя СБУ генерал Скибенецкий Тягнебок сказал ничего не могу в диете боце коалиций на угода и буду министром обороны сам и Тенюх на все доводы что Тенюх в своей жизни не командовал ничем кроме одной лодки эти доводы не возымели никакого действия то есть родина в опасности и вместо того чтобы выбрать лучшего или вас или Радецкого ну человека который может бы страдать бой берут человека который не имеет никакого опыта командования сухопутного во всяком случае скажите это диверсия была или глупость знаете чтобы говорить о диверсии или о предательстве для этого нужны доказательства а вам как кажется у меня таких доказательств нет но преступность в этих деяниях однозначно боязнь непонимание непонимание ситуации связано с тем что не принималось решение в связи с обострением ситуации в Крыму никаких решений даже та поездка там на Ливайченко Авакова в Крым для меня удивительно они были там они видели обстановку они слушали доклады но никаких решений не принималось это для меня удивительно это первое второе что касается того что не введено военное положение это статья 106 Конституция Украины где черным по белому написано вот так нужно действовать вот это нужно сделать это я считаю трусость что побудило такой трусости возможно угрозы информация есть о звонках там с окружения Путина какие-то советы непонятные ну об этом заявлял Турчинов неоднократно что и нам рекомендуют и так дальше хотя я потом когда был в Соединенных Штатах Америки я об этом сказал представителям определенным они говорят не провоцировать да но но не защищать свою страну никто не говорил об этом ну как бы как бы вот это для меня ну просто и вот то что происходило дальше никаких решений не принималось просто сидение и ничего не действует как бы бездействие оно привело к тому что мы имеем сегодня тут даже момент такой захват Верховного Совета Крыма это одно у нас перешейки перекрыты но их нужно разблокировать разблокировать в той ситуации на первые там 4-5 дней пока там был Беркут ну для этого достаточно ну не знаю два взвода на один перешейк два взвода на другой перешейк и там людей нет мы захватываем эту территорию можем туда усиливать группировку это нужно делать мы даем возможность семьи тех военнослужащих которые там эвакуируют нам антируковую часть Украины потому что ну вы понимаете вы знали как защитить Крым ну конечно мы готовились к этому если бы вы были министром обороны вы бы не допустили аннексию Крыма скажите знаете я бы взял на себя ответственность и приказал бы ввести силы в Крым и начал бы сопротивление люди не действовали только потому что они не получили приказ держаться это не приказ то есть не провоцировать это не приказ им нужно поставить конкретную задачу это военные конечно это директива там командующий военно-морской сил и даже тот Березовский или там тот же Ильин он не выполнит эту задачу они военные это преступление не выполнить приказ а в той ситуации они просто как бы не получили бездействия часть я не отрицаю что часть людей которые там в Крыму были они и рады были тому что приказа нет и так дальше но если бы приказ был он бы выполнялся это однозначно знаете сидеть на месте и держаться это не приказ нужно конкретная задача такой такой такие-то силы выдвинуть на такой-то перевал такие-то силы на такой перевал такие-то силы заблокировать кто-то те части которые сконтинентальные части Украины для усиления группировки там в Крыму они имели свои задачи у них задачи уже были там даже рассказывать не надо было их просто вводи и все вы знаете кто бы как не относился к генералу Муженко это мой заместитель это человек волевой это сильный человек при всех там проблемах при всех там как бы критика которая существует это волевой решительный человек который принял решение уже первого числа перебросить в Крым усилить группировку крымскую и начать сопротивление без решения исполняющей обязанности президента без решения Верховной Рады без я так понял без решения начальника генерального штаба без решения министра они подготовили и начал выполнять операцию но им приказали остановить остановить да кто приказал это нужно спросить у Виктора Николаевича и Муженко и Назарова знаете я эту информацию знал уже в 14 году от многих но я его не имел права говорить потому что я не как бы не получил добро от тех людей которые мне сказали сегодня нельзя сказать сегодня я говорю потому что об этом заявил Виктор Николаевич Назаров в своем интервью не помню на ЗИКе было он это официально заявил я с ним созвонился он мне дал добро я тоже озвучиваю еще одна цитата в показаниях суду по делу о госизмене Януковича Турчинов уверял что передал в Крым приказ защищать свои части и этот приказ был зафиксирован и доведен до ведома всех исполнителей почему военные не выполнили приказ если бы такой приказ был он бы выполнен был я знаете после этих всех событий разговаривая с офицерами генералом генерального штаба я точно знаю что ни одного письменного приказа не было Турчинов врет Турчинов врет ни одного письменного приказа нет Турчинов приказ такой отдает министру обороны начальнику генерального штаба даже не министру обороны начальнику генерального штаба на основании этого приказа начальник генерального штаба подготовит директивы или подписывает директивы которые отдает войска Все, операция начинается, задача начинает выполняться. Если бы такие приказы были, они не выполнены, не могли. Но вот за это время, если кто-то покажет такой приказ, я тогда беру свои слова назад. Вы в то время много ездили в Крым. Какое настроение было тогда у военных? Они вот готовы были стрелять в россиян? Причем отметим, что среди этих военных было немало людей, живущих в Крыму, у кого семьи были в Крыму. И это же братья. То есть, представляете, психологически готовы были люди стрелять в россиян? И почему в Крыму и на Донбассе, кстати, было такое массовое предательство военных? Очень сложный вопрос. Знаете, любой конфликт начинается. Один выстрел, одна провокация, смерти, все, дальше же все. Очень сложно сказать, как бы это все развивалось. Я утверждаю следующее, что необходимо было первым решением это снести блокаду перешейков. Второе, усилить группировку Крыма. Силовым путем снести? Силовым путем. Только силовым путем. И даже убив людей? Не обязательно. Не обязательно. Но если было сопротивление, уничтожить. Задача поставлена. Там есть авиация для этого, есть силы, спецназы и так дальше. Второе, необходимо было усилить группировку в Крыму. Сколько это было? Две тысячи? Четыре тысячи? Этого достаточно было? Этого было достаточно. Но у россиян же тысяч двадцать было, наверное? Россиян было тысяч, может, двенадцать-четырнадцать. Пускай усилили не две-три тысячи, не больше. Но у нас там был внутренние войска, меня должны забывать, служба безопасности, МВС, не все там предатели. Поверьте, меня останавливали за превышение скорости. Я на служебной машине ездил туда. Первая поездка на служебной машине. С оружием, с водителем. Нас останавливают... Ну, номера были не военные, а гражданские. Я постоянно... Это не то, что я поменяла, они постоянно были так изначально на этой машине. Когда мы превышали скорость, нас останавливало ГАИ, узнав, кто я, они спрашивали меня. Не о том, что я нарушил, почему я нарушил, что происходит, что будет. Нам вот такую задачу ставят. Что дальше будет? Когда мы пересекали Крымский перешей, меня Беркут спрашивал. Товарищ генерал, что будет? Вот нам задачу поставили. Наше руководство поставило задачу прийти сюда, организовать пропускной режим. Я говорю, сейчас разберемся. Будет принято решение. Я доложу обо всем исполняющей обязанности президента. И будет принято решение, выполните задачу. Когда я объехал там Крыму, где-то три дня был, изучил обстановку. Не скажу, что она была такая там, ну, чересчур напряженная и так дальше. Вот возле штаба военно-мольских сил было, может, не знаю, 200-100 человек гражданских. Но за ними ходили наши, наш спецназ с оружием в гражданской форме одежды. То есть, если бы что, то где-то военные, они сработали там абсолютно нормально. То есть, они подготовились к этому. Если бы был штурм какой-то, и дальше стреляли на поражение не только с базы штаба флота, а и сзади. То есть, они абсолютно нормально реагировали. Командиры воинских частей, часть личного состава вывели за пределы воинской части. И для того, чтобы в разе блокирования где-то нанести удар в тыл. То есть, все нормально думали. Я об этом заслушивал их. Они об этом говорили. Допустим, что еще могу сказать? Но стреляли бы наши в россиян, стреляли бы в гражданских. Вот понимаете, в чем проблема? В случае ведения... Ну вот извините, даже во время Второй мировой войны, вот не зря появилась знаменитая статья Ильи Еренбурга в «Красной звезде» «Убей немца». Отказывались стрелять в немцев. А тут русские братья... Я уверен, задача выполнялась. Сто процентов. Сто процентов. Не сразу, не просто. Ведь многие, знаете, сейчас говорят о том, что вот на Донбассе военные отказывались стрелять, боялись, были не готовы и так дальше. Я вам скажу следующим образом. На протяжении... Декабря, января, февраля 2014 года мы, военные, руководство, ставили задачу ни в коем случае не принимать участие в противостоянии. Ни в коем случае не поддаваться на провокации. Эта ситуация была, когда не было введено военное положение. Мы говорим о том, что наши вооруженные силы предназначены для защиты от агрессии, от внешнего врага. Для того, чтобы защищать его, нужно развязать руки военным. Нужно дать право, потому что это не добровольческий батальон, это не банда какая-то, это вонизированное формирование, которое предназначено для этого. В Крыму все необходимые обстоятельства, все необходимые как бы факты для того, чтобы ввести военное положение и защищать Крым были. Опять же, вернемся на Донбасс. Там многие говорят, что военный отказ. Это, знаете, рецидив. Рецидив вот этих вопросов. Военное положение не введено. Недавно точно так же нас пытались заставить противостоять мирному населению. Два. В-третьих, задача конкретная не была. Уничтожить и так дальше. Ведется военное положение. Есть комендантский час, есть задача, кто препятствует передвижению колонн, стрелять в воздух, в ноги и так дальше. Хорошо, но что будет такое массовое предательство? Вы могли представить, или это для вас было откровением? Я уже когда второй раз поехал в Крым, это было где-то 12 марта 2014 года, я объехал практически всех командиров, взял их телефоны, потому что, разговаривая с ними, они говорят, никто не звонит, никто задач никаких не ставит. Я взял номера телефонов, думаю, поеду к исполняющей обязанности президента, дам ему телефон, чтобы он хотя бы позвонил, поддержал им, и как бы поднял дух и дал надежду. Поехали к Турчинову? К Турчинову поехал, я телефоны дал, знаю, что он звонил, потому что командиры в ответ говорили, он поддержал после этого. Но это было уже 15-е где-то число, где-то такое. Ситуация какая была в воинских частях? Парадоксально, но она загнивалась внутри. Задачи нет, обороняться, топливо заканчивается, свет отключили, питание заканчивается, семьи терроризируют, это всё как бы постоянно накат, угрожают. Они внутри части начали расслаиваться. У одних, кто на материковой, туда, а что нам делать? У меня семья здесь, у меня там родители здесь и так дальше. Они, вот это ничего не делание привело к вот этим вопросам. Я уже говорил, знаете, кто-то скажет, что с радостью шли и там давали присягу на верность Российской Федерации. Это глупость. Абсолютно большинство людей, да, поддалось на вот эту пропаганду, на вот эту ситуацию. И вот это, знаете, Крым, это такое, знаете, понимание Майдана было совсем другое. Пропаганда делала своё. Я уверен, что в первые дни, если бы начали мы сопротивление, ничего бы такого не было. Ни в вооружённых силах, ни в внутренних войсках, ни в СБУ, нигде. Да, были бы предатели, не отрицаю. Да, были какие-то вещи. Но это было бы не массово, это единичные случаи. Россияне во время ваших поездок в Крым в разгар аннексии делали вам выгодные предложения? Пытались переманить на свою сторону? Просто целый ряд военачальников, крупных военачальников, просто перешли на сторону России в момент? Для меня действительно стало такой неприятной неожиданностью переход на сторону Российской Федерации Березовского. Я считал, что это офицер, в принципе, неплохой. Что подвигло его на этот шаг? Деньги, наверное, банально всё. Но это не тот человек, вы понимаете? Это не тот человек. Он перепуганный был. Я вот после этого с теми людьми, которые там вышли с Крыма, разговаривал. Он был перепуганным. То ли семья, то ли что-то случилось. А сейчас он где? Сейчас он на Балтийском флоте проходит службу. Должность? Должность зам, командующего Балтийским флотом. Но это, вы понимаете, всё равно большинство людей уже уволилось. Большинство их с Крыма убрали на материковую часть России, отправили. Ну да, предавший раз, предавший второй. Они уже там изгои. Они так или иначе говорят об этом. И я не думаю, что большинство их понимало, что происходит. Для меня, я честно скажу, для меня вот эти вещи... Адмирал Ильин? Да. Адмирал Ильин, он не перешёл, он не служит. Он же... Он уволился, он работает, он отошёл в сторону. Он же предал Украину? Адмирал Ильин подписал директивы о привлечении войск на Майдан. Он стал бы, как бы вот сейчас, понимая, что сегодня происходит, понимая, что со мной происходит, он бы долго-долго сидел в Украине. Потом он уволился, остался жить там, в Севастополе. Мне сложно сказать. Опять же, возвращаясь к... Вам предлагали что-то, вот скажите? Мне ничего не предлагали. Я имел встречу с адмиралом Витко, поскольку мы с ним были знакомы. Это командующий флотом России. Это командующий Черноморским флотом России. Мы встретились в первую поездку, когда я был, мы встретились на мысах РСНС, оставили машину, оставили водителя, отошли в сторону. Просто я хотел уточнить, что он имел. Поскольку мы знакомы были, как я уже сказал, он был удручён. Он был не то, что перепуган, не перепуган, а озабочен очень серьёзно. На мои вопросы, что происходит, мы получили задачу. Я говорю, ну, рано или поздно, это у нас есть в Югославии, вы же понимаете, к чему это может закончиться. Владимир Михайлович, мы думать не можем. Я получил задачу. Я говорю, какую задачу? Мы пойдём до конца. Я говорю, до какого конца? Ну, мы получили задачу блокировать воинские части. Я говорю, понятно. Ну, ладно, там какие-то воинские части, ради технические там или ПВО вы захватите. Ну, штаб флота, там бригада, береговой охраны, батальоны морской пехоты. Это, говорю, война. Вы просто так не возьмёте. Это жертвы и всё остальное. Ну, мы получили пока задачу, мы его выполнять. Задача блокировать. Что будет дальше, пока неизвестно. А он приличный человек, да, Витков? Ну, я считал его, он такой, я считал его порядочным, нормальным человеком. Но, понимаете, люди, которые служили в Советском Союзе, в вооружённых силах Советского Союза, есть контакты. Когда я один раз с ним встречался там, перед этим на военном параде, у нас довольно откровенный такой разговор был. Мы вспоминали, где кто служил, как и так дальше. Но мне показалось, что он искренним, нормальным человеком. Но, получается, он военный, он получил приказ. А наш военный не получил приказа. Вот в чём разница. Где он сейчас, Витко? Витко, я не знаю, честно говоря, здесь. Это правда, что вам лично звонил Аксёнов с очень выгодным предложением? Это было немножко не так. Когда я был в штате военно-морского флота. В Симферополе. Да, в Севастополе. Штаб в Севастополе. Информация, конечно, вытекала. Кто-то уже докладывал, кто прибыл, кто убыл и так дальше. Я думаю, предатели были уже. Эту информацию о моём прибытии в штаб флота, наверное, выток информации произошёл. И на КПП прибыл полковник ФСБ. Я не помню уже сейчас фамилии его. Вот, просит с вами переговорить. Ну, я подумал. Мы решили, что всё-таки надо встретить. Хотя бы узнать, что к чему, что, какие предложения. Его провели в штаб, в отдельную комнату. Начальник штаба флота со мной был. Пресс-атташе. Я специально людей взял, потому что, ну, знаете, тет-а-тет с такими людьми разговаривать. Это... Себе дороже. Себе дороже, да. Начался разговор, вот, пропаганда, опять же. Я так понимаю, что она по Крыму везде одинаковая была. Вот мы вернём Советский Союз, мы все братья. Да, вернём Советский Союз. Да, мы... Сейчас разговор шёл не только о Крыме, а и об Украине. Мы братья, мы создадим там большое государство и так дальше. Чтобы не отпустить кровопролитие, вот, не надо сопротивления и так дальше. Задача поставлена, она будет выполнена вот таким образом. И после этого он набирает по своему телефону Аксёнова. Ух ты! Вот что-то с ним переговорил и сказал, что вот мы сейчас на переговорах. Я так понял, что они договорились уже об этом. Даёт мне трубку. Ну, я послушал практически то же самое. Я говорю, я ответил, что присягу я, вы предали Украину, и я присягу принимал на верность Украине. И я, и все военнослужащие. Мы будем защищаться, мы будем защищать Крым, а вы ответите за это предательство. Он опять начал разговор о том, что вы не понимаете, мы же братья, мы же вот в Крыму, мы представляем интересы жителей Крыма, а не за то, чтобы быть в составе России. Наша задача – не допустить кровопаралития. Вот такие вопросы обсуждались. Разговор ничем не закончился. Я понял после разговора с Аксёновым. Вот на этом всё закончилось. Итак, вы до сих пор утверждаете, что украинские военные могли отстоять Крым. И в интервью изданию «Гордон» вы сказали, цитирую, «Украинская армия была готова оборонять Крым, а украинская власть нет. Они портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные». Скажите, пожалуйста, сдача Крыма – договорняк? Сложный вопрос. Однозначно ответить нельзя. Знаете, тут всё. И некомпетентность, и боязнь, трусость, скажу так. И какой-то элемент договорённости я не отбрасываю. Не могу утверждать на 100%. Между новой украинской властью и россиянами? Думаю, что да. После выхода интервью с генералом Заманой мне позвонил человек, который в те дни возглавлял Украину и исполнял обязанности президента Александр Турчинов. Александр Турчинов сказал мне, что внимательно ознакомился с интервью генерала Заманы, с которым он в корне не согласен. «Я же могу высказаться?» – спросил он. Я ответил – «Конечно». Переходим к Крыму. Я на эту тему много с Евгением Кирилловичем Марчуком говорил, и в интервью мне он сказал, «Общее национальное расследование крымских событий неизбежно. Сейчас, да, война, не до того, но оно непременно будет проведено. В этом на 100% я убежден, и мы еще много чего узнаем». Надо было действовать очень решительно, а вместо этого торг из-за дурацкого квотного принципа разгорелся. Вот если бы мы все под контроль взяли, и Россия решила бы на прорыв пойти, это уже боевые действия были бы, все стало бы очевидно. Да, много людей погибло бы, и, наверное, Россия все-таки Крым аннексировала бы. Но уже военным путем и с большой кровью, и на Донбасс не пошла бы. Мы же в профессионализме Евгения Кирилловича не сомневаемся? Я давно знаю Евгения Кирилловича. Он был одним из лучших руководителей службы безопасности в начале 90-х годов прошлого века. Согласны ли вы, что если бы украинская власть, и вы лично, как исполняющие обязанности президента, отбили тогда атаку на Крым, войны на Донбассе не было бы? Этот тезис требует обстоятельного разбора. Собственно, в чем здесь претензия? В том, что множество жертв не было? Вот если бы их много было, ну и так далее? Проблема в том, что обратного отсчета история не имеет. Можно, конечно, мечтать, сочинять какие-то мифы, выдвигать какие-то предположения, но Евгений Кириллович давно отошел от системы управления государством, от силовых структур и вряд ли, когда это интервью давал, представлял, какой была реальная картина в те дни и в целом в стране. С одной стороны, в феврале 2014 года реальной и сильной власти и в первую очередь ее силовой составляющей Украина не имела. С другой, Россия давно готовилась к агрессии против нашей страны. Эта подготовка началась еще когда победила неожиданно для Путина оранжевая революция. Тогда они и стали отрабатывать в том числе и силовые сценарии возвращения Украины в сферу своих интересов или, проще говоря, в состав своей империи. При этом системно на протяжении многих лет наши вооруженные силы, разведка, контрразведка, все силовые структуры разрушались. Полностью уничтожался оборонный потенциал нашей страны. В первую очередь, оборонно-промышленный комплекс. Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было. А то, что кровь не пролилась? Ну, многие дипломаты, в том числе те, которые профессионально занимались этими вопросами, считают иначе. Я читал интервью бывшего посла Литвы Пятраса Вейтыкунаса, которого как раз в то время от Европейского Союза отправили в Крым. В своем интервью он подчеркивает, что Крым без крови стал спасением для Украины, потому что Путину была нужна совершенно другая, кровавая формула. Он хотел кровопролития, гибели гражданских и российских военных. Тогда бы он получил основание для развязывания полномасштабной войны. А наши европейские друзья признали бы конфликт обоюдным, как в Приднестровье, Абхазии или в Южной Осетии. Умыли бы руки? Да, сказали бы, извините, две стороны виноваты, а кто первый начал стрелять, уже непонятно. Это позиция европейского дипломата. Но проблема была гораздо глубже, ситуация была гораздо трагичнее, нежели представляется сегодня. На границе с Украиной в Курской, Белгородской, Ростовской областях стояла огромная группировка войск Российской Федерации, до 200 тысяч с резервами. Эти отборные части были полностью готовы к вторжению в континентальную Украину. Мало того, как вы помните, 1 марта вторжение в Украину было политически санкционировано. Совет Федерации Российской Федерации принял решение, которым дал согласие Путину вводить в Украину войска. Возникла угроза потери суверенитета и независимости, так же, как это было 100 лет назад, в 1918 году. Я не могу согласиться с приведенными выше рассуждениями. Вот если бы были жертвы, русские убежали бы или отступили. Знаете, я не предположениями и мифами оперирую, а реальными фактами и исторической правдой. А факты говорят о совершенно иной ситуации. В течение нескольких месяцев после начала оккупации Крыма мы смогли практически с нуля поднять боеспособность армии, создать национальную гвардию, провести мобилизацию, создать мощное добровольческое движение, хоть как-то восстановить военную технику и вооружили наших солдат. При этом они уже научились воевать, а это очень важно, уметь воевать, уметь, извините, убивать врага. Вчерашнего брата. Да, воевать надо учиться, и не одну неделю или месяц. Так вот, через полгода, когда уже научились уничтожать врага, случился Иловайск. Туда русские кинули против нас на порядок меньше своих войск, чем было у них в Крыму. Всего несколько батальонно-тактических групп. И вы знаете, чем это закончилось. Русские не убежали, а замкнули котел. А в Крыму, в отличие от Иловайска, отступать-то практически было некуда. Там полностью изолированная территория. Поэтому я убежден, что мог быть совсем другой сценарий, трагичный для страны, который бы закончился не только потерей солдат и офицеров, не предавших Украину, а введением войск в континентальную Украину. В феврале-марте 2014 года мы не были готовы противостоять превосходящим силам противника. В результате все могло закончиться потерей независимости или утратой, как минимум, всей восточной и южной части страны, которая в тот момент была охвачена сепаратистскими мятежами, организованными российскими спецслужбами. О начале оккупации Крыма я узнал только 27 февраля, когда в 4 утра российский спецназ захватил местный парламент и Кабмин. До этого для нас полуостров был одним из юго-восточных регионов, где начался так называемый проект российских спецслужб «Русская весна» с лозунгом «Долой хунту! Долой Украину!» с захватами админзданий, с российскими триколорами и сепаратистскими требованиями самостоятельности, независимости и т.д. «Кремль был уверен, что мы не сможем противостоять хаосу и потушить пожары сепаратизма и анархии, вспыхнувшие сразу во многих регионах, противостоять внутреннему и внешнему врагу без армии, без силовых структур, без денег, наконец». Из Украины бежали не только Янукович и Азаров. Руководители всех силовых структур, министерств и ведомств, региональных администраций бежали из страны или спрятались, опасаясь самосуда. На казначейском счету нет денег, в Крыму начинается захват стратегических объектов, а с севера и востока нависает многотысячная армия, полностью готовая к вторжению. Военное руководство определило наиболее опасными и уязвимыми Сумское, Харьковское и Чернигово-Киевское направления. Они полностью не прикрыты. Перейдя утром границу, российские танки могут уже к обеду быть в Киеве. Вот такая ситуация сложилась на конец февраля, начало марта 2014 года. В таких условиях надо было работать, восстанавливая власть, реанимировать сектор безопасности и обороны, наводить порядок, защищать страну. Поэтому надо смотреть на ситуацию в комплексе и исходить из тех реалий, в которых тогда наша страна находилась. Относительно тезиса Марчука, что придет время и все будет расследовано, дело в том, что с середины 2014 года военная прокуратура крымскую тему детально расследует. Огромное количество людей допрошено, возбуждены тысячи уголовных дел, дезертирство, предательство Родины. Никто не ждет, когда придет время, расследует сейчас и достаточно жестко. Меня несколько раз допрашивали по этой теме и это нормально. В такой сложный период очень многое от личности министра обороны зависело. И вот тут роковую, на мой взгляд, роль проклятый квотный принцип сыграл, когда на верхние лучшие пробиваются, а те, кто входят в определенный партийный список. Экс-глава СБУ Игорь Смешком мне рассказал, как он с Евгением Марчуком пошли к вам, чтобы предложить назначить министром обороны генерала армии Виталия Родецкого. Вы им ответили, с этим надо к Тегныбоку обращаться, потому что это его квота. С Мешко с коллегой, бывшим заместителем главы СБУ Александром Скибенецким, пошли к лидеру фракции «Свобода» Олегу Тегныбоку. А тот глаза в пол опустил. Я не можу, я вже запропонував Тенюха. Як я ему в очи буду довытысь. Меня как человека это рвет на части. Но почему Игорь Тенюх, который до этого лодкой командовал? Почему не кто-то более опытный? Мне Александр Кузьмук говорит, я мог бы ответственность на себя взять. Анатолий Гриценко говорит, я мог бы. Они имели опыт работы на посту министра обороны и реально знали, как выбить зеленых человечков из Крыма. Силы, по их словам, для этого были. Так как можно было отдавать такое министерство свободе? Не претендуя на истину в последней инстанции, но мы же понимаем, что это за организация. Говорят, ее руководители с Януковичем и Клюевым активно сотрудничали. От многих нити в Россию тянутся. Я не могу с вами согласиться. Свобода была с нами с первого до последнего дня на Майдане. В этой партии очень много искренних и честных патриотов. Я предлагаю посмотреть на эту проблему с другой стороны. Перед интервью вы говорили, что в тот момент у меня в руках была сконцентрирована огромная власть. И это правда. Действительно, я, наверное, единственный в истории не только Украины, но и современной Европы руководитель, который несколько дней был наделен просто сверхполномочиями. Но сами судите, я был спикером, главой парламента. Был исполняющим обязанности президента, верховным главнокомандующим. И поскольку весь кабинет министров разбежался, я и правительством был в одном лице. Парламент мне поручил руководить тем, чего нет, то есть кабмином, до избрания нового. Учитывая, что и местные администрации разбежались, то и все местные проблемы до восстановления всей вертикали власти были на мне. Вот такой диктатор без армии и силовиков с разбежавшимися министерствами и администрациями. Страшно не было, честно? Ну, знаете, это вы мягко сказали. Самое страшное – чувство беспомощности, когда ты понимаешь, какая на тебе ответственность и осознаешь, что у тебя нет ни структур, ни ресурсов, чтобы решить элементарные задачи в стране. Все надо создавать с нуля. Никому не пожелаю руководить страной, когда на казначейском счету меньше 100 тысяч гривен и еще огромнейшие долги, которые попередники оставили. Они же по принципу пирамиды жили, удерживая деградировавшую экономику только за счет внешних займов. Займы, займы, займы. Торговали с Европой, обещая европейскую интеграцию, а сами рассчитывали, что им за это авансом кредиты подкинут. Европейский блеф провалился, и единственным для них кредитором стал Путин. Они жили только за счет привлечения внешних ресурсов. Но так государство долго функционировать не может. Любой экономист вам скажет, что такая система всегда обречена. Вы в Киеве были в те дни? Да, конечно. Помните, что на улицах было? Очень хорошо. Горящие машины в центре города, неразобранные баррикады, толпы людей с палками. Милиционеры боятся выходить в форме на улицу, их бьют и забирают оружие. Знаете, 18 и 20 февраля защищать окруженный и расстреливаемый Майдан это был героизм. И настоящие герои, оставшиеся в живых, обеспечив победу революции достоинства, вернулись к привычной жизни, продолжили трудиться на своих предприятиях, заниматься наукой, продолжать учебу. После 22 февраля, когда режим Януковича развалился на мелкие части, ходить с палкой по городу или захватывать никем не охраняемые безлюдные учреждения это не героизм, это нечто противоположное. В Киеве появилось большое количество мародеров, провокаторов и обычного криминалитета. И все это при полном отсутствии силовых структур. У меня парламент до конца марта охранял один из отрядов самообороны Майдана. Больше просто некому было. В сложившейся обстановке мне было необходимо удержать ситуацию, не дать полностью развалиться системе. Ведь никого не интересует масштаб проблем. Людям надо обеспечить выплату зарплаты пенсий. Нельзя допустить обрушение банковской системы и гиперинфляции. Нужно остановить быстрое сползание страны к дефолту. Поэтому моими первыми приоритетами было обеспечить бесперебойную работу парламента, единственного в то время легитимного органа в стране, создать новое парламентское большинство, сформировать правительство, восстановить эффективную работу силовых структур и боеспособность армии. Необходимо было в срочном порядке сформировать региональные, областные и районные администрации и в первую очередь в регионах, охваченных сепаратистскими мятежами. Назначить людей, способных действовать в экстремальных условиях. И все эти колоссальнейшие проблемы приходилось решать практически одновременно. Что касается министра обороны, я ту встречу помню. Действительно пришли ветераны силовых структур и предложили на этот пост генерала Родецкого. Профессиональный военный, генерал армии, который в советское время крупнейшей в Европе танковой армией командовал, а затем войсками Одесского военного округа, был министром обороны Украины. Да, но был один важный нюанс. Возраст? Возраст. На начало 2014 года ему было 70 лет. Да, ветераны как бы друг друга поддерживают, это логично, но возраст был тем аргументом, который не восприняло и руководство свободы, когда обсуждалась его кандидатура. Новое правительство было коалиционным. А разве мог быть другой вариант в условиях, когда не было ни одной политической силы, доминирующей в парламенте? Поэтому логично, что члены коалиции выдвигают министров правительства по своему решению. Тем не менее, квотный принцип – это плохо, скажите? Кто-то рассказывает, что была хунта, диктатура. Это неправда. У нас была классическая парламентская форма формирования исполнительной власти. И альтернативы коалиционному правительству не было. Плохо это или хорошо? Еще за несколько дней до победы Майдана было совсем другое большинство в парламенте, состоящее из коммунистов и регионалов. Мне надо было полностью переформатировать Верховную Раду и создать не только дееспособное большинство, способное обеспечить принятие законов, защищающих страну, но и заставить парламент фактически круглосуточно, без перерывов работать. Многим депутатам страшно было на работу ходить. Депутатов регионалов и коммунистов отлавливали и пытались бить агрессивно настроенные люди, постоянно находившиеся возле парламента. Одного, хорошо вам известного нардепа, мне удалось с большим трудом просто вырвать из толпы. Кого? Это был Нестор Шуфрич. Его схватили возле парламента и потащили к Майдану с криками «повесить на сцене». Разъяренная толпа, среди которой я не узнал никого, кто проявил бы себя в дни жесткого противостояния на Майдане. А вот так себя проявить было много желающих. Кроме меня и нескольких охранявших парламент бойцов самообороны, некому было прекратить попытки самосуда. С большим трудом, практически с боем удалось вырвать его из толпы. Я не мог допустить незаконной расправы ни над одним из депутатов из новой оппозиции. Это бы парализовало единственный легитимный орган власти в стране, которым тогда была Верховная Рада. Некому было бы голосовать. Некому формировать правительство, принимать судьбоносные для страны решения. На этом украинская власть закончилась бы. Фактически, в той ситуации это была бы катастрофа. Возвращаюсь к поднятой вами теме. Правительство я формировал 24-25 февраля и закончил 26-го. Именно в эти дни, дату точно не помню, уважаемые ветераны пришли ко мне с кандидатурой министра обороны. Но тогда, извините меня, зеленых человечков, а вернее демонстративного захвата стратегических объектов российским спецназом еще не было. Никто даже подумать не мог, что завтра война будет. Да, была сложная ситуация. Но у меня в те дни больше болела голова относительно Министерства внутренних дел, службы безопасности, потому что надо было противодействовать активной дестабилизации на юго-востоке Украины, от Харькова до Одессы. Вопрос об использовании вооруженных сил до формирования нового состава Кабмина вообще на повестке дня не стоял, а другого формата, нежели коалиционное правительство, в тот момент не могло быть. Хочу процитировать бывшего начальника генштаба Владимира Заману. Тенюху доложили, что общая численность вооруженных сил Украины 168 тысяч, из них только ВДВ и аэромобильных войск 5-6 тысяч. А он это подал так, что на всю Украину было всего 5-6 тысяч военных, готовых отбить атаку. Как вы думаете, для чего Тенюх ввел общество в заблуждение? Нет, в заблуждение общество вводит Замана, и я могу сказать почему. Дело в том, что с начала 2012 года и до 19 февраля 2014 он был начальником генерального штаба при президенте Януковича и, безусловно, несет ответственность за происходивший при нем развал вооруженных сил, за то, в каком состоянии они были на начало российской агрессии. Рассказывая о том, что вооруженные силы в феврале 2014-го были полностью готовы противостоять России, он себя защищает. Хочу показать вам один объемный документ. Это официальный отчет Генштаба о состоянии вооруженных сил за 2013 год. То есть, что они из себя представляли по состоянию на 1 января 2014 года. Этот отчет готовился при Замане. О чем в нем говорится? Ну, во-первых, 168 тысяч, о которых вы сказали, это численность всего Министерства обороны. С обслугой и со всем штатом? Да, с гражданскими, вольнонаемными и так далее. Численность военнослужащих вооруженных сил, согласно отчету, составляла 125 тысяч человек. Это солдаты, офицеры, курсанты. Немало. Немало, но необходимо учитывать структуру вооруженных сил того времени с большим количеством полностью неукомплектованных частей. Пойдем дальше. Основу ВСУ, которая должна использоваться для противодействия вооруженному вторжению, составляют сухопутные войска. Понятно, что в условиях конца февраля-начала марта военное руководство могло разрабатывать только сухопутную операцию. Не бомбить ведь в самом деле украинские города в Крыму. Так вот, списочная численность сухопутных войск Украины вместе с курсантами на начало 2014 года составляла около 33 тысяч человек. При этом, согласно официальному отчету, направленному Януковичу, только 20% подразделений были готовы выполнять боевые задачи. 20% были частично готовы, 60% полностью не готовы. Учтите, это цифры официального отчета Генштаба о своей работе за 2013 год. Понятно, что они завышены и припудрены. Если отбросить курсантов и провести простые арифметические вычисления, у вас и получится группировка в 5-6 тысяч, способная хоть как-то выполнять боевые задания, о которых говорил Тенюх на СНБО 28 февраля. Можно, например, собрать 10 тысяч человек и вооружить их автоматическим оружием. Но это будет не дивизия, а вооруженная толпа, которую в одном месте держать опасно, не то что в бой бросать. Для того, чтобы они стали воинским подразделением, их надо очень системно и серьезно готовить. Разбить на взводы, роты, батальоны, провести обучение и слаживание, обеспечить оружием, военной техникой, боеприпасами, выстроить систему материально-технического обеспечения, способную функционировать в условиях ведения боевых действий и т.д. Системная работа не на один месяц. Вот откуда взялась цифра Тенюха, а манипуляция заманы – это, простите за выражение, просто попытка прикрыть свою задницу как начальника Генштаба времен правления Януковича, который несет полную ответственность за то состояние вооруженных сил, в котором они находились в феврале 2014 года. Этот отчет подписал Замана? Нет, Ильин, сменивший 19 февраля 2014 года Заману на посту начальника Генштаба. Я отстранил Ильина от этой должности за преступную бездеятельность 27 февраля 2014, после чего он сбежал в Россию. Предатель. Это реалии. Также Замана сказал, «Думаете, украинские военные в Крыму с радостью побежали давать присягу Российской Федерации? Да, были предатели, но большинству это решение давалось в муках. Они прекрасно понимали, дав присягу России, не станут полноценными военными в глазах россиян, всегда будут предателями, их будут унижать, подкалывать, переводить в Сибирь. Но что им оставалось сделать, если официальный Киев их бросил? Не они предали, их предали». Замана прав? Более 70% солдат и офицеров вооруженных сил Украины, находившихся в Крыму, предали свою страну и перешли на сторону агрессора. Но те, кто не предал, с честью выполнили свой долг. Они почти месяц, выполняя приказ, держали обороны своих воинских частей, сковав значительно превышающие их по численности вооружению силы противника. Это дало нам возможность подготовить оборону на севере и востоке страны, провести мобилизацию, в авральном порядке поднять боеспособность армии, реанимировать силовые структуры. Относительно оправдания предательства скажу коротко. Предателей может оправдывать только тот, кто сам готов предать. Александр Кузьмук мне рассказывал, что когда только появились зеленые человечки, он приехал в Перевальное, там самая крупная часть в Крыму стояла. Все командиры частей собрались и ему сказали, мы готовы защищать Украину. Солдаты на плацу стояли, украинский гимн пели, а приказа все нет и нет. Они просили, ну дайте приказ, где он? Это все мифология. Спеть гимн легче, чем с оружием защитить свою воинскую часть, оказавшуюся в окружении. Кузьмука я прекрасно знаю, он в те дни достаточно много мне помогал. Всех депутатов, которые хоть как-то понимали проблемы безопасности и обороны страны, я использовал по максимуму. Многие отсиживались, выжидали, но были и те, кто приходили и спрашивали, чем помочь. И я отправлял, кого в Крым, кого в регионы, где была очень опасная обстановка. Силовая инфраструктура в регионах еще не была восстановлена, а необходимо было получать объективную информацию. Но вернемся к мифу, что кто-то не давал приказ. Единственный приказ, который многие военные ждали, кстати, даже на суде об измене Януковича об этом говорили, это приказ выйти из Крыма. Но я такой приказ тогда дать не мог. Мной был подписан приказ 28 февраля, когда стало известно об открытой фазе оккупации, но другой приказ – обеспечить оборону воинских частей и арсеналов в Крыму и в случае необходимости применять оружие. Россия долго и серьезно готовилась к оккупации Крыма. Крымчане на протяжении многих лет одурманивались российской пропагандой. В Крыму доминировали российские СМИ, поддерживались и действовали без каких-либо ограничений пророссийские и антиукраинские партии и общественные организации. Подписание Януковичем Харьковских соглашений создало все условия для концентрации и свободного перемещения на полуострове российских войск. Накануне агрессии проводилась активная вербовка офицеров наших вооруженных сил и силовых структур на всех уровнях. В Крыму накануне агрессии резко увеличилось число сотрудников российских спецслужб. Массово завозились прошедшие подготовку представители охранных и спортивных организаций, казачьих парамилитаристских структур. Из пророссийски настроенных местных активистов создавались отряды крымской самообороны. Скрытая фаза оккупации Крыма началась 20 февраля, когда на Майдане расстреливали героев небесной сотни, а в Украине практически уже не было никакой власти. Скрытно брались под контроль объекты стратегической инфраструктуры, к центрам управления полуостровом подтягивались войска. С захвата российским спецназом Крыма и парламента Крыма в 4.00 утра 27 февраля началась открытая фаза оккупации Автономной Республики Крым. Фактически война начинается, а у нас даже правительства нет. Поэтому в срочном порядке, не дожидаясь окончательного согласования, я с утра 27 вынес на рассмотрение парламента вопрос о формировании нового кабинета министров. За первую половину дня мы закончили формирование правительства и объявив перерыв, я собрал новоназначенных министров. Перед силовым блоком была поставлена задача срочно представить план действий по противодействию российской агрессии и восстановлению конституционного порядка в Крыму и в юго-восточных регионах страны. Министрам понадобились сутки, чтобы разобраться в ситуации. 28 февраля, сразу после утреннего заседания парламента, я собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны, утвердив накануне его новый состав. На этом совете была проанализирована нависшая над страной опасность и был принят комплексный план действий, направленный на защиту от внешних и внутренних угроз. Стенограмма этого заседания была опубликована два года назад. Многие, кто рассказывали на телешоу о своем героизме, после публикации вынуждены были закрыть рот. Ведь в жизни все было совсем по-другому. Они почему-то считали, что эти материалы не всплывут. А если и всплывут, то через лет 50. На этом заседании СНБО были приняты важные решения о приведении наших войск в боевую готовность полная, о проведении мобилизации, о перекрытии воздушного пространства над полуостровом, об обороне воинских частей и арсеналов, расположенных в Крыму, об использовании оружия для отражения атак на воинские части и о многом другом. Подчеркиваю, задача обеспечить оборону и использовать с этой целью оружие была поставлена еще 28 февраля. Соответствующий протокол решения был подписан в этот день мной и секретарем СНБО Парубьем. В то же время я не намерен обвинять наших военных, которые не предали страну, но не смогли этот приказ выполнить. Почему? Они находились в полном окружении превосходящих сил противника. Когда происходил захват частей, перед спецназом пускали вперед гражданских, экзальтированные женщины и мужики, бабушки с воплями и проклятиями. В генштабе через интернет, другой связи не было, меня соединили с командирами наших частей. Я просто кричал «Почему? Почему без боя сдаете?» И в ответ слышал «Мы не можем стрелять в гражданских». Более того, перебежавший на сторону оккупантов командир 36-й бригады береговой обороны Староженко в своем интервью российскому изданию рассказал о своих заслугах. Турчинов, мол, мне звонил, угрожал, заставлял меня в русских братьев стрелять, а я не позволил. Знаете, задним числом многие, в том числе те, кто вышли из Крыма, склонны свою роль приукрашивать. Мы бы могли, но нам не дали. Это обычные человеческие чувства – отмежеваться, отгородиться от поражений и потерь. Я их не осуждаю. Более того, я им благодарен. Тем, кто не предал, кто продержался почти месяц в полном окружении. Насколько мы были тогда еще не готовы воевать, я убедился, когда началась война на Донбассе. Я уже о тотальном предательстве не говорю. Давайте посмотрим правде в глаза. Менее 30% солдат и офицеров ВСУ оказались в верной присяге. А в СБУ и столько не набралось, да? Там меньше 10% не предали родину, а в крымской милиции число непредавших в сотых измеряется. Меньше 1%. Понимаете, у нас не было другого варианта, нежели требовать от тех, кто не предали, держаться сколько есть сил в Крыму, обороняя свои места дислокации, находясь в окружении. Нам нужно было выиграть время. Я не мог им тогда говорить о том, что Генштаб определил главной угрозой для страны вторжение российских войск на материковую Украину. Русские в Крыму рассчитывали на блицкрик. Они 1 марта уже планировали закончить полную оккупацию Крыма и разоружение наших воинских частей. Анатолий Могилев мне говорил, что согласно радиоперехватам, он тогда был премьер-министром Крыма, россияне своим зеленым человечкам дали на захват Крыма ровно сутки. Если бы они не справились, команда была отходить назад. Это так? Я не знаю, что там Могилев перехватывал. Я, по-моему, один раз говорил с ним по телефону и услышал на том конце провода человека, полностью деморализованного. Единственное, о чем он меня просил, Александр Валентинович, замените меня как можно быстрее, кого-то пришлите. Это единственное, что в разговоре с ним мне запомнилось. Российское командование поставило перед своими войсками задачу действительно жесткую. Они должны были до 1 марта полностью закончить оккупацию Крыма. Российский парламент именно 1 марта дал свое согласие Путину на введение войск в Украину. В эти дни не только Харьков, Днепропетровск или Одесса, даже Киев были полностью не защищены. Вечером 1 марта ко мне пришли руководители Минобороды и Генштаба. Александр Валентинович, российский Генштаб, передал нашим в Крыму ультиматум. Требуют сложить оружие, иначе штурм частей и огонь на поражение. Надо что-то делать. Вы же понимаете, что силы не равны. А что делать? Противник превосходил нас по всем параметрам на порядок. Они бросили на Крым отборные элитные войска Российской Федерации, имеющие не только серьезную подготовку, но и боевой опыт. А у нас в Крыму большинство – местные контрактники и дети-срочники. Количество российских войск известно? Есть разные оценки, в том числе и завышенные. По объективным данным, они сконцентрировали в Крыму группировку более 30 тысяч. Костяком этих войск были штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты. Это все без учета структур ФСБ, военной разведки, всевозможных казачьих подразделений. Добавьте к этому таких, как Крымский и Севастопольский Беркут, первыми с оружием перешедших на сторону агрессора. В большом количестве были созданы так называемые отряды крымской самообороны, основным ядром которых были бывшие военные, пророссийски настроенные отставники, афганцы, ну и пророссийски настроенные местные жители. Да, отравленные российской пропагандой крымчане, рвавшие украинские флаги, третировавшие семьи наших офицеров и участвовавшие в блокадах наших частей. Все это мы в расчет не принимаем, говорим только о кадровых военных. А зеленые человечки – это, знаете ли, не более чем штамп российской пропаганды. Итак, вернемся к вечернему докладу военного руководства об ультиматуме российского генерального штаба. Я даю команду соединить меня с Путиным. Отказ. Позиция русских турчинов – нелегитимный президент. Легитимный для них президент Янукович. Для меня определили переговорщиком только руководителя Госдумы Нарышкина. Иными словами, российские власти вынуждены были признать меня только как главу Верховной Рады. На легитимности Януковича, обратившегося к ним за военной помощью, они строили политическое прикрытие своего вторжения в Украину. Ну что ж, давайте Нарышкина. До окончания ультиматума остается несколько часов. Это второй разговор после того, который во время заседания СНБО состоялся? Да, это был второй наш телефонный разговор. И я господину Нарышкину сказал, что наши военные получили ультиматум вашего генерального штаба. Предупреждаю вас, войска не просто приведены в полную боевую готовность, но и получили мой приказ вести огонь на поражение. На вас ляжет ответственность за тысячи жертв. Вы с ним на «ты» были? Нет, на «вы». Я всегда корректен, тем более, что очно с ним не знаком. Дважды по телефону с ним говорил. Это все общение. Заканчивая разговор, я сказал, передайте Путину, на вас будет кровь и вся ответственность. Могу ошибаться в деталях, но суть общения была такова. Разумеется, я блефовал, понимал, что приказ вести огонь на поражение вряд ли большинство наших военных выполнит. Вряд ли решаться не просто отстреливаться, а использовать тяжелое вооружение. Но знаете, россияне штурм отменили. В результате мы выиграли почти месяц времени. Благодаря этому получили возможность хоть как-то восстановить обороноспособность страны, реанимировать вооруженные силы и, главное, мы получили время для подготовки и проведения мобилизации. То есть, оказать реальное сопротивление вы не рассчитывали? Это тактическая уловка была? А другого выхода в той ситуации у меня не было. Вы же понимаете, одно дело 28 февраля принять решение о мобилизации, а другое приступить к его выполнению. Реально указ я смог подписать только 17 марта. Почему? Потому что в стране была уничтожена вся система мобилизации. Уничтожены архивы военнослужащих запаса. В некоторых областях даже здания военкоматов были проданы. Нам предстояло восстанавливать полностью разрушенную систему. В срочном порядке восстанавливался штат военкоматов. Параллельно решалось множество других задач. В этой ситуации, чтобы подготовить и провести мобилизацию, нам просто жизненно необходимо было время. То есть, все, что можно было тогда сделать, было сделано? Думаю, что даже больше. Нестор Шуфрич, которого вы спасли от толпы, утверждает, что по вашей просьбе ночью вылетел в Крым Константинову и Аксенову и с ними встретился. По его словам, они вообще не собирались в Россию, просили только преференции да изменить чуть-чуть Конституцию, дать им, грубо говоря, возможность безнаказанно в Крыму воровать. По возвращении Шуфрич заехал к вам. Сказал, договорились, все нормально. А он больной был, 39 температура. Заснул, утром просыпается, у него шок. Генпрокурор Махницкий выписал ордер на арест Аксенова и Константинова. Почему же он так поступил, если Шуфрич в координации с вами вел такие важные переговоры? Эту лживую версию раскручивают депутаты из ОПА Блока. Я читал подобные воспоминания не только Шуфрича, но и Новинского. То есть у них версия, что виноват Махницкий или кто-то еще, только не Россия. Русских в Крым насильно тянули, просто заставили аннексировать. Это версии людей, симпатизирующих агрессору. И таких в нашей стране, к сожалению, немало. Вот как было на самом деле. Когда 27-го утром мне сообщили, что российский спецназ захватил парламент и кабмин Крыма, я первым делом дал команду внутренним войскам, которые там находились, окружить и выбить этих спецназовцев. К сожалению, наши бойцы смогли только окружить захваченные здания, но их самих окружило большое количество пророссийски настроенных крымчан. В общем, мне доложили, что ВВшники вынуждены были разойтись, выполнить приказ нет возможности. Допустим, но надо же понять, что в Крыму происходит. Разведки нет, мы ее руководителей только назначили, они даже доехать в свои кабинеты еще не успели. Я пригласил к себе депутатов от всех фракций, в том числе и от оппозиции, тех, кто избирался от Крыма, кто там жил. Смотрите, говорю, речь идет не о каких-то политических противостояниях и противоречиях, а о защите страны. Поэтому я вас прошу срочно выезжать в Крым, попытаться разобраться в ситуации и доложить мне, какие с вашей точки зрения возможны действия для сохранения единства страны. Тогда действительно ходила версия, что достаточно изменить конституцию Крыма, дать больше полномочий. Мы не понимали, что уже поздно, думали, что 27-е это начало, а, к сожалению, это уже было фактически завершение оккупации. То есть всех, кто имел на полуострове хоть какой-то авторитет, кто мог хоть на что-то повлиять, я попросил выехать в Крым. От нашей фракции в Крым выехал Андрей Сенченко, от оппозиции Шуфрич и некоторые другие. Тогда мы еще не понимали, что маховик военной машины уже работает на полную мощность. Да, сценарий был запущен. Аксенов, Константинов это были всего лишь марионетки, прикрывавшие российскую военную агрессию. Сочиняя свою версию, Шуфрич сознательно забывает дать хронику прошедших событий. Махницкий возбудил уголовные дела не на следующий день, не 28 февраля и даже не 1 марта. Только 5 марта, после того, как российские марионетки приняли полностью противоречащие украинскому законодательству решение об отделении от Украины, Махницкий возбудил уголовные дела против Константинова и Аксенова и получил решение суда об их аресте. Поэтому, если на даты посмотреть, все на свои места становится. Многие фейковые мифологемы рассыпаются, когда оперируешь реальными фактами. В согласности на грамме, прямо во время заседания СНГ вам позвонил глава Госдумы России Сергей Нарышкин. Переговорив с ним, вы заявили присутствующим следующее. Нарышкин передал мне угрозы от Путина. Они планируют принятие жестких решений по Украине за преследование русских и русскоязычных. Вероятно, намекают на принятие решения по введению войск не только в Крым. «Были угрозы, что если погибнут русские, они нас объявят военными преступниками и будут преследовать по всему миру. Я ответил, что, развязав агрессию против Украины, они уже стали преступниками и будут отвечать перед Международным судом». То есть, как-то так поговорили. Так и было? Вы достаточно точно передали суть нашего разговора. Я эту тему уже несколько раз комментировал. «Страшно чисто за себя вам стало? Нет, но я отчетливо понял, какая угроза нависла над страной. Мое ощущение, что начинается война, этот разговор полностью подтвердил. Я сказал Нарышкину, у вас нет никаких оснований для вторжения в Украину. А в ответ услышал, что основания будут. Мы только предполагали, что они готовятся к вторжению, а он это знал и фактически подтвердил, то будут основания, имея в виду согласие Совета Федерации на введение войск в Украину». Вы поняли в этот момент, что Крым Украина теряет? Если честно, я тогда понял, что война для нас становится реальностью. Вы за свою жизнь не испугались? Я верующий человек, и это мне очень сильно помогает в жизни. Если ты искренне веришь в Бога, смерть на земле для тебя не конец, а начало нового этапа жизни. Я от многих слышал, что Запад в лице и послове более серьезных политиков из Соединенных Штатов, из Европы, настойчиво рекомендовал ни в коем случае в военное противостояние с Россией не ввязываться. Вам действительно западные партнеры, причем высокопоставленные, говорили, чтобы вы этого не делали? Ну, во-первых, Запад был в шоке. Они такого развития событий не ожидали. Но пассивная реакция наших стратегических партнеров на агрессию России в Крыму стала для меня шоком. «Знаете, я привык всегда быть обязательным. Если что-то обещаешь, надо делать. Это я привык требовать и от всех, с кем имею дело». На основании решения СНБО 28 февраля 2014 года вышел мой указ. В нем одним из пунктов было поручение Кабинету министров и Министерства иностранных дел немедленно провести консультации с нашими гарантами безопасности согласно Будапештскому меморандуму. Я пригласил послов, договорился о немедленной встрече с руководством Штатов. С президентом Обамой? Нет, я встречался с госсекретарем Джоном Керри и вице-президентом Джо Байденом. У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы США, Великобритания и Россия. При этом Россия, которой мы передали наше ядерное оружие, оккупирует часть нашей территории и начинает против нас войну на Востоке, а другие гаранты лишь высказывают свою озабоченность. Я был убежден, что страны-гаранты и их союзники по НАТО сделают заявление, что если агрессия не прекратится, они выступят на стороне Украины. Вот такой я был идеалист. Да уж. А меня по плечу похлопали и сказали, «Дорогой, дескать, а этот меморандум нас ни к чему не обязывает. Мы осуждаем агрессию и будем помогать лишь на политическом и дипломатическом уровнях, но ни о какой военной помощи мы говорить не готовы». Для меня это, честно говоря, было потрясением, трагедией. Ты-то ждешь, что будет реальная поддержка, реальная помощь, а вместо этого ободряют. Мол, на дипломатическом уровне мы вам поможем вести переговоры, но вы не суетитесь, не обостряйте ситуацию, не провоцируйте Россию на масштабное вторжение. Давление от наших стратегических партнеров началось, когда я объявил мобилизацию. Вы провоцируете Россию на войну, поэтому отмените указ про мобилизацию. Я не провоцирую, говорю им, у меня нет другого варианта, я защищаю страну. Безусловно, проблем Крыма мобилизация не могла решить, но я понимал, что война только начинается. Мы должны были показать России, что вторжение в Украину с севера или востока будет для них иметь несопоставимо высокую кровавую цену. Но для этого надо было провести беспрецедентную по объемам работу и в первую очередь восстановить уничтоженную мобилизационную инфраструктуру. Я уже говорил, что только к 17 марта мы смогли начать мобилизацию. Мне кладут на стол план мобилизации, а в нем в течение первого месяца запланировано призвать лишь 5000 человек. Почему так мало, спрашиваю генералов. А они отвечают, что больше не в состоянии ни одеть, ни обуть, ни вооружить, ни прокормить. Когда на Востоке горячо стало, у меня не было другого варианта, как обратиться к украинским патриотам с призывом не ждать повесток, а идти добровольцами на фронт. Началось формирование добробатов. Почему? Потому что армейское руководство не выпустит на фронт подразделение, пока оно полностью неукомплектовано и не вооружено. Пока нет техники для того, чтобы бойцов вести. Пока форменной одежды нет, берц и так далее. Но у нас для этого не было времени. Враг наступал, а добровольцы в кедах и в спортивных штанах с автоматами против танков шли. Тогда это был крик души, потому что я понимал, многие из них не вернутся. Но другого варианта защитить страну не было. И главное отличие добровольцев от многих из тех, кого призывали, они не боялись стрелять, не боялись воевать. Именно добровольцы тогда переломили ситуацию на Донбассе. Вопрос ребром. Леонид Данилович Кучма мне сказал, что когда Будапештский меморандум подписал, Миттеран ему сказал. Молодой человек, вы не понимаете, вас обманули. По-вашему, Запад Украину обманул? Я считаю, что Запад поступил с Украиной не по-партнерски. Жесткое интервью с Владимиром Заманой на сайте Гордон вы наверняка читали. Что можете возразить генералу? Я бы хотел, чтобы мы с вами развеяли мифы, которые в последнее время активно тиражируются различными СМИ. Например, рассказывают, что военно-транспортная авиация у Замана это 3 Ил-76 и 20 вертолетов. В других вариантах 2 Ил-76 и 5 Ан-26 с десантом летели в Крым. Да, по словам Замана, их развернули прямо над Крымом. Вот именно, их якобы развернули над полуостровом, не дав спасти Крым. Это один из тех мифов, которые, к сожалению, кочуют из одного издания в другое, обрастая все новыми подробностями. Давайте его разберем. 28 февраля я дал команду привести в полную боевую готовность все вооруженные силы, в том числе и военно-транспортную авиацию. Понятно, что были самолеты, готовые под загрузку и способные принять десантников, но илые вертолеты с десантниками над Крымом никто не разворачивал, потому что они туда не вылетали. Ни один борт не взлетел для того, чтобы взять курс на Крым, тем более с десантниками. 1 марта, когда, согласно мифу, был отдан такой приказ, крымские аэродромы уже были под контролем Российской Федерации. И тот, кто эту историю рассказывает, просто не знает обстановку, которая была в тот момент в Крыму. Если военные транспортники не могли совершить там посадку, то десантников можно было только сбросить над этой территорией на парашютах. Один Ил-76 может взять максимально 126, а реально 115 парашютистов, готовых совершить прыжок. Это если они только с автоматами, без техники. Вертолет Ми-8, летящий с полными баками, 10-12 парашютистов. То есть, таким образом, можно было десантировать в Крым максимально 500-600 человек. При этом, в то время, у нас всего было 3 исправных Ил-76, готовых выполнить такую задачу. Было ли, кстати, столько десантников? Понятно, что парашютного опыта десантирования такого количества людей у наших военных не было. Если не ошибаюсь, до начала российской агрессии последнее учебное десантирование десантного батальона у нас проводилось с 90-х годах прошлого века. Но даже в теории отправка самолетов и вертолетов с десантниками в Крым была невозможна. Представьте, что этих неподготовленных ребят сбросили бы над Крымом с парашютами. Какая их перспектива? Печальная. Я тоже так считаю, поэтому таких предложений мне никто не вносил. Я, если честно, был тогда в таком состоянии, что мог пойти на любую авантюру. Я требовал от военных, дайте хоть какое-то решение. Когда в конце февраля-начале марта начались захваты наших частей, я пытался сам на вертолете вылететь в Крым, чтобы там организовать оборону одного из аэродромов. Тогда меня Аваков удержал. Он говорил на повышенных тонах, «Ну хорошо, тебя захватят или собьют, и чем ты стране поможешь?» Даже если бы ребят над Крымом не сбили, и они живыми приземлились, их просто бы всех захватили в плен. Местное население первое. В том числе, мы могли бы просто потерять лучших из и без того малочисленных сил, необходимых для защиты страны. При этом 500 человек никак не могли повлиять на расстановку сил в Крыму. Когда начинаешь спокойно анализировать ситуацию без каких-то эмоций, опираясь на факты, все эти мифы рассыпаются, вскрывая грязные политические игры или дешевые провокации, а относительно готовности к войне наших вооруженных сил в начале 2014 года, вам любой ветеран АТО, воевавший весной того года, расскажет. Если говорить о десантной операции, то она состоялась, если не ошибаюсь, 3 марта. Разведка доложила мне, что у Перешейка происходит концентрация российских войск и есть опасность броска из Крыма в Херсонскую область для захвата инфраструктурных объектов, энергетических, мелиориативных, транспортных, обеспечивающих жизнедеятельность полуострова. Я дал команду срочно перебросить военно-транспортные авиации десантников на аэродром Кульбакина с последующим выходом к Перешейку для создания оборонительного рубежа. Что чувствовали разные люди в те дни, когда Россия медленно, но верно отжимала у Украины Крым? Вот что сказал мне известнейший российский политолог Станислав Белковский. Когда начался техничный отъем Крыма, техничный с точки зрения России, безусловно, вы понимали, что Крым уйдет? Или у вас были еще какие-то мысли о том, что он может удержаться в составе Украины? Я думал, что он удержится в составе Украины. Я ошибался. Больше того, вот даже небольшой, скажем, 5000 человек группировки украинских войск решил бы этот вопрос. Почему этого не произошло? Почему Крым ушел? Потому что украинские правители испугались ввести войско. Почему они испугались? Они не верили в реальность происходящего, во-первых. А во-вторых, сработал комплекс неполноценности перед старшим братом России. А это уже размышления американского политолога Андрея Пиантковского. Решение об аннексии Крыма было, на ваш взгляд, спонтанным или оно готовилось заранее, давно готовилось? Я не согласен с взглядом, что эта операция, которая давно готовилась, как возможность, она всегда присутствует. Дело в том, что Путину не нужны приращения территории. Крым, еще какая-то часть Донбасса. Ему нужен контроль над всей Украиной. И, как вы помните, когда в ноябре 2013 года, путем угроз и подкупа, ему удалось заставить Януковича отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Европой, Путин, собственно, успокоился. Никаких требований аннексии Крыма. Более того, я уже не помню точную сумму, сколько там... Три миллиарда. Три миллиарда долларов было. Все, Янукович остается, он гарантирован. Ассоциации нет, гарантирован контроль Путина над Украиной. Поэтому аннексия была реакцией на всем известные события. На Майдан, на революцию. И, кстати, вот вспомните такую деталь. Они часто забывают. Вот когда господин Гиркин, как он кращенно рассказывает в своих воспоминаниях, мемуарах, автоматами сгонял депутатов Крымского Верховного Совета на заседание, то три или четыре раза, в общем-то, менялась принятая имя резолюция. Первая была вообще совершенно невинная. О том, чтобы 25 мая провести референдум об изменении Конституции Крыма, его взаимоотношения с Киевом и так далее. Слова об аннексии зашли с третьей попытки. То есть Путин прощупал почву, насколько далеко он в этом направлении может пойти. Еще раз повторяю, цели его в отношении Украины более серьезны, чем превращение территорий, кусков. Это контроль над Украиной в целом. Скажите, пожалуйста, Украина должна была, на ваш взгляд, защищать Крым? Или это исключено было в той ситуации? Мне трудно судить просто о чисто военных обстоятельствах, о том, насколько руководители Украины могли быть уверены, что те военнослужащие, которые находятся в Крыму, а там, по-моему, было около 10-15 тысяч. Украинских или российских? Украинских, да. Украинских, ну да, было 1025, наверное, но там же было повальное предательство. Вот я и говорю, не было уверенности, что они будут выполнять приказ. Это очень конкретные обстоятельства, о которых мне трудно судить. Ну и, кроме того, фактором было недвусмысленное давление Запада, убеждавшего, что ни в коем случае не надо оказывать вооруженное сопротивление. А почему Запад так себя повел? Вот точно так же Запад вел себя и во время российско-грузинского конфликта, и сейчас во время Крыма. Неужели Западу было все равно, что часть территории у Украины откусывают? Запад очень неохотно реагирует на такие ситуации. Ну а как Запад реагировал на аннексию Судет, например? Там до аннексии Судет была и Саарской области, и Австрия. Все повторяется. То есть ничего не меняется? Ничего не меняется. Не меняется и то, что отрицательное, и не меняется и другое. Что несмотря на все эти, ну скажем так, очевидно, предательства, например, просто пренебрежение Будапештским меморандумом, в котором великие державы гарантировали независимость, уменьшение реального целостности, крайне, конечно, предательства. Тем не менее, постепенно Запад все-таки собирается. И снова Мустафа Джимилев. Евгений Кириллович Марчук говорил мне, что в 1994 году похожий сценарий уже был почти реализован. Тогда заехал кубанский хор, так называемый, короткостриженные мальчики. И президентом Крыма был Мешков, пророссийский настроенный человек. И в общем, пророссийский настроенный были органы СБУ, МВД. И тогда группа «Альфа» во главе с Василием Крутовым ночью прилетела туда, заняла здание МВД СБУ и предотвратила, в общем-то, подобный вариант. Марчук сказал, что всех этих молодых людей, зеленых человечков, нужно было просто выловить, если бы они не сдавались отстрелять, показать всему миру, вот террористы, они напали на наш парламент. Почему так безвольно повела себя украинская власть во главе с исполняющим обязанности президента Турчиновым? Ну, это точно так, что вы говорите. Там 20 километров от Центерополя была расположена Альфа, привальным там. Там где-то, по-моему, полторы тысячи составов. Натренированная против крымских татар, знаете? Да, они в основном были натренированы против крымских татар, они в этом сами сознавались. Потому что была такая концепция, главная угроза целостности Украины, это крымские татары. Это одно. Во-вторых, они никакой команды не получали. Винить в этом Турчинову или других, я не знаю, потому что страна была в таком состоянии. Как раз таки, я считаю стенограмму того, что там критическое заседание. Турчинов-то как раз и выступал на то, чтобы оказать... Мустафага, в каком бы состоянии ни была страна, когда у нее отнимают часть ее территории, причем такую часть территории, когда 14 тысяч войск стоит в Крыму, группа Альфа, все ждут приказа. Да, предателей много, все понятно, но ждут приказа. А приказа все нет. Что это? Предательство или трусость, или преступление? Что это такое? Ну, кстати говоря, нам тоже звонили, особенно Чабару, чтобы не оказывали никакого сопротивления. В том числе были звонки из посольства Соединенных Штатов, что не дать повод русским, так же, как Грузии, объединить украинскую сторону, что они там бесчинствуют, что они что-то совершают. И нас заверяли в том, что все это решится дипломатическим путем, что никакой оккупации не будет. И американцы заверяли. Американцы тоже говорили. Собственно говоря, в тот вот критический тот момент, в то, что говорили западные страны, западные посольства, для нас было очень важно. Потому что наше руководство было в таком вот состоянии, еще не сформировалось правительство, еще там во всех структурах власти пока что, Януковские эти люди. Поэтому это было важно. Многие ждали, что, ну хорошо, власть беспомощная, ничего не хочет предпринимать. Но крымские татары, люди, которые веками жили на этой территории, которых уже депортировали, которые спустя столько лет вернулись на родину, вот они сейчас поднимут восстание. Но этого не произошло. Почему? Нет, они, во-первых, как оказывается сопротивление? Голыми руками против танков. Но то, что они могли, делали. Там выступали, было заявление Меджлиса, обращение в организации исламской конференции, в НАТО, в Генеральную ассамблею ООН с просьбой ввести миротворческие силы. Все это мы делали. А идти на танки голыми руками. И вообще, знаете, я как-то на такой вопрос однажды, по-моему, на Пятом канале, кто-то говорил, а почему крымские татары не воевали? Я говорю, если вооруженные силы верхом своего патриотизма считают исполнить гимн Украины и сдать оружие врагу, то что вы ожидаете от безоружных людей? Мы вообще ожидали, что вообще начнется депортация крымско-татарского народа. Вот так. У нас была информация, или специально они делали такую утечку, что собирались несколько трупов найти русских солдат в поселениях крымских татар. Тогда-то мы были созданы нами отряды самообороны, которые контролировали въезды-выезды в наши компактные поселения, компактного поселения. Очень важный момент. Вести оборону Крыма можно было только при наличии антитеррористического центра и руководителя антитеррористического центра, который одновременно являлся бы первым заместителем председателя службы безопасности Украины. В те дни и в последующие тоже руководитель антитеррористического центра так и не был назначен. Я не мог не задать этот и другие вопросы Владимиру Тимошенко, генералу службы безопасности Украины, который в свое время занимал пост первого заместителя председателя СБУ, руководителя антитеррористического центра. У 2005-2007 годов, будучи першим заступником голови СБУ, вы были керевником антитеррористического центра. Під час нападу на Крым зелених человечков в Украине керевника антитеррористического центра, не было. Чому? Ну, мабуть, це була історія, повязана з тим, через які трансформації проходила спецслужба. І період, скажем так, Януковича, ми бачили і знали, хто очолює цю спецслужбу. Розуміло, що, я так розумію, що питання того, щоб якось протидіяти спецслужбам Росії, не стояло на той момент. Взагалі. Актуально. Звичайно. Якщо люди, які, вибачте, з паспортом громадянина Росії займали найвисокий кабінет на Володимирській службі безпеки України. Ну, якименка, давайте скажемо. Так, абсолютно. Тайна війна один, мабуть, там був. Вони очолювали в той момент спецслужбу. Звісно, річі вони не готували і не розвертались. І в цьому можна бачити навіть свідомий умисел в діях цих персон. Свідомий він багато в чому полягав, тому що ми бачили, як трансформується політика про те, яка б дружба між країнами не була, спецслужби завжди мають своє потаємне. Спецслужби завжди розраховують про те, що потрібно, ну, бути готовим на певному етапі до загострень ситуації. Будь-яким другом, які б економічні і політичні стосунки не були теплі і прозорі, спецслужби завжди мають бути на готові. І вони не визначають тільки сьогодні, хто ворог, а інші друзі, значить, туди можна повернутися спиною і не дивитися в ту сторону. Це правило було порушено. Було порушено досить серйозно. І ці шарахання, дійсно, коли ми казали, то наші вороги на заході, тепер ми кажемо, наші вороги на сході, треба дивитися всі 360 градусів. Це робота спецслужби. Ми запустили і свідомо були не готові. Крім того, я думаю, коли події розгорнулися і було призначено вже хоча б виконуючі обов'язки голови служби, потрібно було в першу чергу призначати першого заступника, керівника АТЦ. Бо без нього не можна провадити антитерористичну операцію. Положення про антитерористичний центр передбачає, що керівництво, я сам був і знаю, що це таке, керівництво в першу чергу лягає на плечі першого заступника, керівника АТЦ. Чому не призначили? Це питання, звичайно, до тих, хто на перших порах виявився на щаблях тих кабінетах. Я думаю, що і виконуючий обов'язки президента повинен був про це думати, і виконуючий обов'язки секретаря РНБО, і Верховна Рада, яка залишилася, при цьому не повинна була бути в стороні, хоча для цього не потрібна була Верховна Рада. Це досить підпису було виконуючої обов'язки президента для цього. Тобто всі знають, що без голови АТЦ проводити антитерористичну операцію неможливо, і голову АТЦ ніхто не призначає. Абсолютно вірно. Що це? Ну, тут можуть бути дві версії. Одна версія – непрофесіоналізм, нерозуміння, небачення того, яку роль відіграє. І тим паче, коли керівництво держави оголошує антитерористичну операцію, вже друге, тому що попередник теж в грудні 2013 року на Майдані теж була оголошена, пригадаємо, антитерористична операція. Правда, не було ідентифіковано, а де, хто терористи. От ті тисячі, які стояли на Майдані, яким чином їх… Тим паче, що є порядок ідентифікації, або терористична організація, певна, і у нас це виписано в положенні, що спочатку їй дається статус, як брати-мусульмани, наприклад. Це дали, значить, ти належиш до цієї організації, вона терористична, ти несеш консолідовану відповідальність. Коли не було ідентифіковано ні персон, ні організацій проводили антитерористичну операцію. А тут, коли все вже відомо, на перших порах і в Криму можна було відомо, хто займався відповідним чином цими діями по захвату парламенту Криму і таке інше, можна було попереджувати. В той час треба було проводити антитерористичну операцію. І тоді, звичайно, потрібен керівник. Як же ж армія без... Я перефразую запитання. Припустимо, ви, знов, як і колись, керівник антитерористичного центру на момент появи «зелених чоловічків» в Криму. Ваші дії? Мої дії відтворювали б дії, які були проведені значно раніше. Служба безпеки вже має. Не потрібен навіть досвід таких дій по Криму. 94-й рік Марчук. Мішков приїхали, кого треба взяли під білі руки, забрали главарів від зачинщиків. Мішкова викинули. Абсолютно. Група Альфа на гвинтокрилах вночі. Це була чиста антитерористична операція. Ви б це здійснили? Абсолютно. Ви б вибили «зелених чоловічків» з Криму, скажіть. Ну, не я. Я думаю, що сили ті, які були на той час у Служби безпеки України, при тому, що ми знаємо, що ослабили і Альфу, і ці події, пов'язані з завершенням Другого Майдану, звичайно, позначились на моральному кліматі. Але ви б змогли вирішити завдання? 300 відсотків. Одною з центральних фігур в тодішньому українському руководстві був Сергій Пашинський, которому я задав цілий ряд важних питань. Що взагалі армії не було Альфи, ну, що це за країна? Нікого не було? Ну, шановні друзі, ну, давайте називати речі своїми именами. Я – голова Комітету по обороні безпеці. Яка б бойова готовність була на період анексії Криму? Скільки в нас було людей, які готові були захищати свою батьківщину? Я скажу, скільки було людей. А чи готові, чи ні, ми потім поговоримо. Цитую міністра оборони на тому РНБО. Буду говорити відверто. Сьогодні у нас немає армії. Сьогодні ми можемо зібрати зі всієї країни військове угрупування чисельністю біля 5 тисяч військовослужбовців. А тепер, а тепер, а тепер, я цитую довідку Головного управління розвідки. І повірте мені, ця довідка об'єктивна. Тому що я, наприклад, особисто чув переговори командирів Іл-76 російських, що куди вони там возять, куди вони викидають. Так от, починаючи з 20-го числа, а нагадаю, що 20-го числа у нас зранку ще нас розстрілювали. Я, звичайно, міг помахати, там на криші снайперу сказати, пацан, давай в Крим бігом разом поїдемо. Він з той час дивився на мене через приціл, можете у нього запитати, вони мені розказували. Снайпери не стріляли. Стріляли Беркут з автоматів, тому що тут. Так от, щоб було зрозуміло. До речі, Путін публічно визнав, що він дав команду на введення військ в ніч з 22 на 23. Це офіційна заява пана Путіна. Так, прес-конференція. Це його заява. А медаль вони випустили, об'єктивно, 20-го числа. І в нас і всі дані, що 20-го числа почалось розгортання. Тобто, ми, ще Янукович сидів, ще 21-го числа зранку у Януковича були… Харкові. Ні, 21-го зранку він ще був тут. Міністри закордонних справ прилітали 21-го, пам'ятаєте? І він ще сидів… Франції, Німеччини, Штайнмаєр був. Так, Штайнмаєр був, і точно пам'ятає. Тобто, уявіть собі, у нас ще оце чучела сидить на банковій і під стандартом президента, а війська вже входять. Так от, щоб було зрозуміло, що починаючи з 20-го лютого було введено… Третє, я буду цитувати, це офіційна інформація, я ж… Третє окрема бригада спеціального призначення Тольяті. 16-та окрема бригада спеціального призначення Тамбов, Центрального та Західного військового ворогів. Частини 76-ї десантної штурмової дивізії Псковської, легендарної, яка потім прославилась на Донецьку. Сьоме – ДШД, десантно-штурмова дивізія Новоросійськ. 31-та окрема штурмовова бригада – Ульяновськ. Це, до речі, Ульяновська, по-моєму, була в Сімферополі. 45-та легендарна, їхній легендарна, який теж на Донецьку став легендарним в Лапках. Окремий розвідуваний полк спецназу Кубінка. 382-го Тімрюк та 727-го Каспійська – окремий батальйон морської піхоти. Плюс було 12 тисяч Чорноморського флоту, включаючи морську піхоту. Які були в Криму? Звісно. Більш того, я особисто чув записи, у нас є це, це все буде в міжнародних судах, коли морську піхоту в Сімферополі переодягали батальйон цілий в цивільний, перекидували терміновану Сімферополь для посилення спецназу. І не забувайте ще інше. Згідно Харківських угод, підписаних Януковичем, якщо до Харківських угод підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, вони могли пересуватися з дозволу української сторони, дозвільна система, то після Харківських угод заявна система. Знаєте, що таке заявна? Сказав повідомо. Повідомо, так. Заявна система на посадки, на взльоти. Перші вісім Іл-76-х летіли і говорили, Бальбек не приймає, треба посадку в Гвардійському. Диспетчери по технічнім причинам дають посадку в Гвардійському. Все. Перші сім, по-моєму, Іл-76-х вигрузились в Гвардійському, це 10 км до Сімферополя. Кожному Іл-76-му 240 десантників повним бойом. Отже, Крим. Це дуже важливо. Ми перейшли вже до Криму. Скільки росіян там було на момент його анексії? Це офіційні дані. Там 100% було 12 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, розквартированих, там вже збільшена була кількість, по Харківським угодам. Пам'ятаєте перші БМП, 80-ти, які йшли з Сєвастополя на Сімферополь? Це була штатна. Це ніхто їх нікуди не перекидав. Вони стояли в Сєвастополі. Відстань там, скільки там, 100-щинь, ну, 120 км. 70 годин крейсерські, спокійно, по автостраді. Вони собі прийшли за 2 години, були вже в Сімферополі. Це бригада морської піхоти. Ніхто їм не збирався заважати. Навіть думки такої не були. Тобто, додатково, окрім 12 тисяч, ще скільки було? Додатково до 10 тисяч військ було. Тобто, 22 тисячі, давайте візьмемо. Порядка 20 тисяч. Плюс, плюс, плюс. Були, так називаємо, іррегулярні війська. Так називаємо, куванські, козакі, самооборона Крима. Це така нечість. Хоча ця нечість була дуже активна і агресивна. І вони її виставляли наперед. Ну, а так як спротиву фактично не було ніякого, то вони там уже і робили. Вони заблокували всі наші частини. І, в принципі, на цьому, якби… Все було зрозуміло. Чи правда, що американці та європейці радили українському керівництву не захищати Крим? Ну, це некоректно буде. Американці та європейці рекомендували нашій державі, виконуючому воговості, не йти на озброєний конфлікт з Російською Федерацією і не об'являти воєнний стан. Тобто, віддайте і не йдіть. Ще раз. Це дуже делікатний момент. Тому що? Ну, знаєте, що значить віддайте? Ніхто не збирався нічого віддавати, так? От, наприклад, у нас в Криму саме великий підрозділ, це 36-та бригада берегової оборони, командир такий Сергій Стороженко. Це саме великий підрозділ, бо і дати був в Криму, Збройних сил України. Так от, цей негідник, який зрадив нашу батьківщину, він зараз командує бригадою морської піхоти. Російською. Російською, звісно. Ви пам'ятаєте, було дуже багато офіцерів, які спалювали українські паспорти. Так от, цей негідник недавно дав в інтерв'ю «Новой газеті», де він заявив, ви маєте примініти оружію. Турчинов угрожав, поталкує мене к воєнним дійствіям, а я не поддався, тому що я ж братів стріляти не буду. І таких тоді ви повинні зрозуміти. Є статистика дуже чітка. На нього, до речі, порушена справа, ми ще до нього доберемося. Ми призначили командуючого військово-морськими силами України, ну Тенюх призначив, міністра оборони тоді ж. Березовського. Березовського. Зранку. Він вже ввечері зрадив, офіційно зрадив. Не просто втік на лікарняня, а він перейшов на бік ворога і почав давати команди. А в нього, у нас же структура була так, як і ворога. Управління все. Так. Це ж він. Скільки відсотків вояків перейшло на сторону ворога? Ви ввели статистику? Звичайно. Це не тільки статистика. Я вам зараз даю матеріали кримінальних справ. У нас був комітет, Матіус доповідав. Це все є на сайті комітету питання оборони і безпеки. По пам'яті скажу, можливо, там десь помилюсь. Перше. Управління державної охорони. Це той спецназ, про який говорили. 98 відсотків. Служба безпеки України. 90 відсотків. МВД. 75 відсотків. Збройні сили. 75 відсотків. Національна гвардія. ВВ. 40 відсотків. Тобто захищати Крим було нікому. Це так? Ну, знаєте, мене тут, я знаю, у вас Могильов був. Десь числа 25-го мені дзвонив Могильов і говорить, Сліджен, чи я вас інформірую 25-го, що у мене в прийомні вже офіцери ФСБ сидять? Я говорю, ну це погана історія. Я говорю, а де, а ти ж уже не перший рік керуєш Кабміном Крима, так? Так дай команду СБУшникам і МВДшникам їх арестувати і привізі їх ко мені. Говорить, ви що, сміюєтесь? А зараз він розказує, що треба було дати команду. Так дай, у тебе в підпорядкуванні були ці всі люди. Ви повинні знати ще одну деталь. Янукович з 12-го року вже не керував Служби безпеки України, тому що керували куратори. Росіяни. Росіяни. Він це віддав за, ви мені не лишаєте грабити мою державу і робіть, що хочете. Абсолютно офіційні дани, що всі списки агентів, що всі секретні кримінальні справи ССБУ на Володимирській перевезли не в Донецьк, а в Крим. У нас сотні є доказів. Тобто Крим для них ще тоді був плацдармом. Саме тому, чого така велика кількість зрадників, тому що вони тоді ще інфлюстрували. Мені гурівці розказували, вони там поймали якийсь шпіонський російський буй, щоб рахувати на… Таких розігнали всіх по різним куточкам України. Я знаю цю історію. Знаєте цю історію? В 13-му році. Мені Замана розповідав. Ну, щоб ви розуміли. Це ж всі розуміють. Сергій Володимирович, мені підказують, нас 18 хвилин ще залишилося, ми в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, коли особисто ви зрозуміли, що Крим втрачено? Момент цей, пам'ятаєте? Я особисто зрозумів, що… Ну, слухайте, я не розумів, що Крим втрачено. Я зрозумів, що в нас там дуже погана ситуація, коли побачив кількість людей, громадян України, жителів Сімферополя, які вийшли на захист з російського спецназу. І коли ми говоримо про Крим, Дмитро, давайте ми зараз з вами… У нас спецназ забагато краще, його більше, має бойовий досвід. У нас на Донбасі, зараз з тої сторони, десь 7 тисяч російських військових, там 33 тисячі ДНР. Тридцять три. Так, ну до 40 тисяч, так? Ні, співставно з тим, що було в Криму. Зверніться зараз до президента, дайте команду спецназу, мордаю абасвальти, всіх за два дні арестувати. Це ж так просто, правильно? Неможливо. Всього 40 тисяч людей з танками, з артилерією. Ну так, попросіть. Ну дійсно, зараз нажмемо кнопку. А вони тільки почують по телевізору, що ми дамо таку команду. Ви знаєте, що вони роблять? Зразу здадуться. І Путін скаже, все. Я навіть думки такої не вважаю. Люди добрі. Ви повинні розуміти одну дуже важливу річ. Аналізуючи, що відбувалось в Криму, ми повинні аналізувати, що відбувалось взагалі в нашій державі, в Україні. Не можна Криму. Якби у нас все було прекрасно, якби у нас було СБУ на той момент, якби у нас було МВД, якби у нас було 10 тисяч чоловіка Беркута, знаєте, більше всього мене не вистачало тоді. Янукович, він в багатьох нашій державі, не те, що він пограбував, підірвав, але знаєте, що саме підле. У нас Беркут з точки зору вміння захищати, він був дуже гарний. І вони цей Беркут перетворили на інструмент боротьби з народом. І Беркута фактично вони втекли, і ми тільки зараз, ми вже Збройні Сили, слава Богу, відродили. Ми вже Альфу відродили, ми спецнази повідроджували. У нас до сих пір немає такої підрозділу. Тільки зараз корд, ви знаєте, потихеньку-потихеньку набираємо. Так що, знаєте, мене нема сумнівів, що, знаєте, ніколи не думаю, що будуть цитувати російського журналіста-провокатора Нівзорова, але я процитую. Він в Україну любить, до речі. Я процитую Нівзорова після анексії Кривіної. Говорить, ви знаєте, браття, тут наш брат там, він, говорить, був ранен, був без пам'яті. Ми в нього, говорить, сапоги сперли. Це правда. Так от, говорить, по моїм, говорить, наблюденням, він вже виздоравливає. Зараз, говорить, підлечиться і прийдет за сапогами. Прийде за сапогами, да. Так що, шановні друзі, ми прийдемо за своїми сапогами. Чи були на адресу Турчинова погрози, я знаю, що йому телефонував особисто Наришкін і погрожує. Це правда було? Звичайно, я був присутній при цьому. Це, до речі, під час цього засідання було. Вони дізналися, що ми, він був спікер Держдуми. Вони не признавали Турчинова як виконуючого обов'язки президента, вони не признавали, але вони признавали його як голову Верховної Ради. І контакти були на рівні голів спікера Держдуми. І от коли оце РНБО йшло, їм тут же ж доложились. І подзвонив на Ришкін і сказав, що у випадку, якщо ми почнемо війну, то вони ведуть свої війська, ну ми так знали, що вони збираються це ввести, нас арештують і будуть судити як військових злочинців. Найшов. Алсан Анатольевич сказав, що однозначно військові злочинці вони. До речі, вони бояться того, що вони військові злочинці. Знаєте, у мене в руках такий цікавий документ. Офіційно вилучений з апарата Ради безпеки ООН, нашою прокуратурою, за підписом такого собі ВФ Януковича 1.03. Тобто Путін, не дивлячись на те, що він все-таки вже 1.03, вже було все зрозуміло, він вирішив прикрити на всякий, а то вдруг те, що сказав Турчинову, що він військовий злочинець, коли не був, буде це збудеться. Збудеться. Дуже мало в історії, знаєте, я не знаю, хто бувник історичної відповідальності. І те, що Путін несе відповідальність за розв'язанню цієї агресії, це однозначно. Це його рішення. А оце через таких от Януковичів і через таких от Стороженків, ось такому морду наїв. Якби ми 20-го числа підняли, оскільки в нас більше двох десяти таких механізованих бригад і більше шести десантних бригад зараз, якби ми 20-го лютого, дізнавшись, що маючи службу зовнішньої розвідки, ГУР, прикордонну розвідку, дізнались, що громадянин Путін почав розвертати війська, перекинули б туди пару 95-ту бригаду, 5 тисяч чоловік, 25-ту, вооруженої до Зубов, які мають бойовий досвід. Ви не забувайте ще одного, всі оці підрозділи пройшли Чечню і не три дні. Звичайно, вони б висаджувалися, і ми б їх там косили. А хто не здався б тих взяли в полон? Про що ви говорите? Я вам ще раз показую. Ось головний воїн. Це я йому повинен був давати команду? Так він говорить, дали йому команду. Може, він Євгене Кириловича послухав би? Треба запитати, до речі. Давайте скажемо, в нас не було сил. В Україні як держави не було сил, щоб утримувати Крим. В Україні як в державі, до речі, це не тільки Януковича, не тільки Саламатіна, чи там Лебедєва вважається. Ми отримали колосально потужну від Радянського Союзу збройні сили. Сотні бойових електротерів, ПВО, все. 23 роки всі міністри оборони грабили цю армію як липку. Всі. Всі без виключення. Більше того, найбільше розікрадено, саме мені соромно це говорити, найбільше майна по ціні металолома продано. При Єханурові, при Гриценку, які прийшли на помаранчевий. При Гриценку, щоб було зрозуміло, ЗРК 300, С-300, який коштує мінімум 50 млн доларів. Мінімум 50 млн. Знаєте, за скільки продав Міноборони? 2,5 млн доларів. Люди добрі. Ще раз. Знаєте, Тенюха можна критикувати чи не критикувати. Тенюх 4 дні був міністром оборони. До цього він до 10-го року був замміністром і знав. Так от, я просто хочу сказати, що, на жаль, заява міністра оборони 2014 року Тенюха, що сьогодні у нас немає армії, це стане 28. На жаль, вона об'єктивна. Знаєте, зараз там починають розказувати, які спецнази. Все зрозуміло. Хтось там ще один, горе-вояка, розказує, що треба було підняти Іл-76. Да у нас тоді було всього два справних Іл-76. Обидвої підняти. Так, я вам говорю, о тих два справних, я думаю, що в житомирській бригаді тоді там до тисячі чоловік було, могли б ми їх напакувати. Знаєте, закриваючи тему Криму, я вам скажу одну важливу річ. Під час цих подій до мене прийшли хлопці з Майдану, які, і сказали, відправте нас в Крим. Я забув цю історію, це вони мені нагадали буквально тут недавно. А я їм в досить такій грубій формі сказав, хлопці, я вас спочатку… А вони прийшли в цих тридельних касках своїми щитами, відібраними у Беркута. Я говорю, я вас спочатку екіпірую, навчу, а потім пошлю вбіг. Я зараз говорю, не путайтеся. Я і забув цю розмову. А потім до мене підійшов один з них, він три роки провоював. Він зараз офіцер. У нього три бойових нагороди. Я говорю, Селійнєвич, а я хочу вас подякувати. Я говорю, ну за що? А пам'ятаєте цю розмову? Чесно, не пам'ятаю. А я кажу, слава Богу, що ви були розумнішими і не піддалися на ці провокації наші. Тому що я розумію, що якби ви нас всіх відправили, це був би той же Івловайськ. Тільки ще кривавіший. І оце для мене цю сторінку перегорнуло. Хоча якщо говорити вже про Крим і так багато говорити. Знаєте, а мене дивує, а чого про Крим? А чого немає таких експертів, які нам зараз не дають парада, що нам з Донецьком зробити? А от що сказав до недавнього часу главний воєнний прокурор України Анатолій Матіос. Скажіть, чи є військовим злочином здача Криму без єдиного пострілу, на вашу думку? Ну, ви трошечки-трошечки некоректно поставили запитання, тому що не без пострілу, там є і загиблі українці. Здача Криму відбулася в наслідок прямої агресії зелених чоловіцьких з військ торгом на територію суверенної країни за дяки продовженим положенням харківських угод і терміну перебування. Я навіть маю деяку статистику, то я вам офіційні висновки розслідування, які проводить військова прокуратура. Причиною окупації Криму стала діяльність президента України Януковича, який 22.02 самоусумнувся від виконання конституційних повноважень і вчинив державну зраду, за що зараз перебуває під судом, заочно розглядається його державна зрада. Неналежна, а точніше злочинна бездіяльність при оцінці військово-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України протягом 2010-2013 і на початок 2014 року ми здобули, знайшли в архівах, це таємні архіви адміністрації президента, документів багатьох правоохоронних органів і спеціальних служб України і аналітичних центров, де набатом звучала пересторога і обґрунтовувалася про ті дії, вчинки і підготовку якогось дій з боку Російської Федерації. Напряму Крим, це державна зрада окремих осіб з числа, як я сказав, керівництва держав Януковича, я згадав, та окремих командирів Збройних сил України. Ми всі пам'ятаємо призначення командуючим військово-морських сил адмірала Березовського, Еліна, вони всі зрадили. Після призначення на другий день вони перейшли на сторону фактично російського командира. Тобто Україна не була спроможна захищатися в Криму? І саме основне – це критично низький рівень боєготовності і боєздатності Збройних сил України, не дивлячись, що в Криму була зосереджена одна з найпотужних за кількістю військових угрупувань і контингентів на той момент. Але зміна багатьох дуже тонких речей, як екстериторіальний і територіальний підхід до формування військових частин, призвів до того, що основною масою тих, хто служив в Криму, це були вихідці або уроженці Криму. Ми можемо провести аналогію з сьогоднішнім день. Ви бачите, що таке нація, що таке самовизначення, чи спроба його самовизначення. Ви можете зрозуміти ментальність людей, засліплених якоюсь ідеєю, базування якої, яка базується виключно на одному – економічні інтереси або політичні. Політичні інтереси еліт тих чи інших держав, або економічні інтереси, або ілюзія цих економічних інтересів з боку того чи іншого населення. Я очень хотел понять, почему Будапештський меморандум, который гарантировал Україні територіальну цілостість і суверенітет в відповідь на відказ від ядерного оружія, оказався пустій бумажкою. Почему підписавші його США, Росія і Великобритання не виконували своїх об'язків? Эти і інші вопросы я задавав у течіні нескольких встреч бувшому спеціальному представителю Госдепартамента США по Україні Курту Волкеру. Президент України Кучма рассказывал мене, як в 1994 році підписував Будапештський меморандум, коли США, Росія, Великобритання гарантировали неприкосновенність границ, територіальну цілостість і суверенітет України в обмін на відказ від ядерного оружія. І коли Франсу Амитеран отозвав Кучму в сторону і сказав, «Молодой чоловік, як ви не розумієте, що вас обманули?» Скажіть, будь ласка, це действительно був обман? І не означає ли це, що сьогодні США і Запад не змогуть убедити відказати від ядерного оружію ту ж Северну Корію, той же Іран, які скажуть, що дивіться, що велика меморандуми, Україну ви не захистали?» «Давайте почнемо з самого Будапештского меморандума і давайте зразу проясним, що єдинна країна, яка нарушила його – це Росія. Ні Франція, ні Великобритання, ні США, ні одна із цих країн не вторглася на територію України, тільки Росія. Тільки Росія нарушила меморандум – це, во-первых. Во-вторых, коли президент Єльцин подписывав Будапештский меморандум в 95-м году, він действительно хотів цього. Проблема в тому, що після того, як президентом стал Путін, під його руководством вони таки решили вторгнутися в Україну і захватити її територію. В цьому і є суть данной трагедії. «Вам не кажеться, що ЦРУ не досмотрел процеси, які відходили тут, і не зрозуміло, яка відходила від Російської Федерії?» «Я думаю, що ми отреагували недостаточно быстро. Я думаю, що ми не верили, що Росія действительно вторгнется в Україну. Ми не верили, що Росія действительно захватит Крым. А потім, як тільки вони зробили це, ми почали реагувати. Я думаю, ми просто не верили, що вони зроблять це знову. Тому, на мій взгляд, в цьому сміслі ми були недостаточно оперативни, наскільки це було необхідно. З тих пор, і особливо при нынешнім правительстві, ми усілили нашу підтримку Україні. Ми сняли запрет на смертельне оружія в качестве оборонительной помощи, ми ввели допомоги дополнительные санкції, і ми також стали більше вовлечени дипломатически, в тому числе і з Росією, з целью помочь на ці решення цього конфлікта». І Саакашвили, і Турчинов говорили мені, що коли Росія проявляла вже перві шаги к агресії, а Запад уговаривав і Саакашвили, і Турчинова не нагнетати ситуацію, не спротивлятися, і, по сути, здавати свою территорію. Понял ли Запад свою рокову ошибку? В случае з Грузією, це був хороший совет, поскольку Росія использовала желання Саакашвили защитити свою страну, як повод для вторження. Вона обратилась к влиятельним европейским политикам, які приймають решення, і даже сегодня многие із них, а також і некоторые европейські правительства, обвиняють Саакашвили, але отнюдь не Росія. Я думаю, що в определенному смыслі действия России були эффективними, і в то время це була хороша можливість для Саакашвили. Що касається України, у мене другое видение ситуации. Поскольку ми вже наблюдає російське вторження, і у нас була інформація о Кримі, відбувається фактично наоборот. Європейці сказали, «Зачем нам отстаивати Україну, якщо Україна не бореться сама за себе?» Я б действительно хотів, щоб все, в тому числі Соединенні Штати, швидше отреагували на события в Україні в 2013-14 годах, коли ми увидели, к чому все йде. Ну а тепер аналіз. Що ж произошло в те дні в Криму, і як надо було дейтвати Україні? Я починаю с председателів Служби безпасності України. Першим буде говорити генерал армії Евгений Марчук. С Кримом понятно? Ну там ще не все понятно, там много інших нюансів, потому що даже в той фазі, коли в 4.30 утра кусок бригады морської пехоти Севастополя приїжджає, захватывает Верховний Совет. Еще другие воїнские подразделения не подняты. Правда, росіянин вже успіли перегнати несколько воїнних самолетів, вони запишлілися з 3, перегнали 7 на аеродром Кача, ну вертоліта там і так далі. Але ще воєнних прямих силових действий не було. І коли захватили Верховний Совет, я б, будучи міністром оборони, групу «Альфа». Вибросил туда. Заблокувати їх, ворватися, ми об'являємо на весь мир, террористы неизвестні, захватили Верховний Совет Крима, «Альфа». Украина принимает, просим помочь там, значит, ну так далі. Ну, конечно, я не хочу рисовать, що це таке все идеально, і якщо б це зробить, то нічого б другого не було б. Я розумію, що операція була зарані з російської сторони спланирована. Але якщо б було спротивлення. Але якщо б зразу показали, продемонстрировали, да, можливо, були б і тяжелі якісь якісь послідстві, але заблокувалися б, були б куди більші тяжелі розвиті послідствів. Ну, плюс політичні. Помніте, я не знаю, може б читали, я там же пишу, немедленно отправити в Крим групу політичного представительства центральної власті. А тогда центральна власть была только Верховний Совет, легітимна. Що там остались два человека, Сенченко і Рефат Чубаров. А їх там чуть не... Они оба крымчана, вони депутаты Верховного Совета. Депутатську групу, большую, приміте постановлення полномочия центральної власти. Назначте представителя президента в Симферополі, в Севастополі. Да, ризки були, але якщо б приймала група, політична, з преси, інші журналістів, терорістів заблокувалися в Верховному Советі, звісно було б не так все легко, але це було б другое поведення. А коли... Слово бувшому председателю СБУ Ігорю Смішко. В Криму було 20 тисяч, я не ошибаюсь, військових сил України, група Альфа і так далі. Все, в общем-то, говорили о том, що ми готові оказати спротивлення, ждемо приказів, приказів все не поступало. Крим спеціально віддали? Ну, це, очевидно, буде, цим вопросом буде розбиратися следуючі політичні руководства країни в рамках Конституції закону України. Для мене, як для персонального, военого, і по последньому образованию юриста, у мене є ситуація, в яких немає двох рішень. Не знаєш, як поступати, поступай по закону. В Конституції, в законах України, в частності, в законі про оборону, прописан весь алгоритм действий при нападіні на нашу Родину. То есть, треба було працювати? Для цього треба було принять політичне решення, взяти на себе відповідальність. Політичні сили, які прийшли к власі, вони не були абсолютно готові к цьому і не собирались воєвати. То, що приказів не було і Крим віддали. Скажіть, вот тогда, ісполняючим об'язанності президента був Турчинов. То, що відбувалося в Криму, це його ошибка чи виступлення? Це його ньоготовність ісполняти об'язанності Верховного командуючого. Ну а зараз ми услышимо председателя Служби Безопасності України на момент аннексії Крима Валентина Наливайченко. Багато людей, які розуміються на ситуації, казали мені, що Крим віддали або навмисне, або бездарно просто. Євген Кирилович Марчук, зокрема, казав, що треба було діяти не так, треба було відловити цих зелених чоловічків, чи взяти в полон, чи вбити і показати всьому світові, дивіться, терористи на території суверенної держави. Чому віддали Крим? Віддали Крим тоді, коли повернули ФСБ Росії, які ще в дев'ятому році, згадуючи, власне, про ту роботу, за яку я відповідав, ми повиганяли з Криму. Другий раз віддали в Крим в десятом році партії регіонів Януковичів, хваливши Харківські угоди. Тобто Крим почали віддавати і де-факто, і де-юре, з десятого року. 24 тисячі російських військових, які вийшли на вулиці Автономної Республіки Крим, починаючи з 20-го, 21-го, 22-го лютого, це і були ті окупаційні війська, які здійснили анексію і окупацію. Тому протидіяти, і тут абсолютно правий Євген Кирилович, можна і треба було б армією українською. Була вона, не лишив Янукович і Лебедєв, і всі його силовики, нам ані армії, ані здатних оборонних структур. Шансів не було. Шанси були тільки в тому разі, якщо було воєнне з'єднання або армія українська здатна до пересувань разом з пальним і зі зброєю. Таких, наскільки мені відомо, не зібрали час. Зрадників Криму та на Донбасі серед держслужбовців та представників силових структур було багато? Так. І найнебезпечніше, Дмитр, що в керівництві, і в керівництві СБУ, місцевому призначеному Януковичам, бо не просто зрадники, а це фактично вони стали знаряддям правильного окупації. І не просто самі переходили, але й залякували підлеглих, давали вказівки, в тому числі, уявіть, якщо у людини сім'я живе в Сімферополі, наприклад, його керівник, його керівництво вже сидить з генералом ФСБ і розповідає про щасливе майбутнє в складі Росії. Розповідає, що у вас шансів немає там в Києві хунта. Наловайченко дає протилежні вказівки, відключають весь зв'язок і більше того не дають працювати. Я можу сказати, за структуру, яка залишилась після Януковича під назвою СБУ в Криму, 30% тільки людей, особового складу, і знову ж таки не з керівництва, які залишилися вірними присязі. Говорить бивший перший заміститель представителя Служби безпеки України генерал Олександр Скипальський. Крим можна було відстояти, відбити чи ні? Ну, важко сказати кінцявий результат, але те, що ми повинні були захищати, повинні були боротися. І це абсолютно… Повинні були. Повинні були. І оці заяви, оця демонстрація засідання РНБО, де стена Рама гуляла заяви окремих керівників про наявність лише 5 тисяч. Ну, я знаю історичні приклади. Мені приходилося працювати біля берегів Японії і протидіяти японським спецслужбам. Я знаю, що японський адмірал, що японський бігенерал, навіть сам взяв би мець і пішов би в атаку, якщо він керує військом. У нас, на жаль, цього не було. Як би там не було, розмішляю я, у України на момент аннексії Крима була своя армия. Плохає ли, хорошає ли? В цьому треба розібратися, але, тим не мене, армия була. Почому армия не захистила територію України? Почому воені не выполнили свою функцію? Об цьому я спрашиваю министрів оборони, бувших міністрів оборони України, говорить генерал армии Александр Кузьмук. Представимо, що на момент захвата Кримом России ви міністр оборони України. Ваши действия? Ну, я уже слышал в этой студії некоторых головковерхов шашкою махали, самолеты гоняли, войска виводили. Ну, кроме грусти, це нічого не вызывает. Ну, во-первых, я скажу однозначно. Вот в то время, коли я був міністром оборони, це було невозможно. Невозможно? Це було невозможно. І посмотрить в нашу сторону КОСА, в сторону України, ніхто не мог. І не тільки я, коли був, до определенного момента. Треба. Тому що військові були достатньо мощними. Да, вони не дофінансувалися. І дуже серьезно. Однак і дух, і обученість, і состояние техніки не давало можливості на успіх в стороні, яка хотіла б стати агресором. А потім і економіка країни була інша, яка змогла сработати на війну. Армія одна не вістані воєвати. Хорошо, ну вот в Крыму появились зелені чоловічки. Ви міністр оборони. Ваши дійсві? Так не совсем зелені чоловічки Крым брали. Я 3 марта вже був там. В Крыму. В Крыму. Причем в формі, открыто, рейсовим самолетом, с одним помощником. Я кожен день, начиная с перого появления этих чоловічков в Совете Министрів Крыма, в Верховному Совете Крыма, каждый вечер звонил кожному командиру в части. Они меня все хорошо знают и уважають. Они мне каждый день говорили, что у них происходит. В Верховной Раді я предложил, чтобы было выездное, немедленно заседание Кабмина и выездное заседание Верховной Рады. В Симферополе. Конечно. К сожалению, не отозвалось ни Рада и ни Кабмин. Правда, уже позже, в марте, была попытка, в то время первым вице-премьером Виталием Яремом, который пригласил меня полететь. Но мы доехали только до Борисполя, а в Бельбек и на любой другой аэродром нас просто не приняли. Еще Тенюк тоже с нами был. Уже было закрыто. А 3 марта я беспрепятственно проехал из аэропорта Симферополь в Перевальны, где основная сила наша была сосредоточена наземная, бригада морской обороны, где собрались сами, знали, что я прилечу. Все командиры частей Крыма. Ух ты! Так вот была картина. Я остановил машину, вышел. Кольцо в зеленых человечках с оружием, снайпера. Дальше плотное кольцо казаков с российскими знаменами. А вот дальше местные жители еще более плотным кольцом к нашей фоинской части. Лишь. То есть местными жителями и казаками были прикрыты войска, которые пришли. Их было немного. Эта бригада растерзала бы их. Что говорили вам командиры частей? Они готовы были? Да, я встретился не только с командирами частей и солдатами. Я встретился и с местными жителями и с казаками. Что они говорили? Первый вопрос мой был. Какие задачи вы получали? Ответ каждого из них был. Вот их было 28 или 32, я не помню. Командиры частей. Да. Что вам ставит министр обороны? Что вам задачу ставят начальник генерального штаба? Командующий видами. Тремайтесь. Вот они и тримались. Я хочу сказать, что то, что они тримались, это более трех недель. Это дало возможность нам в Украине начать частичную мобилизацию. они сковывали, пока трималось. Они сковывали российские войска. В это время мы начали разворачиваться. Это сыграло роль. Что касается готовности войск тогда, ну, вся бригада, это порядка 2000 человек стояла на плацу. Но немало. Но это только одна бригада. Немало. 2000 человек для бригады это было достаточно. Пела гимн Украины. Слушали русские в 50 метрах, слушали казаки, слушали. Это та бригада, которая, в общем-то, в большей своей части перешла на сторону Российской Федерации. Но в тот момент она пела гимн Украины. Хорошо, но Сергей Пашинский мне сказал, и я согласен с тем, что он сказал, что предательство было настолько массовым и в армии, и в СБУ, и в милиции, что воевать было не с кем. Но это так, скажите? Очень тонкая операция, спецоперация была проведена Российской Федерацией. В мозги не только крымчан, а в мозги и в наших военнослужащих было брошено, что вы тут кинуты. вас Украина кинула. А мы вам дадим все. Даже не это главное было. Второе, это была большая ошибка руководства Министерства обороны и вооруженных сил, о которой за несколько месяцев до событий на научно-практической конференции в Генеральном штабе, я говорю, и как раз на примере этой бригады, то войска на 80% были укомплектованы крымчанами. Да. Это сыграет роль? Безусловно, сыграет. А ведь оккупация Крыма началась ни в феврале, ни в январе, она за несколько лет началась. Посмотрите, причесали все СБУ, причесали всю милицию, филиал Енакиев, полностью. Какая информация могла оттуда идти? И от кого? Причесали и воинские части. Мы не скоро всю правду узнаем. То есть, оно готовилось заранее? Оно готовилось заранее. А в январе уже приехали казаки отдыхать зимой. Хорошее время для отдыха. Приехали байкеры развлекаться зимой. А там закончилась Олимпиада. Чтобы вы знали, на Олимпиаде 40 тысяч отборных спецназовцев стояли на перевалах и обеспечивали безопасность Олимпиады в Сочи. Которые, как только закончилось, были перекинуты очень небольшое расстояние. Интересно. Перебросаны на подготовленную базу уже в Крым. Но коварство даже не в этом. Коварство, что они это сделали, россияне, когда Украина в тяжелейшем внутренне политическом и экономическом положении, когда она ослаблена. Власти еще практически нет. Страсти бушуют. И в этот момент... Один вопрос короткий и ответ да или нет. Вы министр обороны. В Крыму начинается заваруха. Вы бы выбросили зеленых человечков и российских казаков из Крыма или нет? Да или нет? Война далека от олицетворения славы. Это организованное убийство. Это организованная жестокость грабеж и насилие, от которого страдают прежде всего старики, женщины и дети. Поэтому... Знаете, кто это сказал? Нет. Британский генерал Гордон. Я вас поздравляю с таким однофаминцем. чтобы выкинуть зеленых человечков, надо положить половину населения Крыма. Вот так. Военные люди этого не в состоянии сделать. То есть, вы бы этого не делали? Я бы этого не допустил. Это другой момент. Слово экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко. Скажите, будь ласка, Крым потребно было захищать? Так. И требовало. Вы, уявимо собі, министра обороны Украины на момент анексии Крыма. Ваши дії? Ключова фигура в таких випадках не министра. Можливо, они все знают. Потому что в випадку такої загрози ключова фигура это президент Верховного командующего. Министр обороны отходить в сторону и президент безпосредственно управляет войсками. Потому что министр обороны может быть цивильной людиной. Инколи женщина, как мы видим, в Европе. Может быть за бэкграундом библиотекарь и так далее. Поэтому ключова фигура тут. Но если говорим про Крым, про начинную стадию захисту, то это мала быть ключова роль Службы безопасности Украины. Зеленый человек, захопили двое адміністративное адміністративное оттоди АТО. Оттоди ключова роль Наливайченко, его перший заступник, керівник антитерористичного центру и управление цією операцией. Треба было знищить зеленых человек? На каждом этапе своем. Когда они захопили будь нужно не шкодить, как всегда, будь кто антитерористичная операция. И тогда были силы, засоби. Я это все приклеил Наливайченко и Турчинового. Позднее был момент по памяти 7 березня, когда из одного боку Шойгу и Путин заявили, что их там нет, то есть войска, которые были задены в ходе учебных повернулись в местные дислокации, про это публично все голосили. Из другого команды Черноморского флота России на нашей территории заявил, что все их перебывают в межах отведенных двосторонним договором. Я тогда, до речи, публично сказал, что если ходить кто-то по улицам с гранатометами, тяжкими кулометами или оружием, это террористы. Дать им час. 12-11 классов оружия. Ни, не интервью ни, ни, ни шкодить. И снова первый президент Украины Леонид Кравчук. Ему слово. Я думаю, Крым был предречен на то, чтобы его сдать. Потому что Россия готовилась к анексии Крыму давно. Мы знаем уже официйные документы. И в тот час утримать Крым, когда в Украине было без владения, и слабкие позиции и в центре, и на местах, а в Крыму захистить Крым было неможливо. Инша справа, что нужно было сделать хотя бы проби. Мы наоборот називали героями тих, кто подставлял левую щеку, когда его были по правой. Давайте припустим, что президентом тогда были вы. Что бы вы сделали как президент Украины, если зеленые человеки появились на территории Крыма? Я бы не допустил, чтобы они появились. Я бы сделал все, все возможное и не возможное, я наголошу на цьому, чтобы не довести до зеленых человеков. Потому что когда набывает уже не просто подготовки, а конкретных действий, остановить действие очень тяжело, а предбачить кроки, чтобы не начать действий, это возможно, и это есть завдание каждого политика, прогнозировать. В одному из интервью вы мне сказали, что никогда ни за никаких условий даже клаптиком своей территории поступать не можно. И если меня запитают землю отдать или померть, я выбираю остальное. Вы подтверждите это? Я готов сегодня, я не раз говорил, если так станет в жизни, что нужно защищать землю померть, я готов к этому. О кримских событиях я не мог не спросить. экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Вот что он сказал. То, что сдали Крым, это злочин, на вашу думку, или другого выхода не было взагалі? Я не принимаю фразу сдали Крым. Сразу старту я ее не принимаю. Я принимаю только потому, что это неправда. Его не сдали, его захопила Россия. А та політика, яка была прийнята по відношению до Крима, дала можливість зберегти Україну, ту, яку мы маем сьогодні. Тепер буду пояснювати, чому. Ви знаєте про відоме рішення Ради Національної Безпеки і Оборони. Воно було розсекречене тоді, коли приймалось рішення вводити військовий стан чи не вводити військовий стан. Ще раз хочу нагадати, що в результаті рішення, що прийняли, привести в повну бойову готовність всі Збройні Сили країни, вивести з зон постійної дислокації українські війська, ну і почати готуватися до оборони країни в цілому. Перед цим рішенням Ради Національної Безпеки і Оборони, ну я вже як знаєте такий досвідчений бюрократ кажу, ну-ка, дайте мені таємну довідку, що у нас відбувається в військах. Ну я як прем'єр-міністр повинен знати, я не керую Збройними силами, але мій обов'язок як прем'єр-міністра надати спорядження Збройним силам, фінансувати Збройні сили, ну бо без бензину, без дизеля танки не їздять. Приходить довідка ну так як з неї грифтаємно не знятий, але я частину публічно вже говорив. В цій довідці написано наступне. На всю Україну боєздатних сил, які здатні зброєю в руках захищати країну, на всю державу п'ять тисяч не п'ятьдесят не п'ятьсот п'ять тисяч тільки в Криму російське групування тримало близько 20 тисяч там по угоді було здається 23 дозволено от вони все максимум до угоди і дотягнули на всю країну п'ять тисяч Доповідає тодішній виконуючий обов'язки Міністра оборони Доповідають всі силовики Це все в стенограмі видно Каже, у нас нема сили, засобів Це повести п'ять тисяч людей на вірну смерть Тоді Турчинов приймає рішення І він ж видав фактично наказ Стріляти при обороні об'єктів Української армії 90% людей повернулись в іншу сторону Росіяни це знали Вони працювали Вони зрадили присязі Кажуть, не давали наказ Я особистий свідок Коли він видавав наказ Так написано у військових статутах Я вже не кажу про те Що проходить засідання Кабінету Міністрів Міністр оборони Доповідає Якраз ситуація по Криму Росіяни почали захоплювати Військові об'єкти І судна військово-морських сил України Я йому задаю запитання Тенюх тоді такий був Я задаю запитання Кажу, яка ситуація По таким-таким кораблям Як все Все, тримаємо оборону Ми все В цей момент Доки він мені доповідає А тоді у нас ще не були Публічні засідання Кабміну Стенограми, що точно Залишились в Кабміні Все можна витінути Я беру телефон, кажу Так як же ви кажете Про те, що обороняють Вон, українська правда пише Це судно здали Це судно здали А він цього не знає Він доповідає мені В той момент, коли вже пів години тому Кораблі вже під російським контролем Я кажу, так ви ж брешете Це ви так ситуацію контролюєте? Тобто п'ять тисяч збройних сил Це дуже цікаво, що ви зараз кажете Що можна все побачити Ми ще, до речі, цю ситуацію Якось була дискусія А Гройсман тоді був віце-прем'єром Буквально десь на минулому тижні ми чомусь її згадали Каже, ну ти ж просто неправду говориш Або ти умисно брешеш, або ти нічого не контролюєш Потім я почав дивитися по Ну, це називається матеріально-технічне забезпечення Або по іншому, по факту, що є До речі, західна реакція була Ну, різна Тоді, коли ми прийняли рішення Ради Нацбезпеки і оборони Перевести бойові сили в повну бойову готовність І з бараків виводити війська Ну, це Бараки, це полонлізькі А з постійної дислокації І так це називається Ну, що таке виводити війська? Це ж треба завести танк, правильно? Завести БМП І тут почалося, ну, саме цікаве Нічого не заводиться і не їздить Взагалі Я тоді шукав акумулятори Кажу, хлопці, поставте акумулятори У мене грошей немає, я потім віддам Те саме було по нафтопродуктам Нема на чому їхати Я вже не кажу про військове спорядження Я вже не кажу про боєприпаси Я вже не кажу про загальну бойову готовність Росіяни це все знали Тому я думаю, який був російський план? Звичайно, що вони готували анексію Криму Не рік, не п'ять і не десять Я думаю, що підготовка анексії Криму Розпочалася ще така Сама активна стадія, активна фаза Після помаранчевої революції 2004 року Вони 1994 року Крим вже могли віджати Коли Мішков був тоді Але Марчук був рішучий Правда Тобто вони вважали, що це і так і їхня територія Ну, я ж працював міністром економіки в Криму І тому можу багато про це розповісти Там була завжди особлива атмосфера В Криму Якось вони так себе називали Ми як окремі Ми от кримчані І росіяни туди підливали цього дуже багато Степовий Крим завжди був український А от ЮБК І Севастополь І Севастополь – це взагалі База відставних генералів і дійснюючі агентури ФСБ Заповідник Звісно Более того, вони там дійснили на повністю легальних основаннях Ім вже дали цю можливість І потім, вже потім, після 2004 року Я тоді працював міністром закордонних справ І у нас тоді була зустріч з Лавровим Було багато зустрічей І одно з питань, які обговорювалися Хлопці, давайте приведемо до порядку Наші стосунки по Чорноморському флоту Тоді ж Ющенко почав дискусію про виведення Чорноморського флоту А моє відомство про те, що Ну ви не будете їздити так просто своїми танками Своїми БМП І ходити своїми військами по суверенній території Ви це можете робити тільки відповідно до національного законодавства України Ну який там крик стояв З боку росіян Тобто вони розуміли, що ми почали Не просто боротися за повернення впливу повного на територію Що ми почали обмежувати їхній вплив А для них це плацдарм має дві складових Перша складова Це контроль, частковий контроль над Україною А друга складова Це контроль над Чорним морем І протиставлення фактично Країнам-членам НАТО Російської військової бази На території України Тому вони почали Ви праві, що вони ще це почали робити з 94-го року Ну, 2004-й точно це був у них трігер Вони зрозуміли, що ой І коли я їздив по різного роду столицям Ось вже там 6-7 рік Як міністр закордонних справ Що як міністр економіки Вони мені, західники, мені задавали запитання завжди про Крим Завжди Я думаю, що вони питають? Тобто я не відчував тоді такої високої степені небезпеки Але Коли було визнання Косово Пригадуєте, Сполучені Штати Тоді визнали Косово І тоді я, як міністр закордонних справ заявив Ми визнаємо Косово Потім зробив паузу Ну, росіяни зааплодували Думають, ага, визнає Косово На підставі рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Чому я це сказав? Тому що я розумів, що у нас може бути ситуація по Криму Так, ну, ми тоді не підтримали наших американських партнерів Ну, тому що я підтримував Україну Тобто, уже ці дискусії пішли Про Крим Про те, що росіяни Не виключено Можуть підвищити вплив Ну, я не вірю, що вони анексують І снова Слово Євгенію Марчуку Почому вдалися зараз? Тому що один к одному повторялось до воєнного компонента Тоді ми заблокували Ну, там політичні, звісно, ще обстоятельства Там дуже активно тоді парламент Действувал Там правовые механизмы Были задействованы Но я вже говорив вначале Что люди И вообще описываются Политические все верхні этажи Проблемы І, конечно, когда... І слава Богу, може бути, що люди не знають, що роблять спецслужби Что потом произошло то, що происходит в политическом смысле В позитивному смыслі для нас Я помню, що нам пришлося тоді Изучити Все подземные коммуникації Симферополя Я їх знал очень хорошо Потому що под всем Симферополем Кроме того, що було везде связь Куда угодно можна було проникнути А недалеко від Симферополя Практически в городской черте Находився штаб береговой обороны Це дуже мощна така структура І тогда Спецслужба Сделала свою часть Которая помогла Уже тогда на завершающем этапе В политическом смысле Расшити эту проблему Ну, це отдельная тема Она дуже багатослойна І там багато критичних Было очень моментів по Крыму Ну, я думаю, як-нибудь отдельно Потому що по Крыму Может быть отдельная передача на 4 часа Причем Потому що я все це помню І там много такого Що, во-первых, интересно Не тільки для зрителей і слушателей Оно интересно Хоча Крым можна забрать Но у нас немало Есть еще таких мест в Україні Вот що даже для политического руководства Надо було б знать Поэтому я перехожу на наше время Сейчас Почему отдали? Значит, во-первых, надо було Россія объявила военные учения У наших границ Большие Ми знаємо, що Россія Вишла, я це тоже вже говорив Вишла із договора О контролі обычного вооруження В Європі То є, она могла маневрювати Очень большими сухопутними соединениями Ну, не только сухопутними Не сообщая Соседи, партнеру То, що по этому соглашению Надо було б делать Ну, і вообще, соседи, нормально живущие Если вони проводять учения То вони друг другу сообщають Что це не провокация Хотите, давайте наблюдателя Своїх І так далі Коли вони объявили учения Ну, було понятно А политический фон мы ж знаем Путин дважды проигрывает Сянуковичу Да Он проигрывает в четвертом году И проигрывает в четырнадцатом году Перебор Да ви що, с характером Путина Думать, что он будет какой-то себе Сговорчивий, разговорчивий Что с ним можно будет о чем-то договориться Это человек другого типажа Тем более два публичных поражения Публичных позорных поражений То есть, ну, ясно было Даже не надо было развединформации Не надо было подслушивать кабинет Путина И если бы, да На тот момент у нас с властью Была сложная ситуация, но Если бы на тот момент Украина объявила учения в Крыму военную Военные учения – это война только учебная И ставится под каждое учение Ставится задача доминанта И нападать на кого-то Отражение сил воображаемого противника Что в таких случаях делается? Что первое, что делается Блокируются транспортные магистрали Защищаются, берут под усиленную охрану Госучреждения Военного и политического И государственного управления Ну, дальше там еще тоже много дел Но это ключевые вещи Которые делаются Это как алгоритм Это даже если объявить То не надо давать там много деталей Потому что есть алгоритм Который выписывается Так называемое Ну, когда любые учения готовятся Дается алгоритм Расписывается Кому нужно его объем задач Вот, то есть Взяли под контроль Керченский пролив Взяли под контроль Ну, конечно Переправу Там пограничников было достаточно Но плюс еще военные Но не так много там военных было Но были Взяли под охрану Политические все структуры управления Да, Верховный совет Кабинет министров СБУ МВД Компания, СБУ, МВД Ну, плюс там Штаб военно-морских сил Украины Морскую пехоту подняли Корабли вывели все на рейд Или наоборот Привели в боевое состояние Все известно Почему этого не сделали Ну, вот почему И я думаю Что Моя мысль Я ее уже многократно повторял Что неизбежно Общенациональное расследование Но И его никто не сможет уже остановить Конечно Сейчас Ну, да Война Сейчас не до этого Но Оно будет проведено Я в этом Стопроцентно убежден И Если бы Это учение было объявлено А на тот момент У нас Исполняющим Обязанности президента Был Турчин Но действительно Фин Фонд Как получилось Главное Главное Командующие Начальник А в свобода Доказать Обратное Доказать обратное Ну, уже как человек Занимавшийся Много политикой Вот Но Я думаю Что Здесь могло быть И то и другое Знаете Почему Мне пришлось быть В штабе НАТО У нас Несколько человек Было Не из госслужащих Я был Смешко Горболин Чалый Агрызко Нас пригласили Как люди Они во власти Как знающие Что к чему Когда уже С Крымом Закончилось Все Потому что НАТО Почуяло Что-то Очень крупное Неладное Руководящие Я имею ввиду Военное Чем же Там же есть Политическая Политическая Не догоняла Еще часть И я очень хорошо Помню Когда Мы встречались Со всеми Министр Со всеми Послами Всех стран НАТО Встречались В том числе И сверху Замки Серьезно Человек Американский Давно Он был посол В России В Москве Я был Ну и у нас Был очень откровенный Без прессы Без телевидения Такой разговор Профессиональных Людей Которые Понимали Если мы говорим Неприятное То это не значит Что мы хотим Обидеть Там друг друга Ну это нравится Такой Деловой разговор Я помню Очень хорошо Когда Как ответил Кажется Вершбол На мою реплику Что Ну Так Вот Наши Некоторые Руководящие Политики И не только Говорили Что Вы же Рекомендовали Не спровоцировать Не спровоцировать Россию Чтобы не было Грузинского Варианта Вот На что Он говорит Что Да Но мы же не говорили Вам Не защищайтесь А Мы же не были На поле боя Но на конкретном Это военный Командир Должен принимать Конкретные решения И военное командование Ну и так далее То есть Он не возразил Что Штаб-квартире НАТО Ну и на разных Там уровнях Были такие Предостережения Что Вы смотрите С Россией Не спровоцируйте Ну попросту говоря Не Убейте Несколько Русских солдат Чтобы потом Не началась Массированная Атака Ну Если бы Если бы Вот мы Взяли все Опадах Так как я сказал И Россия Все-таки Решила Прорывом Делать Это уже Были бы Боевые действия Уже было бы Видно Да погибло бы Много людей И наверное Россия Все-таки Освоила Крым Но уже Военный В военном смысле И с большой Очень кровью Но не пошла бы На Донбасс Наверное Это первое Она завязла бы Там это раз Но главное Тогда уже Никаких Ну Утверждений Наших там Нет Наших там Нету Хотя они были Действительно Без шевронов Да Но все равно Эта идентификация Была у всех Российских войск Других там Не было в Крыму Только украинские И российские Других войск Не было В Крыму Здравствуйте Вы завидуете Да А представьтесь Пожалуйста Не могу представься Почему? Потому нельзя Ну как нельзя Ну военная форма Без опознавательных знаков Без опознавательных знаков Ну да У нас нет опознавательных знаков Такая военная форма Ну знаю Какая-то красивая Ну да Новая Новая А какой армия Она принадлежит Каким вооруженным силам Ну вы не догадываетесь Нет абсолютно Мое дело не догадываться Мое дело выяснять факты Наше дело не говорить ничего Понятно? Почему? Не отвечать на ваши вопросы А у кого тогда можно уточнить Что за вооруженные люди Находятся на территории На какой территории? А вы представьтесь Вы кто вообще? Я представитель прессы Какой? Укрстрим То есть местная? Украинская? Да А вы не местная? Местная Вы украинцы? Мы? Да Мы россияне Я думаю Первое Это стратегический просчет На начальном этапе По-человечески Это все можно понять Представляете себе Принять решение В результате которого Могут погибнуть люди Да А с другой стороны А другого выхода нет Что решение принять родину защищать А другого выхода нет Но есть и другое обстоятельство Вот то, которое Ближе к тому вопросу Что вы задаете Не было ли Чего-то специального Вот я до сегодня Не имею ответа На такой ключевой вопрос Я-то не специалист Военно-морском деле Но очень крупный специалист Адмирал Кабаненко Он профи высочайшего уровня Он тоже, кстати, с нами был Кстати, он был и в НАТО Я забыл просто сказать С нами Да-да И я был свидетелем А он держал постоянно связь Он же крымский Он же командующий военно-морскими силами Украины Бывший И я был свидетелем Когда командиры кораблей Ему докладывали И я помню, как сейчас Когда россияне, чтобы перекрыть выход из бухты Затопили старый корабль И я слышу, как командир корабля Ему говорит Игорь Васильевич Товарищ адмирал Я прорвусь Да, риск есть Есть, я вижу, там, проран Я прорвусь Он говорит Кабаненко ему говорит Какая у тебя команда? Он же уволенный Кабаненко На тот момент, когда мы разговариваем По иллюстрации, кстати Тоже карикатурные Карикатурные, да Короче говоря Он говорит, что команды нет И он говорит, что мне Я прорвусь И надо уходить То есть, ну, россияне блокировали Все выходы из бухты Чтобы забрать А наши приказы не отдают Приказа не было А Игорь Васильевич Ему говорит Нет, он ему сказал так Говорит Ориентируйся И принимай решение сам Это тот случай Когда ты должен принимать решение сам Вот, ну Там потом не получилось Потому что смешанные команды То есть Я думаю так Несколько причин здесь Первое, конечно Коварство Россиян Что они выбрали Такой политический момент Когда у нас было Такое Междувластие Безвластие Другое Другая Существенная причина Это неопытность И Некомпетентность Некомпетентность Принятие решения При назначении Военных руководителей О которых я сказал Огромное количество предателей Наверняка Правда? Военные Ну, конечно Ну, то само собой Военные же люди Это же Жесточайшая иерархия Вертикаль Если нет команды Да, он может Но он понимает Что тогда Или он Или он будет отвечать За смерть За гибель людей Ну и так далее На то и создана Жесткая вертикаль Чтобы была Жесткая управляемость Ну, уж не говоря о том Что Предательств было Очень много Генеральный штаб Был насыщен Людьми Людьми Не просто Пророссийски Там настроенными А Некоторые Инструктора Там сидели Долгое время Так же Как и в службе безопасности Два министра обороны Последние граждане России Вообще О чем говорить Соломатин и Лебедев И председатель СБУ И председатель СБУ Тоже спрятался Якименко А Что это значит Это значит Что все Сверхсекретные Планы и документы Были известны Были в России Мгновенно Все И вновь говорит Первый президент Независимой Украины Леонид Кравчук Я вас хотел бы спросить Не просто как первого Украинского президента Просто как президента То есть как человека Который Единолично Брал на себя Ответственность За судьбу Целой страны Народа и государства Ситуация с Крымом Вот Мы хорошо помним Как развивались события Митинги Под стенами Верховного Совета Крыма Референдум Украинские военные Которых было очень много На полуострове Говорят Дайте приказ Где же приказ Им говорят Ждите Не волнуйтесь Скоро будет Ждите 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 И отдали Крым Сегодня уже Обнародовали Недавно Закрытые документы Заседания СНБО Из которых Стало понятно Что высшие Украинские Должностные Лица Не хотели Отстаивать Крым Но Мне и до этого Говорили Что Нарышкин Позвонил Турчинову И сказал Что если Вы будете Оборонять Крым Два Батальона Или дивизиона ВДВ Спустятся на Крещатик Перебьют Вашу власть Чёртовой матери И мы будем В Киеве Насколько Это реально И что бы делали Вы как президент Вы бы Обороняли Крым Или отдали его Точно так же Как отдали его Те кто были У власти Тогда в Киеве Вы знаете Тут Надо Немножко Посмотреть Чуть-чуть В историю Власти Вот обычно Власть идет Или люди Идут к власти Воспитывая Кадры Власти Воспитывая Партию Проводя Системные Селекцию Да Тобто Они Готовятся К власти Иногда Это занимает Много времени Но готовятся И придя К власти У них есть опыт У них Есть люди Всех категорий И гражданские И военные Они могут Взять власть И тут же Создать команду Что произошло У нас Власть На этих людей Упала Как с неба А точнее На них Эту власть Бросил Майдан Вот так Потому что Они пришли На Майдан И надо Я им дать Должное Красноречиво Красиво Говорили Красиво Порвали Много На себе Рубашек Еще Куски Наверное Где-то Тряпки Валяются А те Кто начинал Власти Не взяли Потому что Они поняли Эти же Имеют опыт Это правда Если Порошенко Был Министром Иностранных Дел Министром Экономики Секретар Совета Со всеми Президентами Работал Со всеми Кроме Со мной Не работал Яценюк Президатель Верховного Совета До этого Министр Где только Не был Где только Не был То есть Они Понимали Вкус Как говорил Хрущев Власти И терминология Была Очень Патриотично Глубокая Я бы так Сказал А когда Взяли Власть И надо Было Принимать Решения Людей Воспитанных Систем Но От А до Я Не было И сейчас Их нет Поэтому Решений Некому Было Принимать Ведь Это Очень Сложное Решение И Вряд ли Может Принять Это Решение Один Человек Не Получив Соответствующую Информацию Не Нарисовал Прогнозы И Последствия Это Всего Ну Наришкин Позвонил Наришкин Эмоционально Мог Сказать Это Сделаешь Я Тебе Нет Он Передал От Путина Эти слова От Путина Это Все лучше Таким Образом Ну Если бы Вам Он Передал Это Коленки Затряслись Бы У вас Нет Я бы Ответил Ему Одно Единственное Знаете Я На своей земле В своей Стране Буду Принимать Решение Которое Я считаю Нужным И Какое Вы Приняли Я Принял Решение Защищать Крым Во всяком Случа Не Уходить Из Крыма Я Никогда Был Не Дал Команды Крыму Не Обороняться Не Стрелять Как Была Дана Команда Они Эти Приходят Плюют В лицо Не Стрелять И Наша Команда Называла Это Героизмом Что Они Не Дают Отпора Не Поддаются На Провокации На Провокации То есть К тебе Пришли Домой Насилуют Твоих Женщин А ты Говоришь Нельзя Это Провокация Слушай Тут Уже Принимается Решение Быть Или Не Быть Тут Нельзя Это Ты Должен Знать Последствия Если Это Сделаешь Дальше Как Снежный Ком Что И Произошло После Крыма Стал Донбасс Донбасс Я понимаю Сложности Это Решение Вы Понимаете Что Там Много Контрактников Было В Армии Нашей Которые Жили В Крыму Что Они Массово Предавали Украину Переходили Я Понимаю Что Там Было Спецслужбисты Я Понимаю Что Там Был Черноморский Флот И Они Тоже Имели Там Свои Войско И Так Дальше Но В Принципе Даже Если Сдать Крым Я Думаю Что Мы Не Устояли Бы Все Так Не Устояли Бы Но Сдали Бы Крым С Боем Это Означает Что Мы Защищали Крым Теперь Во Все Морит Они Не Защищали Чего Вы Хотите Чего Вы Не Защищали Ведь В мире Говорят Что Не Было Никакой Защиты Просто Ушли И Все Теперь Хотите Возвратить Чего Ушли То Есть Сам Факт Сдачи В Таком Варианте Как Это Нехорошо Как Нехорошо Сегодня Воспринимают Военные В Донбассе Когда По ним Стреляют А Наши Говорят Вы Не Отвечайте Насколько Верны Слухи О том Что Высшие Должностные Лица Украины Получили Якобы За Сдачу Крыма Без Одного Выстрела Деньги В Размере Около 15 Миллиардов Долларов Я думаю Что Фантазия Я думаю Что Это Фантазия От Кого От России Я Думаю Если Это Было На Второй День Россия Сказала Вот Они Продали Крым Они Никогда Эту Тайну Не Держали Чтобы Тем более Не считаясь Украиной Как государством Называя Власть Нашу Фашистской Хунтой Хунтой Пришедшей К власти Чисто Случайно Все Случайно Продать Крым За 15 Миллиардов И не Сказать Эту Миру Мы Продали Все Тогда Бы Украина Как Государство Действительно Не Существовала Тех Кто Продали Крым Для Них Это Было Последний День Помпеи Могла Ли Украина Защищать Крым Должна Ли Была Это Делать Об Этом Я Спросил У Олигарха Игоря Коломойского Который Позднее Возглавил Днепропетровскую Областную Госадминистрацию И Не Дал России Проникнуть На Территорию Днепропетровской Запорожской И Одесской Областей Могла Украина Защищать Крым На ваш взгляд Нет Сил Де-факто Не было Не было Возможности Ну сколько Там была Группировка В Крыму Сколько Было Войск Украинских Количественных Тысяч Тринадцать Наверное Там Больше Больше Да Мне кажется Больше Но они же Не сопротивлялись Почему Ну во-первых Никто не мог Поверить Что вообще Война Что надо Защищаться Что кто-то Напал Никто не Воспринимал Россию Как врага По которому Надо стрелять Психологический Барьер В общем Большой Комплекс Психологических Военно-политических И других Материально-технических Проблем Поэтому К этому Надо готовиться Это не так Все просто Вы с Путиным Лично Когда-нибудь Встречались Может быть Если бы Не случилось То, что Случилось В Крыму Да Начало бы Параллельно Происходить Везде То могло бы Произойти По крымскому Сценарию Во многих Местах Просто То, что Вначале Появился Крым И потом Когда они Его аннексировали Это была Для них Ошибка Большая Ну То, что РФ Сделала Вот Так могло Произойти Неожиданно Везде Ну По всякому Случай По Левой бережью А вот Что говорит Мэр Харькова Геннадий Кернес Ты человек Понятий Скажи Пожалуйста Да По понятиям Россия Крым Украла Я могу Сказать Что Крым Просто Извини за слово Просрали Наши Да Наши Просрали Специально Или По глупости Я не могу Сказать По глупости Или специально Но То, что Сдали Его Без боя Это Да А должны Были биться Конечно Вот Если бы Ты был Губернатором Крыма Например Представителем Совета Министров Крыма Представителем Верховного Совета Крыма Что бы Ты делал Вы Понимаете Что В Крыму Достаточно Много Русскоязычного Населения И Крым Всегда Поддерживал Россию И Крым Он был Россией По истории Мы это знаем Это Длинный Путь Как говорят Возвращение Крыма Домой Да А для нас Это Наша Территория Крым Мы считаем Что это Территория Украины И конечно За него Необходимо Было Биться Сегодня Это На дипломатическом Уровне То есть На уровне Таком Когда Решаются Вопросы Значит Отмены Всех Ранее Принятых Решений Но я Думаю Что Время История Все Расставит На свои А это Лидер Правого Сектора Дмитрий Яраш Чому Віддали Крим На вашу Думку Чи Повинні Були Віддавати Крим Крим Це Дуже Складна Ситуація З одного Боку Я Розумію Чудово Що Ті Люди Які Пришли До Влади На Революційні Хвилі Турчійнов Аваков Наливайченко І так Далі Вони Не могли Швидко Взяти Всі Ті Силові Структури Які Могли Би Стати На Захист України І Були Розташовані В Криму Одномоментно Все ж таки Збройні Сили Були Зруйновані Попереднім Режимом Добиті Хоч І попередні Влади До Януковича Так само Нічого Не робили Для розгортання І для реформування Реального Реформування Збройних Сил Спецслужба Була Абсолютно Розвалена Так само Я от Зайшов Після революції Центрального Управління СБУ Коли Наливайченка Пам'ятаєте Тоді Уповноваження Верховної Ради Тільки Призначили А будова Порожня Взагалі Нікого Нема По кабінетах Там зброя Якась Валяється Документація Там Де що Не встигли Мабуть Знищити І так далі Тобто Реально Керувати Якимось Процесом Не маючи Апарату І маючи Демаралізовано Ту ж саму Альфу І все інше Це Був факт Але Виходячи Із Того Що Оперативна Інформація Про те Що Росіяни Будуть Входити В Крим Вже На той час Була У мене Точна Інформація Про це Можна Було Зробити Певні Кроки Наприклад Перекрити Керч Надати Вказівки Військовим Частинам Які Гідно Доволі Довгий час Дало можливісті Західному світу Який став на сторону України Так само Активізовувати Дипломатичні Вважілі Мабуть Не було політичної волі У керівництва Швидше за все Нужно ли було Отстаївати Крим Цей і ціла ряд Других питань Я задав Легендарному Українському Дисиденту Герою України Степану Хмарі Крим Треба було Відстоювати? Безумно Безумно І можна було Зупинити Я думаю Що Відвертою Відкриту війну Росія не розпочала Бо Якби Був серйозний опір Не посміли б Чому? Тому що Тоді б вона признала Що вона війною пішла І війною захопила Частину територій Ви розумієте Які це наслідки Це кожна країна Член ООН Відповідно би Давала оцінку Це винятком там Дрібних Якихось вже таких Маріонеток Які за гроші Закривають очимось Тому Відразу Зелених чоловічків Просто треба було Знищити Знищити Другий момент був Коли захопили Кримський так званий парламент А треба було б просто Разом з цим парламентом Зрівняти з землею І це дуже просто Це могла б Одна з бригад Я знаю, що одна з бригад Десантних бригад Тобто аромобільних Було завдання Летіти туди І наскільки Я маю інформацію Що вже Повернули, коли вони вже піднімалися повітря Назад на базу Хто повернув? Ну Я конкретно не знаю Хто з керівниками Вищий державний політичний керівник Треба було скинути пару бомб На кримський парламент Ну це Чи бомб Чи танків Чи де Розумієте У нас прекрасні десанти От каже Знаєте Я не можу терпіти цих брехунів І кажуть Що у нас зовсім не було армії Це неправда Ну давайте так У нас армія була ослаблена У нас керівництво армії було продажне Інфільтроване агентурою московською і так далі Але щоб нас не був До речі Найбільш боєздатні збереглися армобільні війська До яких маю відношення Що в свій час я їх Так би мовити Вирятував від знищення На початку 90-х 92-му році Це окрема тема І тому Наші десантники Справились б з російським спецназом Добре На вашому місці Тут в моїй програмі Сидів Сергій Пашинський І він мені сказав Що в Україні Ну це великі брехуни Знаєте Я чув Я бачив цю програму Він сказав Що в Україні не було сил Мені гидко було слухати його Ну це Взагалі Я зогидую відношусь До цього типу Зогидую Просто зогидую Він сказав Що всі зрадили В Криму зрадили І СБУ І армія Він брехав Він брехав Люди чекали команди Я ж знаю Що в Керці Я знаю Цілий ряд офіцієрів А те, що Мамчур Йшов з прапором Що це було? Мамчур Це якраз Я до цього відношився Дуже скептично Мамчур не мав займатися Дурницями Принаймні Мав зберегти літаки Перегнати Як це зробили інші Перегнати на бази Континентальну Україну А він чого? А він цього не зробив Він чого не зробив Тобто це піар Він вийшов А то піар був Показати, що я вас не боюся Ну, ти не боїся Але ти насамперед Маєш виконувати Своє бойове завдання Рятувати частину Рятувати тобі довірну техніку Зброю і так далі Слово известному українському політику Роману безсмертному Те, що в 2014 році Люди, які відповідали Це були розгублені Це було очевидно Кадрова чохрада Відсутність будь-яких рішень Я вже не кажу там Дій В силовому напрямку Скоріше, це була просто бездіяльність І це той випадок Коли силові Дії Так, вони могли б привести До якихось жертв Але ці жерти б не перетворилися в тисячі Єлена Бондаренко Ізвісна своєю проросійською риторикою Однак і її мнення О сабитіях тих дні в Криму Було мені інтересно Хто виноват в здачі Крима? Є люди, персонально несущі за цю відповідальність? Я думаю, що очевидно Для тебе і для мене Як для людей, способних критично мислить Одна віч Ті люди, які на той момент Обладали именно полномочиями У них є фамилия? Вони були у Турчинова, конечно Вони були у Авакова Вони були у Пашинського У всіх людей, які на той момент Принимали участье в закрытых засіданнях Того ж СНБУ Эти люди получали оперативну Секретну информацию о состоянии дел Эти люди получали перехваты Телефонных разговорів У них було все Реакція була нулевая Именно ці люди відповідальні За те, що наша Україна Похудела на Крим Чому вони це зделали? Може, ризковано було вв'язуватися? Ну, перше, бо страшно Действічно, там присутствують Російські війска В чому у мене точно сомнений нет І не було ніколи І там нет української армии І там українська армия За українську землю не воює Бо страшно, да? І второй момент, я думаю, Що був абсолютно циничний Прагматичний, грязний Политический расчет На то, що вместе з Кримом Прежде всего, що уходять? Уходять голоса Уходять так называемый, Як вони любят це произносити, електорат Те люди, які Котори б все равно не голосували Ни в коей мере не поддержат переворотчиків Ни в коей мере не поддержат тех людей Которые на волне этого переворота Пришли к власі Для многих українців Аннексія Крима Стала личной трагедією Вот, що сказав мені об этом Ізвістніший український поэт Один із лідерів Народного руха України Человек, ставший легендою при жізні Іван Драч Що ви відчули, коли Росія відтяпала Крим? Я відчув все ідіотство нашої влади І керівництва Тодіжнього На чолі з Турчиновим Через те, що я служив три роки в армії І я знаю, що це таке Я знаю, що коли хтось йде Стой, хто йде Стой, стрілять буду Пострілю в гору А потім стріляю в груди То якби у Криму загинуло 100 Чи навіть тисячу цих людей Яких наших там було б Тому не було б Оцього жахіття на Донбасі І не було б цих сотень тисяч смертей От що мені здається Що це величезна була помилка нашої держави Ну а от мнення Первого прем'єр-міністра независимої України Витольда Фокіна Якби ти знав С якою білью я узнал об аннексії Крима Старому человеку, яким являюсь я, мужчине Стыдно признаться Що я плакав, як ребенок Я і зараз готов уронити слезу Як можна було почерять Таку жемчужину Которая от Бога нам досталась І в то же время Я многого не понимаю Ну я знаю подноготну, я знаю, почему Путин захватил Крим Я полагаю, я не знаю, вернее, я полагаю Он почувствовав угрозу Ведь не случайно американские авианосцы зашли в Черное море Более того, я из источников заслуживающих доверия знаю, что существует секретная договоренность Между нашими руководителями и Турцией О том, что Херсонскую область предоставить для поселения турков-месхетинцев Ты знаешь, об этом? И крымских татар Ну крымские татары уже там живут Значит, я имею право об этом говорить Потому что в начале нашей беседы я сказал, что моя мама наполовину татарка Отец мой, мой дедушка, отец моей мамы татарин Значит, я тоже частично татарин Но скажи ради Бога На чью мельницу пролила потоки блокада Крыма? Кто выиграл от того, что взорвали опоры и прекратили энергоснабжение Крыма? Ну, ненависть крымчан к Украине стала еще больше Конечно То есть, это как будто специально сделано для того, чтобы Крым, народ Крыма Никогда не стремился вернуться в Украину Ведь от этого пострадал ни Анисимов, ни Константинов, ни Преклонская Кто пострадал? Рядовые люди Которые отнюдь не могли в результате полюбить Украину А это проживающий сейчас в Великобритании легендарный разведчик Один из самых известных современных писателей Виктор Суворов В 2014 году в Киеве отгремел второй Майдан И почти сразу же был захвачен Крым То есть, вошли человечки вежливые эти И в результате огромного куска территории у Украины теперь нет Скажи, пожалуйста, сдача Крыма была неминуема Или за Крым следовало бороться, в том числе вооруженными способами? Вопрос предельно трудный Потому что мы вступаем в зону «если бы» Если бы ты был руководителем Украины на тот момент Что бы делал ты со своим опытом военным, дипломатическим и опытом разведки? Я бы сразу созвонился с Москвой И сказал, ребята, стойте Позвольте мне, я сейчас Крым удержать не могу Моя армия развалена Вы это знаете лучше меня Мои все секретные службы Они пронизаны вашей агентурой И так далее Давайте по-человечески Позвольте мне несколько дней вывести моих людей Которые хотят Вывести аппаратуру и так далее Уйти То есть ты бы пошел на такие переговоры? Я бы пошел на такие переговоры Тайные, не открывая народу Украины Что я такой зрадник То есть с оружием в руках нет? В то время нет Однозначно нет? Однозначно нет И те, кто говорят, что надо было защищать Крым с оружием в руках Неправы Как часть украинской территории Ты можешь победить только в том случае Если народ тебя поддерживает Вот в западной Украине Вот работает, допустим Полковник, который действует УПА И у него Кличка или позывной Рызун Ну вот Рызун там действует Его поддерживает народ И он может действовать В Литве, в Эстонии, Латвии Лесные братья Их поддерживает народ В Крыму? В Крыму нет И все Уходи оттуда И в Донбассе То есть без поддержки населения Крым был обречен Крым был обречен Вот именно поэтому я звоню в Москву И говорю Слушай, ты там Вова 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 или как тебя там Вот Давай Дай мне Сохранить лицо Дай мне вывести это Я это защищать не буду И тебе хорошо И мне хорошо То есть не чиня вооруженный отпор Агрессору Руководство Украины На тот момент Поступило На твой взгляд Абсолютно верно Да Вопрос следующий Только Только Что было неверно Что не дали Войскам Уйти Не дали Достойно уйти Сказать Так Между нами Слушай Дай мне уйти Я тебе отдаю Не будет сопротивления Все Мы уходим Я хочу Чтобы сейчас Вы послушали Чемпиона мира По шахматам Одного из лидеров Российской оппозиции Гарри Каспарова За 23 года Российская власть Ни разу Вот это просто Никто как бы Не обращает внимания Ни разу Официальная власть Более того Все три российских президента Подписывали документы Которые так или иначе Касались территориальной целостности Украины Арендовали Арендовали Все российские парламенты Это ратифицировали То есть Уникальность ситуации в том Что не было Крымской темы Она никогда не поднималась нигде И в этом плане Она принципиально отличается То есть Там Турция На северном Кипре Имела там Опять Мы не говорим Хорошие или плохие претензии Но факт Что эти претензии были Как бы Какая-то там Историческая Справедливость восстанавливалась Здесь Лужков говорил Жириновский Рогозин Затулин Но российская власть Вела себя там В этом плане Что-то корректное Она безупречна Темы не было Но были Вот эти Вот эти путинские Такие инвективы Ну вообще Мы же понимаем Что Украина Не до государства Он постоянно Об этом как бы Говорил Потому что он сейчас В адрес Казахстана Сказал Кстати Перейдем дальше То есть Он Как бы Он для себя Видимо Такие пацанские Понятия Он для себя Как бы Готовит алиби Ну я же вам говорил Что же вы не слушали Потом кстати Многие речи Путина Уже в принципе Они там Как бы Они определяют Там уже Его программу То есть Скажем там Понятно было После речи 18 марта Что там Вторжение в Восточную Украину Неизбежно просто То есть То что Там западные Лидеры Не хотели в это верить Ну так же Как опять 30-е годы Ну не хочется в это верить Потому что страшно Если ты в это поверишь То значит Надо действовать Так он же Все сказал уже Все повторяется Я же уже Сообщил вам Что я буду делать дальше То есть Поэтому Мне кажется Вот эта Украинская ситуация На самом деле Она Принципиально важна Вообще Для развития Вот Будем использовать Путинский термик Русского мира Потому что На самом деле Русский мир-то Он не Одномерный Как это кажется Путину А для меня Вообще Как бы Как человека Обращающий внимание На такие Глубинные Исторические процессы Вот эта ситуация Она представляется Каким-то таким Завершающим этапом Противостояния Там Тысячелетнего Традиции Скажем так Ордынско-московской Цивилизации Киевской Цивилизации Но это на самом деле То и то русский мир Просто Понятно что На протяжении столетий Доминировала Тенденция Ордынская Московская Ханская Вот это Вот это Централизованное Но никуда же не делось Она же в истории существовала Вечевая Республиканская Европейская Так вот Я думаю что Где-то в глубинах Подсознания Путин пытается Как бы Лишить Вот этот Европейский Русский мир Исторического шанса Но в Америке Ведь тоже Русский мир Есть Пять миллионов Русскоязычных Нет Я говорю Даже в случае Не столько Как бы Даже вот здесь Территориально Просто Сколько это Это Просто Европейская Европейская Тенденция Которая Постоянно Как бы Гасилась И сейчас В принципе Совершенно очевидно Что Как бы Украина Киев Они В сознании Путина Эту тенденцию Представляют И поэтому Всячески Как бы Он пытается Пытается Это задушить Хотя На мой взгляд Было бы Логично Если бы Украина Она Как бы Зафиксировала Своё лидерство В этой тенденции Потому что На всем Пространстве Бывшего Советского Союза Существует Много людей Говорящих по-русски То есть Часть русской культуры Для которых Это европейская Вот как бы Скажем так Исторические Наследие Киевской Руси Является Как бы Своим А Ордынство Оно является Чужеродным Экс-вице-премьер Правительства России Альфред Кох Тоже не обошел Тему Крыма Стороной Что случилось С Крымом По-вашему Что произошло Это спонтанное Решение было Или просто Давно вынашиваемое И время подошло У меня нет никаких доказательств Но мне кажется Что Путин Это готовил Под свои выборы Восемнадцатого года Но поскольку Майдан случился Незапланированно Пришлось форсировать Этот сценарий И он Весь всплеск Популярности Который должен был Прийти на восемнадцатый год Получил сейчас А про восемнадцатый год Теперь ему надо Что-то новое придумывать О том Что произошло С Крымом Мы беседовали И с выдающимся Украинским артистом Андреем Данилко Который известен Во всем мире С созданным им образом Верки Сердючки Что на твой взгляд Произошло С Крымом И Донбассом Ну Крым Аннексировали У меня никогда Не было понятно Почему за него Не боролись Я думаю Что Крым отдали Я не очень понимаю В некоторых ситуациях Но Я не могу понять Как можно было Взять и отдать Взять и отдать Я тоже не понимаю Вот я не могу это понять Я до сих пор не понимаю Им сказали Куча наших войск Там Да И все раз собрались И уехали Театр Напоминает Да Постановку Напоминает Да И ты знаешь Я Вот раньше Как-то Ну опять же Ты правильно говоришь Артистам Комментировать Подобные Вещи Наверное Не стоит Все-таки Для этого Что артисты Не люди Нет Я имею ввиду То что Надо в этом разбираться Ты понимаешь Я никому не верю Вот вообще Я тоже Вот я ни этой стороне Не верю Я тоже Какие-то Постоянные Какие-то подмены Прикрывание Вот этой Какими-то Лозунгами Лозунгами Да И мы так все Любим Украину А при этом Ты понимаешь Что Она разваливается На глазах Ну а теперь Время Подвести итоги Кто Кроме Российской Федерации Кроме Лично Владимира Путина Виноват В том Что Россия Аннексировала Крым Ответ На этот вопрос Пытаются Дать Разные Люди И мы Послушаем Каждое Мнение Первым Говорит Бывший Министр Обороны Украины Анатолий Гриценко Кто На вашу Думку Винный В сдаче Крыму Чи Є Такие Насправді Винные Бо Может Их Нема Тут Легше Турчина На Льваченко Я Дав Показа На них На обоих Чому Чому Винні Чи Чому Не Захищали Чому Винні Мене На конституцій Центр Турчина Турчина На які частини Насправді Турчина Ставлення Турчина Насправді Стримує Африканці Як зараз приїжджають стрічки на кожному повороті І так далі Доводиться приймати відповідальні і болючі рішення За якими в тому числі хтось буде гинуть Але це робиться тільки тоді Коли це треба заради спасіння людей Заради спасіння країни І якщо ти не готовий Турчинов, приміром Чи хто інший То відійди в сторону Тому що немає значення твоя мотивація Тебе купили, тебе залякали Тебе обманули Тебе не знає Чимось підпоїли Чи ти просто не знаєш закон Тобі закон розказали дій Чому Турчинов так не зробив? Питання до нього Ваша думка? Я тільки що сказав Мене не турбує Його купили Чи він злякався Чи він не може і так далі Я хочу, щоб кожна посадова особа Діяла по закону І тоді ми будемо впевнені Що ми з вами забезпечені Ну просто от Нормальне, просто спокійне життя От нехай влада Паже на повну катушку Хоче воєнний стан не водить Нехай себе тренує скільки заводно Люди не морочат голову Розумієте? А якщо такої впевненісти не має Тоді питання А заради чого ця вся історія? Слово ексміністру внутренніх дел України На момент аннексії Крыма Председателю Кабінета Мінистрів Крыма Анатолію Могилєву І не прийняли відповідь Тоді питання время, и если кто-то не сделал тех поступков, которые он обязан был сделать по своей должности, за это обязательно спросят, обязательно спросят. Что за люди Аксенов и Константинов, руководители Крыма? Два бизнесмена, два уроженца Молдовы, они не кремчане, они молдаване оба, я вам скажу так, я думаю, оценку им будет давать история, знаете ли, есть классное выражение, в историю можно войти, а можно в нее вляпаться. Вот история покажет, что с ними случилось. Аксенов действительно был бандитом в свое время? Ну, учитывая то, что он не осужден за участие в таких, так сказать, в бандформированиях, то говорить о том, что он был таким-то, я не имею права. Но участвовал? Оперативная информация такая в главке есть, в главке Крымском есть. Говорит экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Можете ли вы назвать фамилии людей, конкретно виновных в аннексии Крыма и трагедии Донбасса? Я уже сказал, это Турчинов, это первый виновник, вот. Он находил, во-первых, он незаконно узурпировал власть, председателя Верховного Совета, раз, и несуществующую должность, исполняющую обязанности президента. Он незаконно стал главнокомандующим. Он не принял никаких мер. Он даже не провел элементарных переговоров с руководством России. Можно было бы провести элементарные переговоры с руководством России в первые же дни. Но, Дмитрий Ильич, они чем занимались? Мы же уже знаем хронику того, чем они занимались. Они делили власть. Они сидели целыми днями и делили власть. Кто пойдет на Национальный банк, кто пойдет на Министерство, кто пойдет министром финансов, кто пойдет там еще куда-то. Они распределяли денежные потоки. Ведь гривна-то обвалилась не случайно. Никаких причин обвала гривны не было. И вдруг она там, по-моему, в марте или в апреле обваливается сразу до 16, а спустя небольшое время, до 20. Это же очевидно совершенно. Крупнейшая валютная махинация накрывает страну. Все эти бредни Яценюка о том, что якобы там пустая казна. Никогда у нас пустой казны не было. У нас была абсолютно нормальная экономическая ситуация в стране. Это он просто нагло врал. Они занимались тем, что они делили финансовые потоки в стране. Они не тем, чем должны были бы заниматься руководители государства. Теперь, в начале никакой необходимости направлять войска, тем более тяжелую технику, в Донбасс абсолютно не было. Тоже Турчинов не вступил. Никакие переговоры с теми, с кем надо было вступать. То есть не был задействован весь арсенал средств, который, например, задействовал тот же Янукович в процессе Майдана. Они были заинтересованы, чтобы отделить, затеять конфликт в Донбассе, но отделить Крым само собой, потому что им предстояло идти на выборы президента. Это минус 2 миллиона избирателей Крыма, минус 4 миллиона избирателей Юго-Востока, который никогда бы их не поддержал, Донбасса. Поэтому из политических целей им было выгодно затеять конфликт в Донбассе, отделить Крым, свалить все это на Россию. А Россия, естественно, воспользовалась этим делом. Поэтому главные виновники это Турчинов, Порошенко, Порубий, все остальные, которые были в этот момент руководством страны. То есть, если я вас правильно понял, Порошенко, Турчинов, Порубий и остальные ради того, чтобы получить власть, с легкостью избавились от Крыма и Донбасса? Абсолютно верно, Дмитрий Ильич, абсолютно верно. И вот это как раз, если процесс судебной команды Зеленского проведет, вот это вскроется обязательно. Потому что есть свидетельства наших военных, которые обращались к Турчинову с просьбой отдать какие-то команды. Турчинов им отказывал и так далее, и так далее. То есть, весь этот пазл сложится так, как вы говорите. Сенсационную информацию о том, что исполняющий обязанности президента Украины на момент сдачи Крыма Александр Турчинов являлся агентом КГБ, обнародовал в интервью мне легендарный борец с мафией и организованной преступностью генерал Григорий Амельченко, герой Украины. Сегодня среди высшего руководства Украины есть агенты КДБ СРСР или ФСБ России? Теперь, Дмитрий, час идёт. Після независимости Украины минуло, сколько? 26 лет. 26 лет. Те, которые были, уже по веку их не имеют в руководстве Украины. А вот что торкаются агентами ФСБ, вот, так, они есть. Причём, разделяйте так. Агенти политического вплива. Это когда старомидному не пишешь, не пишешь в руках, не пишешь в списке, не берешь зобовязание и так далее, и все. А другие, те, что писали в зобовязании? Ну, скажем так, это была информация в прессе. Вы прозвище можете назвать? Назву. Давайте. От, була информация в прессе, а потом это подтвердил заступник главы Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский. И, до речи, это висит на сайте Спилки офицеров Украины. Моя статья «Політика на крови» был в студентские годы завербованный Олександр Турчинов, что допомогло ему пойти по комсомольской линии. И он, когда начался ПУЧ, так, он очень жестко выступал за запровождение режима ГКЧП. Говоря, что до влады придут бендеровцы, и тогда мало не покажется. Григорий Омельченко сослался также на бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Скипальского. И я не мог не спросить об Александре Турчинове, генерала Скипальского. Серед высшего керевництва, я повторю запитание, Украины, агентів КДБ, СРСР, ЧФСБ России багато? Достатньо. Верховная Рада, Кабмин, агентів багато? Достатньо. Кто это? Это люди, которые... Ну, прозвище мы можем назвать хоть деяким. Николи я не назвал прозвище. Добре. В интервью мне... Я назвал прозвище, знаете, когда этот закон по люстрации, который должен был быть 25 лет назад, и была бы создана законная комиссия, куда бы вошли моральные авторитеты, куда бы вошли юристы, профессора. Да. Тобто, ті люди, які реально хотіли б розібратися, от офіційно покази на цій комісії я би дав. Дали б. Дали б. А пробачте, це несправа обговорення для преси. В интервью мені ваш соратник Григорій Амельченко назвав одного з керівників України сьогоднішнього і сказав, що він був, я не називаю прозвище, завербований КДБ СРСР. Він це назвав з посиланням на вас. Я не називаю. Він був моим підлегним під час моєї роботи військовій контролюці. І тоді ми багато знали тих, хто був самим активним. Вопрос о російській агентурі і її ролі в здачі Крима ми затронули в беседі з бувшим першим замістителем председателя Служби Безопасності України генералом Владимиром Тимошенко. В нашій владі агентів ФСБ та навіть ще КДБ Радянського Союзу багато? КДБ Радянського Союзу, більшість агентів, які лишилися живі і мають оперативні можливості, біяли на території України, вони стали агентами Служби Безпеки України. Їх багато? Я не знав, які об'єкти є. Я був свідком, ми провели одну операцію. Уже через пару років після Незалежності виявили структуру цілих чотири поверхи будівлі, в якій знаходились офіцери, які працювали на Москву, які результати своєї роботи відправляли. Зараз їх багато? Таких, я думаю, вже немає в тому плані, але резидентури, звичайно, є. Працюють повну силу. Сидячи на цьому місці, коли в мене беруть інтерв'ю в студії 112 каналу, я іноді кажу, що якщо прості люди пересічні дізналися прізвища тих, хто зараз знаходиться в нашій владі, є агентами впливу чи агентами просто російських спецслужб, вони плакали. І мені закидають після цього, то назвіть прізвище, чого ви не називаєте? Я от зараз вас запитаю, чому ви, напевне, знаючи ці прізвища, їх не називаєте? Така потужна людина, як ви. Є одне. Знову ж, ми повинні виміряти користь і те зло, яке наступить в результаті таких моїх дій. Я повинен зважити. Розумію. Користь, звичайно, можна говорити про тих, хто працював на КДБ СССР, хто зараз залишився в своїх симпатіях. І обіймає високі пости. Звичайно, тому що спецслужби завжди намагаються своїх агентів просунути як можна вище для того, щоб отримувати більший вплив і більше оперативної інформації. Це аксіома, яка відома всім. Я хочу сказати, що коли ми починаємо називати прізвище агентів, ми завжди думаємо про тих, хто сьогодні там в тих кабінетах працює, наших колегах. Адже їм завтра треба йти до громадян і шукати взаєморозуміння, а попросту, нашою мовою кажучи, вирбувати. І коли він прийде і йому скажуть, шановний, так тут же вчора сидів, а завтра ви прийдете і будете розповідати про нас. І сама гостра зброя як агентура втрачає можливості. Тобто, Володимир Андрійович, скажіть, що жоден керівник української спецслужби не може назвати агентів ФСБ, тому що ніхто йому не подасть руки із колег, і тому що неможливо буде вирбувати потім український громадян. І є ще інше питання. Питання пов'язане з тим, що для цього треба, щоб був керівника, вон там десь за пазухою. Був пістолет. Була його особиста розписка, сьогодні є процес процесуальний, і людина каже, будь ласка, надайте, а справу ми ж не забираємо з собою додому. Справа десь там лежить, чи лежить, чи знищена, чи з ним може розірвані вже агентурні зв'язки. І людина, яка вже полишила кабінет і виявилася на волі, вона думає про те, що прийдеться також відповідати в разі чого. Важке запитання вам поставлю. Чи згодні ви з тим, що саме агентура російських спецслужб в українській владі здала Крим свідомо? Не обійшлось, я скажу так, не обійшлось без агентури, яка здавала, без сумніву. Ми кажемо, що вона є, не заперечуємо. І висока, і висока. І в тому числі в високих кабінетах, не тільки Російської Федерації, інших країн також. Спецслужби працюють, чому ми таким же чином працюємо, нічого страшного. Важливо, що ми знаємо про ті випадки, хто до чого причетний, на кому лишить відповідальність. І сьогодні ми розуміємо, що без агентури тут не обійшлося. Але і тут зіграло, як на мене, я повинен для справедливості сказати, і політичні, і сутом меркантильні інтереси тих, хто рвався до влади. Коли є роздвоєння, чи сьогодні відстоювати державу, чи своє, скажімо, керівне положення в цій державі. І людина обирала, на жаль, не той вибір. І ось ці проблеми, вважалося від них подальше, головне вирішити. І ми бачили і знали, як тут ділили посади, в той час, коли треба було відстоювати кожний квадратний метр, сантиметр нашої території. Ну і, наконец, випадок о том, є ли він агентом КГБ СССР, я не мог не задати самому Александру Турчинову. Вот що він відповіла. В інтерв'ю мені герой України генерал СБУ Амельченко сказав, що ви завербований агент КГБ СССР. Ну, ви знаєте, треба вспомнить, за що Амельченко получив очередну генеральську звезду і звання герой України. Ви знаєте подвиг, который він совершив? Нет. Я просто був свидетелем цього подвига. Віктор Ющенко, будучи президентом, боролся з Юлією Тимошенко і нашел убойну технологію компроментации. Сфабриковали дело педофилів, як ви помните таке. Ще б, як таке забыть? Технологом і рупором цього грязного процесу був Амельченко, котрий і получив за цей сфабрикований позорний скандал звезду герой. Даже при Януковичі, а його нельзя заподозрити в любви к Тимошенко, винуждені були це сфабрикованне дело закрити. Поэтому заявлення такого героя мене не інтересують, їх бессмысленно комментировать. Я глубоко убежден, що все учебники історії всіх стран мира перевраны. Где-то більше, где-то менше. Правду знайти дуже трудно. І цим фільмом я попытався немножко приоткрыти завесу таинственности з событий 2014 року, коли Росія аннексувала Крым, а Україна безропотно його віддала. Благодаря моїм собеседникам, участникам, свидетелям цих событий, я постарался ответити на вопросы, які вже шість років мучують мене буквально кожний день. Я надеюсь, що мене це вдалося в більшій чи в меншій степені об цьому судити вам. Тем не мене, у нас перед глазами більш-менее понятна картина. Ну а дальше всіх розсудить історія. Дякую за перегляд!